Андрей Левицкий. Сага смерти. Мгла. Когда ты глядишь в зону, зона глядит в тебя. Часть первая. Наемники. Глава первая. Мост гоблинов. Небо над зоной напоминало телеэкран, включенный на мертвый канал. Матово-черное, холодное, чужое. Это было небо другой планеты, параллельного мира, иной реальности, но не Земли. Как может зона влиять на атмосферу? Почему 11 месяцев в году тяжелые влажные облака скрывают солнце? Почему здесь почти не бывает снега? Да и летняя жара нечастая гостья в этих местах. Катя уже давно бросила размышлять на подобные темы. Она медленно, неумело зарядила СВД, улеглась поудобнее и застегнула воротник костюма, чтобы сухие травинки не кололи шею. Рюкзак лежал под боком, рядом маленький контейнер для артефактов, закрытый выпуклой крышкой. С вершины холма открывался вид на речушку под названием Зеленка, обмельчавшую так, что ее теперь следовало бы назвать болотом. В вечерней полутьме вода мерцала мутно-зеленым. Черт его знает, почему она светится. Может, радиоактивная, а может, эта часть речки теперь сплошная аномалия. Берега соединял старый железнодорожный мост в один пролет. Уже много десятилетий поезда не ездили по нему, рельсы заржавели, между гнилыми шпалами ветер нанес с земли, там проросла трава. Сооружение выглядело необычно, словно кто-то слепил мост из пластилина, а после полил кипятком, и мост потек, но не расплавился целиком. С балок и решетчатых ферм свисали металлические сосульки, низкие ограждения стали извилистыми, опоры покрылись покатыми буграми. Катя понятия не имела, как такое могло произойти. Что это, влияние зеленки или аномального излучения самой зоны? Но почему другие мосты вокруг ЧС не меняются подобным образом? Нет, дело явно в реке. В светящуюся воду никто не полезет, а чтоб обойти зараженный участок, надо сделать крюк километров на пять. В зоне это день пути. Сутки, может и больше, зависит от аномальности территории. Получается, если хочешь пересечь речку в этом районе, единственная дорога через мост. И скоро по нему пройдет группа короба. Катя потерла уставшие глаза. Короб не враг ей. Он с Апанасом и Глебом даже как-то ходил в совместную экспедицию. Но и не друг. У нее теперь вообще нет друзей. Важно только то, что ей нужны деньги, а сталкеры возвращаются с артефактами. Да не с простыми. У них должна быть душа. Может, даже не одна. Расстегнув пуговицу, она просунула пальцы под ворот и нащупала медальон на серебряной цепочке, тонкую прямоугольную пластинку, на которой была выгравирована карта зоны. Их когда-то по заказу Апанаса сделал один ювелир. Девушка сжала медальон так, что свело пальцы, и надолго замерла, не чувствуя боли, не видя происходящего впереди. Что-то шевельнулось на краю моста, и она вздрогнула. Прищурившись, разглядела три человеческие фигуры. Это они. Короб шел первым. Потом молодой светловолосый скворец замыкал дюган. Катя схватила СВД. Совсем старая винтовка. Но другую она не успела раздобыть, а эту взяла в подвале их дома, неподалеку от кордона, где лежали добытые в зоне хабар и оружие. В прицел она разглядела небритое лицо короба, мохнатые брови, темные волосы. Глубоко вдохнула холодный воздух, раздвинула ноги шире, легла удобнее, уперев локти в землю. Вновь нашла фигуру сталкера. Группа преодолела уже четверть моста. Шли они медленно, вряд ли там есть аномалии. Но зачем рисковать? У двоих за спиной рюкзаки, у скворца железный ящик. Это мультиконтейнер для артефактов на 13 ячеек. И он не пустой. Перекрестие прицела совместилось с лицом старшего группы. Короб двигал челюстью, жевал что-то. Надо стрелять. Потом быстро перевести ствол дальше и по скворцу. Джугану с моста некуда деться. Он может только развернуться и побежать обратно. Катя не бог весть, какой стрелок, но успеет засадить ему между лопаток. Хотя лучше все же, чтобы они зашли дальше на мост. Палец на спусковом крючке расслабился. Катя перевела дыхание, слегка опустив ствол. Глянула поверх прицела. С каждой секундой становилось темнее. — Ты просто тянешь время, — сказала она себе. — Успеешь убить всех троих уже сейчас. Так чего ждешь, выдумываешь какие-то отговорки? Подняв СВД, девушка прицелилась в короба. Палец напрягся. Ведь он ни в чем не виноват. Убить его потом еще двух. Пристрелит троих неповинных людей ради каких-то артефактов, ради хабара и денег, грязных сталкерских денег. Она скрипнула зубами. Неповинных — это же сталкеры, бродяги, алкоголики, наркоманы, психи. По всей зоне ни одного нормального человека. Но ты собираешься убить их? Да. Ради чего? Ради какой-то возвышенной цели? Ради свободы, всеобщего счастья? Нет, ради денег. Но для чего они мне нужны? Не чтобы обогатиться. Я собираюсь... Какая разница? Важны не намерения, а дела. Ты хочешь убить трех людей и снять с трупов артефакты. До чего ты докатилась? Кем стала? Тем, кем меня сделали люди. И твари. У нее заслезились глаза. Группа дошла до середины моста. Палец придавил крючок. Она не выстрелила. Просто не смогла заставить себя. Опустила оружие. И увидела, как что-то шевельнулось под мостом возле озаренной зеленым светом решетчатой арки. Быстрая тень скользнула между железных сосулек, взобралась по одной. Кто это? Какой-то мутант, снорк. Может, псевдоплоть? Или... Вскинув СВД, она посмотрела в прицел. Сдвинула оружие в бок, подняла немного. Вот они, фигуры. Одна, вторая, третья. Еще. Двое у дальнего конца моста, двое на ближнем. Один повернулся. Мутно зеленый свет озарил лицо. И Катя узнала его. Несколько раз она бывала в сталкерском баре за периметром. Глеб с Апанасом водили. И видела там этого человека. Его звали Рашпиль. Тоже сталкер. Но Глеб сказал, ходят слухи, что он гоблин. То есть промышляет мародерством, грабежом тех, кто возвращается из глубины зоны с Хабаром. Пока нет никаких доказательств, поэтому сталкеры и не убили Рашпиля до сих пор. Но дело к этому идет. И вот теперь она получила доказательства. Хотя Катя не были ни к чему. Она поняла, что сейчас будет. Два мародера выберутся на мост сзади, два спереди и убьют короба с дюганом и с кварцом. Заберут оружие, добычу. Возможно, снимут комбезы, обувь и растворятся в темноте. Рашпиль присел на корточках за ограждением, пригнув голову. В руке его Катя разглядела пистолет. Второй бандит висел на решетчатой ферме, ниже. Ждал, когда главарь выскочит на мост. Но точно как злые гоблины, поджидающие путников. В сказках ведь гоблины под мостами и живут. Сдвинув винтовку, девушка увидела, что короб со своими уже на середине моста. Переместила СВД обратно, нащупала прицелом голову Рашпиля, разглядела его сплюснутый нос, низкий лоб, ежик-волос и вдавила спусковой крючок. Клацанье, глухой стук. СВД не выстрелила. Она нажала еще раз. Тишина. Времени разбираться в чем дело не было. Может, просто осечка патрон перекосила. А может, он негодный, как и все, которыми заряжен магазин. Она бросила винтовку, вскочила и побежала со склона. Высокие армейские ботинки взрывали мягкую землю. На ходу выхватив ТТ из кобуры крикнула «Короб! Засада!» Но было поздно. Ее голос заглушили выстрелы. В полутьме с двух сторон моста блеснули вспышки. Раздался тонкий крик. Это скворец. Гоблины убивали людей. Хотя ведь и Катя собиралась делать то же самое. Значит, и она гоблин, нелюдь. Нет, она только собиралась, но не сделала этого. Не смогла перебороть свою человеческую природу. А эти твари убивают людей ради хабара и денег, грязных сталкерских денег. Катя слетела со склона. От холма до берега метров пятнадцать, не больше. У реки должно было быть прохладней, но почему-то, наоборот, стало теплее. Вновь блеснули вспышки, звуки выстрелов раскатились по округе. Девушка увидела силуэт перед собой, еще один львее у ограды. Она вскинула ТТ. Впереди громыхнул автомат, и Катя выстрелила. Она так и не поняла, попала или нет в подручного Рашпиля. А главарь вдруг оказался перед ней. Он удивленно поворачивался, привставая. Девушка с разгону налетела на него. Бандит вскочил, обхватив ее за пояс. Катя ударилась в него всем телом, Рашпиль отшатнулся, врезался спиной в ограждение. Оно проломилось. Катя вскрикнула, когда поверхность под ногами исчезла, выпустила пистолет. Рашпиль заорал с перепугу, и они упали с моста. Но они свалились в зеленку. Бандит успел вцепиться в нижний пояс опорной фермы, которая дугой протянулась от берега к берегу. Девушка повисла на Рашпиле, схватившись за ремень, подтянулась. Он пнул ее коленом в лицо и разбил нос. Катя качнула ногами, назад, вперед, перепрыгнула на поперечную балку, оплывшую, усеянную покатыми буграми. За эти выступы было удобно держаться. Рашпиль ударил ее носком сапога по ребрам. Она сделала солнышко и усела сверху. «Ты кто?» – рявкнул бандит, подтягиваясь, забрасывая ногу на штангу, соединяющую опорную ферму с балкой. Штанга под действием непонятной силы стала извилистой и напоминала отлитую из железа змею. Катя вдруг поняла. Металл под пальцами теплый, почти горячий. Мост излучает тепло. Тихо журчала вода, гнилой зеленый свет озарял двоих людей под мостом. Вверху стреляли. Тонким голосом кричал скворец. Катя ударила Рашпиля кулаком по голове, едва не упала, прижалась к балке всем телом. Та дрожала под ней, шевелилась, будто живая. Бандит наотмашь врезал ей тыльной стороной ладони в скулу, попытался ткнуть пальцами в глаза, но Катя отбила руку. Не зря она каждый день делала зарядку, бегала по несколько километров, не зря тренировалась с Апанасом, который раньше занимался каратэ. Теперь все это пригодилось. Костяшками пальцев она ткнула Рашпиля в шею, но он пригнул голову, и удар пришелся в подбородок. Оба чуть не упали. Катя едва сумела удержаться, а бандит повис спиной к низу, обхватив штангу руками и ногами. Крякнув от натуги, он рывком перевернулся. Штанга прогнулась под его весом, вытягиваясь как резиновая. Он потянулся к правому сапогу. На поясе в узком продольном кармашке у Кати был пластиковый нож, рукоять в виде прямоугольной рамки, куда можно просунуть пальцы, клинок когтеобразной формы с лезвием в мелких зазубринах. Она подцепила рукоять пальцем, дернула. Рашпиль достал из сапога пистолет и навел на нее. — А-а-а, блин! — хрипнул он щурец в полутьме. — Сеструха Глеба, ты че здесь? Если бы гоблин не сказал этого, сразу выстрелил, конец ей. А так Катя успела размахнуться и вонзить нож ему в запястье. Рашпиль заорал. Его крик заглушила автоматная очередь. Пистолет полетел в воду. Катя выдернула нож. Отклонившись назад, легла спиной на балку и со всей силы пнула главаря шайки каблуком в лицо. Он сорвался. Взмахнув руками, попытался ухватиться за железную сосульку. Не смог — полетел вниз. Вода под ним вспухла горбом. Река будто потянулась навстречу человеческому телу. Гоблин врезался в этот горб, и тот лопнул. Пошли волны, заколыхались кусты и острова густой травы. Рашпиль ушел под воду с головой, тут же вынурнул, заорал. Из носа Кати по губам и подбородку текла кровь. Не замечая ее, девушка свесилась с балки и оторопела, глядела под мост. Зеленоватое свечение со всех сторон стягивалось к Рашпилю, а он барахтался, вопя от ужаса. Вода вокруг него стала ярко-зеленой, вспыхнула. Гоблин вытянул руки над головой и вдруг, без всплеска, ушел вниз, словно водяной схватил за ноги и дернул. Катя моргнула. Был Рашпиль и не стало Рашпиля. Даже пузырей нет. Зелень, собравшаяся со всей округи, повисла ярким сгустком посреди черной воды. Сгусток дрогнул, будто сглотнул, заклубился и стал расходиться по реке, вновь превращаясь в мутную, фосфорисцирующую пелену. Над зеленкой прокатился грохот еще одной автоматной очереди. А потом раздался взрыв. Граната ничего не может сделать железнодорожному мосту, пусть даже легкому, на один пролет. Это все равно, что ударить молотком по стене. Она дрогнет, отколется кусок штукатурки, разлетятся бетонные крошки и не более. Но это был необычный мост. Аномальная энергия давно подтачивала его, как термиты подтачивают деревянный дом. Только с виду он казался крепким. Отголоски взрыва еще не успели стихнуть, когда середина моста провалилась. Балка подкатей загнулась. Стиснув зубы, она обхватила податливое железо, поползла вверх. Ноги оказались над самой водой, зелень со всех сторон стала собираться к этому месту, на поверхности реки вспух горб. Катя ползла, мост не скрипел, трущиеся друг от друга железные элементы не скрежетали, конструкция бесшумно сминалась под собственным весом. Мимо Кати пролетел человек, она едва успела разглядеть лицо, незнакомый мужик с дыркой от пули во лбу. Один из гоблина фрашпеля. Дюган всегда был хорошим стрелком. Бандит свалился головой вниз, река плеснула, зеленый свет стал ярче, мигнул, будто сглотнул, и снова начал тускнеть, расходясь по реке. Гоблин исчез. Катя ползла, а вокруг все текло, извивалась, гнулась. Она подтянулась, держась за конец сломанной шпалы. В полутьме у другого берега горбилась вторая половина моста. Может, это влияние аномалии под названием «зыбь» размягчения материи. Действие похоже. Что, если на мосту поселилась какая-то модифицированная зыбь? Настил кренился все сильнее. Вцепившись в ограждение, Катя медленно зашагала к берегу. Сзади раздался стон. Она обернулась. На шпалах ниже лежал скворец. Сталкер пытался ползти, но тяжелый мультиконтейнер тянул его к воде, опять вспухший зеленым горбом. «Ты слабо», позвал он. «Эй, помоги!» Катя повернулась, села и на заду поползла к нему. Скворец что-то просипел, задергал рукой, скидывая контейнер. «Нет», крикнула она, «не бросай его!» «Тяжелый!» откликнулся парень. «Он тянет!» «Не могу с ним!» Протяжно хлюпнув, мост просел. «Держись!» Улегшись на спину, она вытянула ноги и растопырила пальцы. Настил накренялся сильнее, еще немного и станет вертикальным. «А-а-а-а-а!» закричал Скворец и обеими руками вцепился в ее лодыжки. Катя дернула вниз. Она пятилась на спине, цепляясь за шпалы, упираясь в них задом. Сталкер висел на правой ноге. Остатки моста съезжали с берега, погружались в воду. Зелень со всей реки стянулась сюда. Вокруг стало темно, кусты и трава исчезли во мраке. Будто сияющий изумрудный дым клубился под мостом. Хищный, ядовитый. Катя ползла. Скворец дергался, словно хотел оторвать ей ногу. — Какой же ты тяжелый! Хотя нет, это не ты. Это контейнер на твоей спине. — Контейнер. В нем то, зачем она пришла сюда. В нем артефакты, а значит, деньги. — Сними его! — крикнула Катя. — Сними, слышишь? Он что-то хрипнул в ответ. Мотнул плечом, застонал, засучил ногами. Одна лямка соскользнула с плеча. — Не бросай! Вон костыль торчит! Зацепи! — Зачем? — простонал скворец, пытаясь тянуть вторую лямку. — Зацепи, я сказала! Упираясь каблуками, Катя стала приседать. Парень сделал, как она велела, и сразу стало легче. Мост протяжно глухо всхлипнул, потом закачался. А скворец вдруг заплакал, громко навзрыд. Катя застыла на гнилой шпале, сжав зубы. Человек и контейнер в полуметре ниже. Первый держался за шпалу, второй висел на торчащем из нее костыле. Мост тонул в реке. Она видела бурлящую зелень под собой, видела запрокинутое лицо скворца. Совсем еще мальчишка, ему и двадцати нет, гладкая кожа, чистый лоб, мокрый от слез. Видела контейнер, ради которого пришла сюда. В контейнере было все, что ей еще нужно в этой жизни. Теперь не успеть. С ними двумя никак не успеть. Горб на воде вспухал все сильнее. Зелень будто распирала его, приподнимая. Еще немного, и он доберется до ног, плачущего от ужаса скворца. Девушка потянулась к сталкеру. Цепляясь одной рукой за шпалу, он поднял вторую. Пальцы коснулись ее пальцев. И вдруг лицо скворца изменилось. Миг, и Катя увидела на его месте другое. Увидела Апанаса. — Нет! — крикнул скворец, когда она подалась в бок. — Нет, что ты! Вытащи меня! Она нащупала лямку контейнера, потянула. Лямка зацепилась за костыль. Зеленый горб под мостом достиг ступней скворца, и Катя, как в кошмарном сне, увидела. Его ноги текут. Черная грубая кожа ботинок запузырилась. Скворец закричал тонким детским голосом. Она сорвала лямку с костыля, стала приподнимать тяжелый контейнер, с трудом сгибая руку, будто выжимала пудовую гирю. — Нет, меня! — пытаясь схватить ее за рукав, всхлипнул скворец. Его ступни целиком погрузились в зелень. Катя согнула руку, боковая стенка контейнера прижалась к груди. Сгорбившись, пригнула голову, зубами вцепилась в длинный выпуклый фиксатор, прикусила его и рванула. Контейнер раскрылся. Внутри 13 квадратных и круглых ячеек разных размеров. В них пять или шесть артефактов. Жирный улов у короба. Катя перевернула контейнер, и они посыпались в воду. Вслед за ними полетел и железный ящик. Когда артефакты упали в водяной горб, тот набух сильнее и опал. Внутри заклубилось. Артефакты вступили в реакцию с напитавшей реку аномальной энергией. Изумрудная муть пошла кругами, темный силуэт, идущего ко дну контейнера, вдруг расплылся пятном. Дальше Катя не видела. Схватив освободившейся рукой с кварца за шиворот, с хриплым выдохом вздернула его выше. Развернулась лицом к шпалам. Сталки равнял ее за поясницу. Она поползла. И ползла долго, через шпалы, по настилу, по обломкам, потом по влажной земле, пока на склоне холма не потеряла сознание. Когда она очнулась, так и не пришедший в себя скворец громко стонал. Катя поглядела на часы. Полночь. Она с трудом встала. Нос распух, очень болели зубы, ныла челюсть после удара рашпиля. От моста остались только опоры на берегах. Все остальное ушло в реку и растворилось там. Зелень расплылась в протоках между островами травы, пригасла. Речка вновь испускала мутное, блеклое сияние. Ступни скворца превратились в культе странной формы. Катя вытащила его на вершину холма, срезала лоскутой кожей ткани. При виде того, что открылось под ними, ее едва не стошнило. Брошенное СВД валялось рядом с рюкзаком и контейнером. Девушка достала медпакет, залила раны регенерирующим пластиком, забинтовала, вколола скворцу обезболивающее, а после вновь потеряла сознание, не успев сделать себе инъекцию стимулятора. Когда на рассвете она очнулась, пальцы, просунутые под ворот руки, сжимали медальон. Им с парнем повезло, ни одна тварь не выбралась на холм из ночного леса. По небу ползли облака, дул холодный ветер, было зябко, трава блестела от росы. Катю вдруг прихватило, накатили боль и ужас, пришедшие издалека, откуда-то из темных глубин зоны. Она упала набок, съежилась, подтянув колени к груди. «Глеб, что они делают с тобой?» Приступ длился почти полчаса. Раньше они никогда не бывали такими продолжительными, а потом еще почти час Катя приходила в себя. Она села возле контейнера и долго глядела на стальную крышку-полусферу. Наконец, сдвинув фиксаторы, распахнула ее. Выпуклая часть звонко стукнула по стенке контейнера. Клубень уставился на нее, а Катя уставилась на артефакт. Так его называли Апанас и Глеб. Артефакт напоминал крупную луковицу, мягкую, будто подгнившую, покрытую полупрозрачной кожицей. То есть это раньше она была полупрозрачной, но за последние недели потемнело и стало тверже. А еще клубень немного увеличился, будто распух. И девушке показалось, что он едва заметно светится. Но главным было другое. Как только Катя откинула крышку, над склонами пронесся неслышный шепот. Померкло осеннее небо, на холме стало темнее. Она прижала пальцы к вискам. Дуновение ментального ветра, чьи-то голоса в голове, тени клубятся вокруг. В этот раз сильнее, чем раньше. Что это такое? Что происходит каждый раз, как она открывает контейнер? Что-то очень странное начинается в сознании. Странное и опасное. А потом, откуда-то из глубин зоны, затянутой мхами или шайником, скрытой за непроходимыми лесными дебрями, полями аномалий и болотами далекой темной глуши, к Кате устремился взгляд. Она была готова к этому и все равно вздрогнула, ощутив его. Всякий раз одна и та же картина возникала перед ее мысленным взором. Огромное темное поле, ночь, ничего не видно. И где-то там, во мраке посреди поля, сидит он. Хозяин этого места. Ему кое-что нужно, очень нужно, но он не видит этого в темноте. И когда Катя открывает контейнер, она словно приподнимает крышку сундучка. А в сундучке горит свеча, свет вырывается наружу, и посреди чернильной тьмы поля возникает одинокий блеклый огонек. И тогда он, тот, что притаился во мраке, замечает огонек. Понимает, что именно там прячется тот, чем он так жаждет завладеть. Он поднимает огромную косматую голову, его бездонные черные глаза смотрят на Катю. А потом он начинает говорить. На самом деле она не слышала никакого голоса. Но из глубин зоны пришли слова, и мерным похоронным звоном зазвучали в голове. Принеси его. Принеси клубень. Принеси, иначе умрут оба. В страшных пытках умрут, каких не знал еще ни один человек. Вы близнецы. Между вами связь. Тесная связь. Ты чувствуешь его боль, его страх, его ужас. Ты понимаешь, каково ему. И второму, который тоже дорог тебе, чтобы прекратить эти мучения, чтобы спасти их обоих, принеси артефакт, принеси клубень, а иначе... Она захлопнула крышку, громко щелкнув фиксаторами. И сразу светлее стало на холме. Отступили тени, призрачный шепот смолк. И взгляд исчез. Исполинская косматая фигура, которую она увидела внутренним зрением, возникшая где-то в глубине зоны, в самой глуши, за северным могильником, подпиравшая головой черное звездное небо, пропала, растворилась в дымной мгле. Катя встала на подгибающихся ногах и принялась собираться. Скворец так и не очнулся. Целый день она тащила его на волокуши, которую смастерила из веток, потом шла еще полночи и преодолела в общей сложности километров восемь, вряд ли больше. Она легла спать рядом с бредящим сталкером, а под утро проснулась и долго сидела над ним, разглядывая покрытое, испаренное симпатичное лицо с тонкими чертами. И что такому мальчишке в зоне делать? Ему бы в институте учиться, да с девчонками знакомиться после пар. На рассвете Катя двинулась дальше. С каждым шагом ненависть к людям и злость на саму себя окрепли в ней, и острая злая дрожь пронзала тело. Зачем она спасла его? Что получила взамен? Какую благодарность? Никакой. И теперь приходится влочить полутруп на своем горбу. Зачем спасать людей? Зачем вообще помогать им хоть в чем-то? Надо думать только о себе, о своих нуждах. Дура. Чувствительная дура. Потерял артефакты, а ведь за них можно было выручить немало. Теперь придется продавать дома все остальное. Белобрысый мальчишка на волокуше бредил и звал кого-то. К полудню лес закончился. Катя сняла с плеча СВД, посмотрела в прицел и увидела далеко впереди будку, земляную дорогу, шлагбаум, людей в форме. Она присела, чтобы военные не заметили ее. Надо обойти КПП. Повернулась к волокуше и поняла, что тащит скворца зря. Он умер, а Катя и не заметила. Может, он уже пару часов как мертв. Зря, все зря. Мальчишка умер, не приходя в себя, и последние сутки его жизни были заполнены кошмарами, которыми боль напитывала сумрачное сознание. Зачем было спасать его? От людей не дождешься благодарности. Все люди твари. Больше никогда не поступлю так. Я знаю, для чего живу, в отличие от всех этих грязных бродяг зоны. У меня есть цель. Я существую ради нее. Сплю ради нее. Ем, хожу, дышу. Вся моя жизнь подчинена этой цели. Есть только я и она. Людей нет, только твари. Глоба вторая. Наемники зоны. Гостиница называлась Хобот Кровососа. Мало кто обращал внимание на этот невзрачный трехэтажный дом, вокруг которого обычно стояли несколько джипов с противотуманными фарами, мощными антеннами и листами брони на корпусе. Вы бы не увидели здесь блестящие представительные внедорожники, предназначенные больше для того, чтобы пустить пыль в глаза, чем для передвижения по бездорожью. Нет, это были рабочие лошадки. Впрочем, исходя из габаритов, их скорее следовало бы назвать рабочими буйволами или быками, заляпанной грязью, болотной тиной или кровью. Налоговым органам давно следовало обратить внимание на гостиницу. Постояльцев мало, доход хозяевам они наверняка приносят мизерный, но при этом налоги платятся сполна. На самом деле, постояльцев в Хоботе жило, как правило, раза в три больше, чем следовало из журнала регистрации. Просто большинство из них были, мягко говоря, специфическими личностями и не желали светиться. Ну а содержатели заведения исправно платили не только положенные налоги, но и положенные взятки, потому ни милиция, ни городская администрация никогда не проявляла к гостинице повышенного интереса. Остановив потрепанный жигуль, Катя откинулась на сиденье. Закурила, сквозь боковое стекло посмотрела на гостиницу. Было зябко и влажно, лучи солнца, прорываясь сквозь кружевы облаков, расцвечивали бульвар узором блеклых теней и пятен света. Они ползли по асфальту и стенам домов, как в калейдоскопе. Тени меняли форму, сливались и распадались. Она часто затягивалась, будто курила последний раз в жизни. Искры на кончике сигареты потрескивали, вспыхивали алым. Стряхнув пепел в приоткрытое окно, подняла, расставила пальцы. Они дрожали. Катя нервничала, потому что сейчас все начнется. Все, к чему она готовилась этот месяц, и назад пути уже не будет. Повернув зеркальце заднего вида, девушка глянула на свое отражение. Хороша, нечего сказать. Бледное, как осеннее небо, рожеватые волосы, всклокоченные, под глазами круги, подбородок заострился. Был округлый и даже с намеком на ямочку, а теперь будто кость там торчит. Глубоко затянувшись напоследок, Катя выбросила сигарету, провела ладонями по лицу, помассировала виски, пощипала себя за нос, хлопнула по щекам. Соберись, ты должна выглядеть властной, деловой, смелой, решительной. Нет, не выглядеть, ты должна такой быть. Я именно такая, сказала она себе. Жалости я теперь не знаю, во всяком случае, к тварям. А больше на свете никого и нет. Твари, вы будете умирать, а я не заплачу. Не огорчусь, наоборот, стану радоваться, смеяться над вашими трупами, запрокинув голову, скалиться в унылое небо зоны, пинать ваши безжизненные тела, а потом поворачиваться к вам спиной и уходить, забросив автомат за плечо, чтобы убить еще какую-нибудь тварь. Двуногую или нет, не важно. Вот так, сказала она себе. Это правильно. Смелая девочка, беспощадная. С этими мыслями Катя взяла с соседнего сиденья кожаную сумку, заглянула под сиденье, а КМ и контейнер с клубнем лежали на месте, замотанные в старые тряпки, и выбралась из машины. По бульвару перед гостиницей прохаживалась бабуля с коляской, рядом трое пацанов гоняли мяч, пытаясь заколотить его в ворота, образованные краем скамейки и кустом. На скамейке сидел пьяница и что-то бубнил, ругался на них, пытаясь прогнать, а они не обращали на него внимания. Тряхнув головой, как всегда, когда настраивала себя на деловой лад, Катя пересекла бульвар. Дверь гостиницы проскрепела что-то презрительное, и она вошла в пыльный, просторный холл. Впереди лестница, покрытая старой, как сама зона, потертой ковровой дорожкой. Слева стойка регистрации, справа раскрытые двери бара. Оттуда доносился гул голосов. Все правильно, так он и говорил, ей направо. Дюжий портье за стойкой поднял голову. Ежик, волос, квадратная башка, квадратный подбородок, квадратные глаза, и кулачища наверняка такие же. Явно отставной вояка, старший сержант или капитан. Из тех, кто служил на периметре, на какой-нибудь базе объединенного командования. Хотя, может, он бывший военный сталкер, туда любит всяких мордоворотов брать, чтобы они кровососов башмаками давили и псевдоплотем клешни отламывали, как спички. После отставки многие из них, те, конечно, кто остался жив, оседают в этих местах. Либо в зоне, либо неподалеку, занимают всякие должности в охране и смежных структурах, там, где требуется особая подготовка, физическая сила и умение обращаться с оружием. Хотя, зачем портье захудалой гостинице уметь обращаться с оружием, а? Ты куда, девочка, начал он? Псевдоплот тебе девочка, хотела сказать Катя, но вместо этого ткнула пальцем в сторону бара и уверенно зашагала туда, стуча подкованными каблуками туфель. Э-э-э! Портье выдвинулся из-за стойки, придерживая пол у расстегнутого пиджака, чтобы не оттопыривалось слишком уж явно. Но она уже нырнула в бар. Полутемно приглушенная музыка, из семи столиков занято три. Бармен за стойкой, волосатый байкер в джинсах и черной футболке с белым черепом на бандане. Карла она увидела не сразу, он сидел в глубине помещения и казался совсем маленьким по контрасту с огромным пивным бокалом, водруженным в центре стола. А вот коротышка ее тут же заметил и энергично закивал. Не оглядываясь, Катя пошла к нему, но на середине зала все же не выдержала, посмотрела назад. Портье сунулся следом, что-то проворчал и ушел обратно после того, как Карл махнул ему, мол, все нормально, это клиент ко мне подвалил. Вот так, подумала она, веди себя независимо и люди от тебя отстанут. Впрочем, теперь Кате не нужно было подбадривать себя, настраивать на воинственный лад. Неуверенность, охватившая ее в машине, прошла. С каждым шагом она чувствовала себя все более твердой, целеустремленной и знакомая дрожь, а вернее злая острая вибрация, впервые поселившаяся в теле после тех событий, вновь наполняла ее. Карл маленький с лысоватой головенкой, крючковатым носом и нервными морщинистыми ручками. Они вечно перепархивают с места на место, то касаются чего-то, то совершают быстрые волнообразные движения. Почему-то его пальцы всегда напоминали Кате ножки насекомого, и это было неприятно. Одет Карл в серый костюм и белую рубашку, пиджак висит на спинке стула. Без галстука расстегнутый ворот обнажает дряблую шею в темных пятнышках. «Привет, привет!» мелодичным глазком пропел он. «Присаживайся, малышка, не соблаговолишь выпить?» «Нет», отрезала Катя, села на край стула и поставила сумку на стол перед собой. Взгляд Карла небрежно скользнул по ней. «Давай закончим все это побыстрее». Каратышка всегда вызывал у нее смешанные чувства сострадания, жалость, неприязнь. Он был болен. Что-то связанное с облучением аномальной энергии, какая-то специфическая зоновская болезнь. Она появлялась мало у кого, но если уж появилась, вылечить невозможно. Недуг медленно сводил человека в могилу. Проблемы с эндокринными железами, нарушение работы внутренней секреции, отчего Каратышка выглядел лет на десять старше своего истинного возраста. Жалко его, да, и все равно, какой-то он мерзкий. Приподняв седые бровки, Карл кивнул. Быстрее так, быстрее. Раньше он вел дела с Апанасом и Глебом, часто приезжал к ним в поселок. Карл приторговывал оружием, иногда у него можно было достать полезные новинки и кое-чем еще занимался. Это кое-что и требовалось сейчас Кате. «У тебя все готово?» спросила она. «Ты, конечно, хотела спросить, все ли готовы, солнышко?» Она отбросила с олба прять рыжих волос. «Именно это я и хотела спросить, Карл». «Готовы?» подтвердил он. «Сколько их?» «Ты удивишься, но девять, моя дорогая, уж я постарался». Она оглянулась, никто на них не смотрел, протянула через стол руку, ухватила Карла за шиворот и приподняла. Недорогая малыш промурлыкла Катя, ощущая, как злая вибрация усиливается, пронзает тело и уже готова выплеснуться в виде какого-нибудь отчаянного, опасного для окружающих поступка. «Меня зовут Катя, Екатерина Викторовна Орлова, ты помнишь, да?» Глазки Карла вспыхнули и погасли. Мелькнувшая в них злоба сменилась равнодушием, но Екатерине Викторовне Орловой на мгновение показалось, что кроме злости там блеснуло что-то еще, страсть, вожделение. «Он что, хочет меня?» поразилась она. «Этот сморчок, этот сморщенный лилипуд, кочерыжка, старый стручок хочет со мной...» Катя чуть было не рассмеялась, едва сумела сдержаться. Слабые пальчики ухватили ее запястье, другая рука поднялась, и девушка не успела отклониться, Карл похлопал ее по плечу. «Из чего мы так волнуемся?» пропел он своим детским голоском, который так не вязался с внешностью старого лепрекона. «Я не волнуюсь», она выпрямилась на стуле. «Я...» «Расскажешь об этом снорку», отмахнулся он. «Как будто старый Карл не видит». «Недорогая, пусть ты не будешь моей дорогой, а также не буду малышкой, деткой, крошкой, лапочкой, зайчиком и солнышком». «И больше мы не возвращаемся к этому вопросу». «Так их девять?» «И почему я должна удивиться?» Он пожал узкими плечиками. «Очень трудно собрать большую компанию для одного дела, особенно после всего этого хаоса, когда все перекроилось и периметр сместился. Да и платишь ты не очень-то много. Кстати, Карл кивнул на сумку и неопределенно промычал. «Э-э, они там». «Покажи». «С чего вдруг?» «С того, девочка». Он подался вперед, глядя ей в глаза, улыбаясь. И тогда, наконец, она окончательно поняла, что Карл страстно желает ее. Хотя и знает, никогда ему не заполучить Катю к себе в постель, это же просто смешно. И потому его влечения носит оттенок мазохизма. «С того, крошка, малышка моя, моя дорогая, с того, что я не отведу тебя куда надо и никого не покажу, если не буду знать, что деньги у тебя с собой». «Ну, быстро!» прошипел Карл и глаза его блеснули. «Показывай, твою мать!» «Ты еще поплатишься за это», подумала она, расстегивая сумку. За эти слова, за этот жаждущий взгляд и покровительственный тон». Карл привстал, заглядывая. Она показала содержимое сумки, неаккуратно перетянутые резинкой пачки банкнот. «Что ж так неопрятно?» спросил он. «Некогда было складывать по линеечке», буркнула она. «Я собиралась в спешке». «Кто-то сел на хвост, тут же насторожился коротышка». «Нет, всякие дела отняли много времени». Она не стала рассказывать ему, что продала дом со всей мебелью и артефакты, остававшиеся в подвале, гараж, новенький «Шевроле», что теперь у нее лишь старые «Жигули Глеба», стволы и снаряжение, лежащие на складе у перекупщика по кличке Сорняк, владельца небольшого заведения в зоне. Да еще вот кожаная сумка». То есть Карл и так наверняка все узнает, но позже. А она не хотела разговаривать с ним об этом. «Хорошо», сказал он, сползая со стула. «Пошли, я представлю их тебе». «Что значит «представишь», удивилась Катя, поднимаясь. «Я собираюсь провести с каждым собеседование, прежде чем нанимать». Карл, уже шагнувший вглубь бара, оглянулся. «Собеседование? Я успел насобеседоваться с каждым. Эти люди, знаешь ли, не очень-то любят беседовать. Им привычнее убивать и не это лучшие, кого можно сейчас найти. Ты, кажется, не представляешь себе, как ведутся такие дела». В последнее время Катя стал очень недоверчивой. Вот и сейчас подозрение возникло немедленно. Почему Карл не хочет, чтобы они поговорили, прежде чем заключить контракт? «Я пообщаюсь с каждым», отрезала она. «Но зачем, говорю тебе, найти их было трудно, да еще в таком количестве. Они лучшие, кого можно нанять за эти деньги. Я плачу приличные деньги. Это ты так считаешь? На самом деле не такие уж большие. Ты меня за дуру держишь, Карл? Именно что большие, а ты получаешь свои десять процентов от сделки, поэтому вначале я поговорю с каждым». «Для этого надо специально арендовать комнату для переговоров. Недолго, хотя бы по пять минут, иначе ничего не будет». Он скривился и зашагал к стойке, на ходу бросив. «Некоторые из них и разговаривать толком не умеют». Бармен-байкер кинул на них равнодушный взгляд. Против обыкновения он не был занят самым главным делом барменов, протиркой хрустально-чистых бокалов, а сидел на высоком табурете и слушал музыку через крошечные наушники. Карла здесь знали, никто не пытался остановить их. Он провел Катю в дверь за темной занавеской, по лестнице, коридору, к арке и высокой серебристой подкове сенсора. Из-за нее доносилась музыка, рядом торчали два типа в джинсовых костюмах и узконосых ковбойских сапогах, один даже со шпорами, звездочками, звенящими при каждом шаге. Пестрые банданы, ремни в заклепках, железные цепочки. Униформа у них такая, что ли? Под джинсовыми куртками виднелись кобуры. Возле подковы на низком шкафчике стояла бутылка пива черный бык и полная окурка в пепельнице. Лежали две биты, обмотанные изолентой, пачка Нью Киева без фильтра и разорванная упаковка жвачки Роналдо зубастик. С другой стороны подковы стеллаж, ячейки с номерами, в них всякая мелочь, кастеты, ножи, фомки, несколько пистолетов и заточек. Рядом на стене висел монитор. «Это моя гость и парни», пропел коротышка. «А нам какая хрен разница?» пробубнил один, монотонно двигая челюстью. «Оружие здесь оставить». «У меня ничего нет», покачав головой, Карл шагнул в подкопу. Охранники поглядели на монитор, где возникло туманное изображение человеческой фигуры. Катя направилась за коротышкой, внутренне подобравшись, если каким-то образом они засекут, но никакой звонок не прозвенел и на мониторе охранник не увидел ничего подозрительного. Карл толкнул дверь, она шагнула следом и очутилась в подпольном клубе, где желающие могли нанять людей для экспедиции в зону. После джинсы, шпоры, бандан с черепами Катя уже не удивилась, увидев, что заведение оформлено как рок-клуб. В центре круглого зала выселся широкий стеклянный столб, освещенный изнутри молочно-белым светом, с прозрачными полками, где стояли бутылки. Вокруг столба была круглая стойка, за ней расхаживали три бармена, по всему залу стояли столы. В полутемных нишах, озаренных красноватым светом настенных бра, виднелись диванчики. Играла музыка, какой-то хард-рок, но не очень громко, чтобы не мешать сидящим за столами людям обсуждать дела, ведь сюда приходили больше для этого, чем для развлечения. На каждом столе стояла лампа под темно-красным абажуром. Рок от голосов словно прибой, звон бокалов и рюмок, шарком енок. Карл обернулся к девушке и пошел вперед. Он больше не улыбался. Желание Кати обязательно поговорить с наемниками не нравилось ему. Следуя за кротышкой в обход стойки, девушка из-под оглядывалась. Вот пара мужиков в блекло-синих комбинезонах сидят перед высоким худым стариком. Он что-то уверенно втолковывает им. А там двое в обычном сталкерском прикиде пьют водку и закусывают. Вон огромный бугай, такой здоровый, что и взглянуть страшно. И как его стул держит. Пригорюнился над бокалом пива, который в огромной лапище напоминает рюмку, глядит в стол перед собой и лицо у него тупое притупое. Впрочем, когда Карл проходил мимо, бугристая башка поднялась, на широкой плоской роже мелькнуло неопределенное выражение. Наемник привстал было навстречу коротышке, открыв рот, но Карл махнул ему «Сиди, мол, потом поговорим!» и здоровяк плюхнулся обратно. Возле стойки жирный скупщик с отечным лицом разговаривал с двумя горелообразными субъектами, даже не снявшими брезентовых плащей. Дальше стоял мужик на одной ноге, вторую в районе колена украшал железный кругляш. К нему была приварена толстая арматурина с изогнутым концом, напоминающая Фомку. Каждый раз, когда человек поворачивался или переступал, она глухо лязгала о пол. Здесь было полно бродяг, всяких оборванных личностей, грязных, потлатых, хромых, кривых, их никто не гнал. Проводник по зоне может быть каким угодно, это не имеет значения. Зачастую какой-нибудь нервный кривобокий замухрышка с ржавыми гайками и раскладным ножом в кармане лучше знает свое дело, чем увешанный датчиками статный самоуверенный красавец, который вляпается в первую же аномалию и тебя за собой тащит. «Если б я договаривалась сама, пришлось бы здесь сидеть?» спросила Катя, нагоняя Карла. Тот хмуро кивнул. «Ладно, найди комнату, где можно будет переговорить с каждым. Без тебя знаю, заткнись, не мешай мне». На другой стороне зала, возле черной кожаной двери, сидел мужик, одетый вовсю джинсовая. Карл подошел к нему, мужик встал, нависнув над коротышкой, и они стали разговаривать. Сумка висела на плече, чтобы боялась, что кто-то попытается отобрать деньги, но, в общем, она теперь никому не доверяла. Вообще никому. Дверь открылась. Оттуда вышел длинный парень со строконечной бородкой и таким низким лбом, что его вообще трудно было разглядеть между темными волосами и мохнатыми бровями. Джинсовый мужик сел обратно на стул. Карл, задрав голову, вступил в беседу с Дилдой. Тот стоял в той же позе, что и шагнувшись, склонив голову, смотрел на Карла сверху вниз. Перевел взгляд на девушку, опять на коротышку. Что-то сказал. Карл ответил. И вдруг приступ жалости к этой сморщенной кукле этому старому ребенку охватил ее. Катя увидела, как он хорохорится, как пытается выглядеть крутым, независимым, деловым в мире больших людей, и ему это вроде бы удается, он и вправду решает какие-то дела, может даже важные, зарабатывает деньги, устраивает всякие аферы, и большие делают вид, что принимают его на равных, но на самом деле во взгляде этого бородатого великана читается плохо скрываемое снисхождение, если не презрение, как и во взгляде джинсового, и Карл знает об этом, и большие тоже знают, что он знает. «Ей даже захотелось подойти к нему, похлопать по узкому плечику». Катя тряхнула головой, отгоняя жалость. «Какое ей дело до Карла? Наплевать на него и его чувства, лишь бы он все решил как надо, а там хоть солнце над зоной не всходи!» Бородатый скрылся в дверях, Карл оглянулся, махнул рукой, и Катя пошла к нему. Кольцевой коридор вокруг зала, приглушенные голоса, двери. Дылда раскрыл одну, они с Карлом вошли. Здесь были только стол с креслом и четыре стула перед ними. На потолке тускло горела светопанель, было душно, музыка из зала доносилась приглушенно. «Еще один стул, Адольф», попросил Карл. Дылда проскрепел что-то и ушел. «Я буду присутствовать при вашем разговоре», объявил коротышка. «Для чего? Так положено. Есть свои правила, понимаешь? Если я посредник, все решается через меня, а вдруг ты попытаешься меня кинуть теперь, когда я нашел людей? Садись за этот стол, дай сумку. Будешь говорить с ними по очереди. Я буду давать им деньги, задаток. Потом «Нет», сказала она, «Я сама». «Ты мне надоела», зашипел Карл, подступая ближе. «Ты жадная рыжая стерва. Есть правила, понимаешь?» «Правила, как ведутся такие дела. Я не позволю тебе нарушать их. Ты даешь сумку мне, разговариваешь. Если наемник подходит, киваешь. Я расплачиваюсь». «Не согласна, все, наша договоренность расторгается. Даешь мне три штуки за то, что привел тебя сюда, и я ухожу». «Я могу найти наемников в этом зале?» Он фыркнул. «Дура! Откуда ты знаешь, с кем говорить? Кто из них что умеет, кому можно доверять, кому нет?» «Там!» Детская ручка взлетела, пальчик ткнул в стену, из-за которой доносилась музыка. «Полно бродяг, всяких аферистов, обычных бандюков. Ты наймешь кого-то, а в зоне они отрежут твою глупую башку, заберут бабки и смоются?» «Я собираюсь спрятать деньги сразу за кордоном в старом схроне Глеба и Апанаса и окончательно расплачусь только, когда мы вернемся». «Это неважно, они убьют тебя, чтобы оставить себе задаток и не делать дела, чтобы сразу вернуться сюда и подцепить следующего лоха». Карл поднял руку. «Сумка! Или я ухожу». «Сколько ты собираешься дать им сейчас?» «Половину. Каждому половину от обещанной суммы, то есть по семь тысяч». «Но ты никаких разговоров о деньгах вести не должна, поняла? Денежные вопросы решаю я». Катя отдала сумку и села, положив локти на стол. «По сколько в пачках?» спросил коротышка. «По десять». Появился Адольф, поставил пятый стул, ушел. Карл повесил сумку на плечо, сказал «Жди» и направился вслед за ним. Катя привычным движением запустила руку под воротник, нащупала медальон на цепочке. Злая дрожь наполняла ее. «Девять наемников по четырнадцать тысяч — это сто двадцать шесть. Карл берет десять процентов, то есть еще почти тринадцать косых. Двенадцать она уже потратила на оружие, еще четыре на снаряжение. Итого сто пятьдесят пять. А у нее после продажи было сто шестьдесят две. Остается семь. Совсем мало. Но и черт с ними. Тем более, что сейчас Карл будет выдавать наемникам по семь, то есть на самом деле останется около пятидесяти тысяч, а там вряд ли выживут все. Собственно говоря, вряд ли выживет она сама. Дверь открылась и в комнату вошли четверо в блекло-синих комбинезонах группировки наемников. Впрочем, назвать ее полноценной группировкой со своей штаб-квартирой, командованием, базами, как это было у долга, греха или даже анархичной свободы нельзя. Все четверо крепкие мужики, один пониже ростом и очень коротко стрижен, второй белобрысый, у третьего шрам через все лицо, четвертый со сломанным носом. Этот с носом держался так, что сразу стало понятно, он старший в группе. Сидя за столом, она молча разглядывала их. Катрин Орлова представил Карл, а это Мировой, Кирилл, Нешек и Брюква. Мировой, тот самый старший, встал за их спинами. Карл передвинул пятый стул к углу стола и уселся так, чтобы видеть и Катю, и наемников. Сумку поставил между ногами. Катя заметила насмешливый взгляд коротышки. Она ведь никогда таких переговоров не вела. Карл был уверен, девчонка растеряется, начнет что-то мямлить. «Давно зону топчете?» спросила она. Наемники зашевелились. Белобрысый Кирилл с низкорослым молодым Нешеком переглянулись. «Орлова», произнес Мировой низким глубоким голосом. «Слышал где-то». «Глеб Орел», напомнила Катя. Наемник кивнул. «А, так вы...» «Нет, он говорил не женат». «Значит, сестра его». «Точно», подтвердил Нешек. «Та, у которой они с Апанасом Хабар оставляли». «Ну, только чего? Нормально тогда». «Отвечайте на мои вопросы», перебила Катя. «Давно в зоне?» Лицо Нешека вытянулось, но Мировой не стал возмущаться. «Давно», сказал он спокойно. «Я семь лет, Кирилл с брюквой по пять, Нешек три. Я в долге когда-то был, потом ушел. Остальные по жизни свободные бродяги». «Надоело артефакты собирать. Решили в наемники податься?» Карл дернул головой, она явно перегибала палку. «А это не ваше... не твое дело», ответил Мировой. «Ладно», согласилась она, «и долго в бригаде». Мировой поднял глаза к потолку, припоминая, и тут опять подал голос Нешек. «Так три года же». «Мир, ты вспомни», он оглянулся на старшего. «Аккурат, как я в зону пришел, вы меня подобрали и...» «Три года», согласился Мировой. «Да». Она кивнула. «Значит, спились, знаете, как вместе работать? А в каких делах участвовали?» Карл что-то прошипел, зашевелился на стуле. По его мнению, Катя вела переговоры совсем не так, как положено. Ей было наплевать. Она платит, значит, может задавать, какие хочет вопросы. «Во многих», сказал Мировой. «Но в каких, например?» «Да ты расскажи, расскажи, опять вылез Нежек, про то, как мы на агропром ученых водили вместе с воинсталами, или как мазу садиста выследили, и...» «Прежде чем наш командир станет отвечать на этот вопрос», заговорил белобрысый Кирилл неожиданно интеллигентно и рассудительно, «Мы хотели бы узнать, для чего вы собираетесь нанять нас?» «Это секретная неожиданно Кирилл поднялся со стула, мировой не возражал, должно быть, белобрысый часто вел переговоры от лица группы, язык у него явно хорошо подвешен, большую часть наших, как вы выразили с дел, нельзя назвать соотносящимися с духом международного законодательства», произнес Кирилл вежливо улыбаясь и сделал жест в сторону коротышки, «Конечно, Карл поручился за вас, но все же мы до сих пор вас не знали, имели лишь шапочное знакомство с вашим братом и его напарником Апанасом, мы не знаем, насколько можем доверять вам и не станем посвящать в наши тайны, не имея никакого понятия о том, что вы хотите нам предложить». По окончании этой речи Нешек дернул себя за нос, пробормотал, во, излагает, брюква сидел неподвижно, равнодушно пялился перед собой и, кажется, не вникал в беседу, предоставив подельникам вести переговоры. Мировой спокойно слушал. «Ну, хорошо», сказала Катя, «я хочу нанять вас, чтобы довели до места за ЧАЭС. Будете охранять меня туда и обратно. Точный маршрут покажу по карте позже. Конечно, он будет меняться, исходя из ситуации, но в целом направление понятно. Я... Постой, перебил Нешек. Ты что, ты это о чем? За ЧАЭС? Там же не пройти!» «Теперь пройти», сказал Брюкова хриплым голосом. «Теперь перетрусилось все, пройти сложно, но можно». «И далеко на север?» спросил Мировой. «До берега грязевого озера». «Ого!» вскинул Синешек. «Я хорошо плачу вам». Карл закашлялся. «Я же предупреждал не о деньгах», пошептал он, повернув голову Кате. Она даже не взглянула на него. «Можно ли узнать, с какой целью?» спросил Кирилл. Готовая к этому вопросу, девушка ответила. «Мне надо передать кое-что. Кому не скажу, просто передать и сразу назад. этого этого пока достаточно». Спустя пять минут они договорились. Карл, поставив сумку между ног, покопался в ней и подошел к наемникам с банкнотами в руках. Мировой шагнул за стульев. Стоя спиной Кате, коротышка передал ему деньги, они пошептались. Девушка внимательно наблюдала. Кирилл вновь поднялся, отстегнул от пояса коричневый сверток, развернул. Это оказался кожаный пакет на молнии. Мировой положил туда деньги, Кирилл застегнул пакет и повесил на пояс. «Отправляемся сегодня?» уточнил старший. «Вечером. У вас есть машина?» «Джип. Обычно оставляем снаружи кордона». «На каком КПП у вас прикормлены солдаты?» «Я не хочу ехать до кордона вместе, привлечем ненужное внимание. Встретимся в сундуке. Знаете оружие у вас какое?» «Мне надо знать». Мировой кивнул. «Тут нанимателев правду должен быть в курсе». «М4», сказал он. Катя разбиралась в оружии все больше теоретически. Она нахмурилась, припоминая. «Карабины, модульная схема, можно менять блоки из М16». «Ну да», сказал он. «Только приклад телескопический и ствол укорочен». «Это те, что со съемной рукоятью, чтобы легче носить». Он впервые с интересом глянул на Катю. И откуда рыжая девка знает подробности. Потом поправил. У Нешика и Кирилла с рукоятями. А у меня и брюквы, оптика стоит, прицел то есть. У всех такое цевье, чтобы подствольник можно было повесить. Калибр М4, знаешь? Когда она кивнула, мировой добавил. А подствольники там сорокамиллиметровые. Катя сказала, значит, в сундуке завтра вечером. Или от КПП, через который вы обычно проходите в зону туда далеко, тогда мы успеем, сказал мировой. И Кирилл кивнул. Боеприпасы провиант обеспечиваю я, заключила она. Следующим наемником оказался тот самый здоровяк с плоской рожей, которого Катя заприметила в зале. Войдя, он плюхнулся на тяжело заскрепевший стул, положил на колени пудовые кулаки и неподвижно уставился перед собой. Глядел наемник вроде на девушку, а вроде и мимо, не разберешь. Хохолок, сказал Карл, это хохолок. Он с Карпатских гор к нам спустился. Нарядом здоровяку служили широкие красные штаны, короткие сапоги и меховая безрукавка на голое тело. Под ней волосатая, будто мхом заросшая грудь и выпуклая пузо с пупом, куда Катя могла всунуть кулак. Руки как бревна, бицепсы как ядра, нос маленький, монгольские скулы. И ни тени мысли на лице. Башка лысая, только с центра макушки свешивается длинная прядь волос, уходит за правое ухо и дальше, аж до плеча. Его еще пули непробиваемым кличут, продолжал Карл. Нет, пули нашего хохолка, конечно, берут, но очень уж много их надо, чтобы его завалить. Скажи, хохолок. Что? тот поднял взгляд. Пули, повторил Карл со значением. А то, рявкнул вдруг хохолок сипла и поскреб грязными ногтями шрамы на груди. Раз с этими с военсталами зацепились, ёп, бригада ихняя пять человек. Из этих мини-ми в меня, а вот те хрен. Он поднял кулак и стукнул ладонью по бицепсу. Чешите грудь, не взяли меня, не уделали, я их сам уделал, урыл всю группу. Ты уничтожил отряд военных сталкеров, осторожно уточнила Катя. Ну ты хьёб. В одиночку? Ну? Хохолок никогда не врет, пояснил Карл, не умеет. Не вру, мотнул головой наемник. Выражение лица немного изменилось. Он с сомнением поглядел на Катю, перевел взгляд на Карла и сказал. Слышь, а че она спрашивает? А почему бы ей не спрашивать, ответствовал Карл, явно забавляясь. Не, че это? Так она нанимательница твоя, хохолок, пояснил Каратышка. Деньги она тебе платит. Шо, баба? поразился наемник. Чеши грудь. Имеешь что-то против? Холодно спросила Катя. Он поскреб небритый подбородок. Нет, а я че ж против, наоборот. С бабой может веселее там. Хотя приметы есть. На рыбалку и в зону женщин не брать. Ни рыбы, ни артефактов не будет. Так мы не за артефактами идем, сказала Катя. Какое у тебя оружие, хохолок? Так что же, ну, печенег, буркнул он. Ручной вот пулеметец. Калибры я знаю, хорошо. И все? Не, ну, еще есть, конечно. Катя не удивилась бы, если бы он сказал, что помимо печенега таскает с собой какой-нибудь жуткий многоствольный миниган типа Гау или М134. Хотя понимала, что эти монстры в руках носить могут только в кино, поскольку там электропитание от пары тройки аккумуляторов разом, и бойкомплект с собой надо иметь на десятки тысяч патронов, ведь скорострельность у них сумасшедшая. Да и отдачу, когда из стволов за минуту тысяч пять пуль вылетает, ни один человек не выдержит. Даже вот этот хохолок оказался скромнее и сообщил, что помимо пулемета таскает с собой только компактный ручной гранатометец ХМ-25 с 25-мм гранатами ДТТшник. Сначала у Кати возникли сомнения, слишком уж хохолок был глуп, но потом она решила, что в группе не помешает такой вот тупоголовый пуленепробиваемый крепыш без страха и упрека. Через пару минут, получив у Карла деньги, и рассовав их по просторным карманам красных штанов, хохолок ушел. Он не поинтересовался, куда направляется отряд и кто еще в нем, будет ли это простым путешествием в зону, когда предстоит встретиться с привычными опасностями или предполагается какой-то конкретный враг. Но даже хохолок мерк перед следующими двумя кандидатами. Девушка приподняла брови, когда они вошли в комнату. Близнецы. Они с Глебом тоже близнецы. Но эти еще и синхроны. Двое юношей, худые длинноволосые, женоподобными лицами и мягкими кошачьими движениями скользнули в комнату. Смуглые, темноглазые, одеты в одинаковые рубашки и узкие штаны, на ногах туго зашнурованные высокие ботинки. Карим и Аслан, сказал Карл. Единственное отличие, волосы у Карима были черные, а у Аслана белые, да еще и пушистые. Они разговаривали мало, свистящими тихими голосами и двигались совершенно одинаково. Катя знала, что это означает. Синхронов нельзя назвать мутантами в полном смысле слова, хотя они ищаде аномальных земель, дети зоны. Если женщина выносит ребенка внутри периметра, младенец может родиться с отклонениями, как телесными, так и умственными. Катя слышала по крайней мере про две пары рожденных в зоне близнецов, которые приобрели странное свойство и, вероятно, видела сейчас одну из этих пар. У Карима и Аслана был один разум, одно сознание на двоих. Мозг их будто разделился пополам и был помещен в два черепа, но при этом между половинами сохранилась незримая связь. Один синхрон или дубль, как их еще называли, всегда знал, чем занят и где находится другой, они ощущали общую боль, могли мгновенно обмениваться мыслями. Это превращало их в опасных бойцов. Синхроны сели перед ней в одинаковых позах, как и холодок, они почти не задавали вопросов. Она спросила про оружие, оказалось, что у братьев УЗИ и боевые крюки. Их все устраивало, как и ее. Они получили свои деньги и удалились. Следующего человека, которого привел Карл, звали Анчар. Или командор, Катя естественно слышала о нем, кто же не слышал. Невысокий мужик лет пятидесяти, в узком кителе, брюках галифея, узких сапогах, с суровым лицом и отрывистыми жестами человека, большая часть жизни которого была связана с армией. Вместо левого глаза у него было нечто вроде объектива от фотоаппарата, серебристые кольца, круглое стеклышко, насечки с цифрами. Про этот глаз Катя тоже слышала, хотя раньше ей с трудом верилось в его существование. Говорили, что меняя настройку, анчар может использовать его как дальномер, оптический прицел, прибор ночного видения и даже тепловой сканер. Она не понимала, как такое возможно, как все это подключить к мозгу. Видно же, что под объективом не прячется глазное яблоко, оптика установлена вместо него, а не поверх. Тогда как устройство заведено в мозг анчара. Современные биотехнологии вроде еще не дошли до прямого нейрошунтирования. Или дошли? Она слышала, как раз в зоне в одной лаборатории такие опыты проводили. Может, анчар как-то с той лабораторией был связан? Он разговаривал вежливо, сдержанно, негромким голосом. Цель путешествия она изложила то же, что группе мирового. Север зоны, граница могильника, берег грязевого озера. Это географическая цель, а практическая. Кому идем? Это вас не касается, сказала она. Ваша задача довести меня туда и обратно. Касается, спокойно ответил он. От цели зависит, кем будут наши враги. Никаких особых врагов не предвидится, то есть предвидится обычные для зоны. Мне просто надо передать кое-что. Кто еще в группе. Она рассказала, кто уже побывал здесь, а Карл добавил про тех, кому предстояло зайти после анчара. Тот кивнул задумчиво и спросил, кто будет командиром отряда. Катя пожала плечами, видимо, я. Есть ли у вас опыт? Нет, вынуждена была признать она. Бывали в зоне? Бывало, хоть не часто, но наслушалась рассказов о ней, от брата, от жениха. Они слышал о них, сказал анчар, но рассказы одно, а практический опыт другое. К тому же раньше вы не командовали десантными группами, каковой по сути будет являться набираемый вами отряд. Вы можете показывать направление, но тактическое руководство должен осуществлять кто-то более следующий. Вы, сказала она, я понимаю, это должны делать вы. Я отнюдь не настаиваю на своей кандидатуре, сказал анчар, я услышал описание ситуации и теперь констатирую факт. Хорошо, согласилась Катя, согласны ли вы взять на себя тактическое командование группой? Он пожал плечами. Согласен, если дело требует того, за дополнительную плату. Тут, конечно, вмешался Карл, привстал, замахал руками и заявил, что денежный вопрос с анчаром он решит. Катя осталась сидеть на месте, а коротышка подступил к отставному вояке и принялся с ним негромко разговаривать. Объектив анчара зажужжал, в нем что-то сдвинулось, наверное, автоматически поменялась фокусировка, когда Карл приблизился. В конце концов они договорились. Карл чуть не бегом вернулся к стоящей под стулом сумке, покопался там, опять подошел к анчару уже с деньгами. Тот взял их, сунул в карман и сказал, какое у кого оружие перечислите. Катя рассказала и нахмурилась, когда анчар покачал головой. Что не так, спросила она. Этому хохолку гранатомет не нужен, пояснил командор. Зачем, если их и так будет четыре в группе? Необходимо унифицировать боеприпас. У людей мирового карабины под натовский патрон 5,56. Хорошо, у моего Марк-16 такой же, но гранатомет с гранатами на 25 не нужен. Вместо этого вам следует купить хохолку М4. К печенегу патрон другой, скорострельность у пулемета большая, в случае чего боезапас будет расстрелян быстро, тогда он сможет использовать карабин, обмениваясь патронами с остальными членами группы. У Марка и М4 даже магазины унифицированы. Но и вам необходим Марк. Далее УЗИ синхронов. Это никуда не годится. УЗИ швейная машинка, а не оружие. Они не согласятся на другие, перебила Катя. Вы видели их? Они гибкие, быстрые. Им нужно что-то совсем небольшое. Я видел их, и я не предлагаю снабжать их гаубицами. Купите пару немецких НК. Катя завела глаза к потолку, припоминая, и сказала, но это же штурмовая винтовка, она здоровая. Нет, сказал Анчар, есть укороченная модификация А3, со сложенным прикладом, длина меньше шестидесяти сантиметров. Из ремня можно сделать петлю и носить подмышкой, это подойдет синхронам. Для себя вам также нужно приобрести марк, как у меня. Катя поморщилась. Штурмовые винтовки для синхронов, карабин для хохолка. Слишком дорого. Зато мы получаем унификацию боеприпасов, а это крайне важно. Впрочем, Анчар пожал плечами, как хотите. Поход к северному могильнику дело в любом случае сложное. Без нормального вооружения группы приниматься за это нет смысла. Если вы не имеете возможности или желания потратиться на дополнительное вооружение, я не могу взять на себя тактическое руководство. Видя, что он полез в карман с деньгами, Катя махнула рукой. Но хорошо, хорошо, я все поняла. Боюсь, только сами наемники могут не захотеть. Анчар поднялся. Этот вопрос я решу. Но мне нужно иметь четкое подтверждение от вас. Я командую группой. Тогда они будут вынуждены согласиться на замену части своего оружия. Катя пришлось смириться. Они условились о месте встречи, после чего Анчар ушел. Последним оказался угрюмый сталкер по кличке Болотник. Странный человек, неприятный. У него была тяжелая аура. И говорил он необычно, очень отрывисто. А еще Кате показалось, что Болотник не любит произносить слово «я», как-либо упоминать в разговоре свою персону. Невысокий как Анчар в пятнистом плаще с капюшоном. Шаман так представила его Карл. Катя в мистику не верила и в шаманов тоже. Бубные пляски возле костра, заклинания, стеклянные ножи это все не для зоны. Но с некоторых пор кое-кого из сталкеров, долго проживших в ней, действительно стали называть шаманами. Девушке больше нравилось другое слово «следопыты». Они знали тайные тропы, недоступные обычным бродягам зоны. Лучше других разбирались в аномалиях и артефактах. Говорили из последних, они даже умеют мастерить так называемые «сборки» — артефактные конструкции, обладающие необычными свойствами. Болотник был ценным приобретением для нее, потому что мог тихо провести группу за ЧАЭС. По словам следопыта, он много времени провел за радаром, бывал и на севере зоны. Оружие у него оказалось странным. Набор из семи костяных ножей на перевязи и черный маузер С-96 712 модели с дополнительным переводчиком системы огня и с расширенным до 40 патронов магазином древней с кобурой из орехового дерева. Катя сказала, что не представляет где достанет патроны к нему. Болотник тихим, лишенным эмоций голосом, ответил, что ТТ сконструировали под маузеровский патрон, так что проблемы нет. Катя кивнула. Ага, хорошо, она этого не знала, никогда эти маузеры трофейные не видела. На том и порешили. Когда Болотник покинул комнату, она встала, прошлась перед столом. Мысленно перечислила четверо наемников, мировой, Кирилл и Нешек с брюквой, еще Хохолок, Анчар, Болотник, братья Карим и Аслан, девять человек, нормально. И тут ее прихватило, издалека пришла боль вместе с тоскливым чувством. Одиночество, страх, понимание, что смерть близка. Глеб, где же ты? Она повернулась спиной к Карлу, оперлась ладонями о стену и зажмурилась. Резкая боль, будто крюком пронзили бок, дернули ребро. Глеб, что они с тобой делают? Я иду, я скоро буду. Боль прошла внезапно. Раздался голос Карла. Что с тобой? Ничего. Она повернулась, но перед тем смахнула выступившие на глаза слезы. Коротышка внимательно глядел на нее. Это все, сказал он. Поставив сумку на край стола, довольно потер руки. Благодарю, ответила она. Ты действительно хорошо поработал. Теперь отдай то, что наварил на этом. Злобная гримаса мелькнула на лице Карла и мгновенно пропала, сменившись обидой и удивлением, впрочем, явно показными. Что? Спросил он, скривив губы. Кать вздохнула. Она устала от разговора с таким количеством мужчин. Твоя доля тринадцать тысяч, пояснила она. Ты сказал, что платишь им по четырнадцать, семь вперед. Думаешь, я не видела, как ты совал деньги в карманы каждый раз, как подходил «Ты что говоришь, девка?» прошипел он, сжимая кулаки. «Скорее всего, ты договорился с ними на двенадцать тысяч», продолжала она, склоняясь над столом. «И сейчас дал каждому по шесть. Хотя нет, анчару пришлось отдать семь, как будущему командиру». «Значит, сколько получается?» «Ага, могу поспорить. Сейчас у тебя в кармане лежит восемь тысяч сверх того, что ты получил от меня. Решил в полтора раза поднять свою ставку, придурок». И тогда он попытался ударить ее, заехать кулаком в лицо. Из кармашка на поясе Катя выдернула незамеченный сканером пластиковый нож, перехватила руку Карла и вывернула за спину так, что коротышка ударился затылком о стол. Он закряхтел от боли, клинок коготь коснулся дряблой шеи. «Сука ты», «Барыга и тварь, своих кидаешь, лишь бы хапнуть побольше». А я теперь решила тварей убивать, после того, как всех, кто мне на пути попадется в любом обличье человечьим или зверином убивать, и тебя сейчас убью. Она нажала посильнее, по шее потекла кровь. «Не надо», попросил он, «Деньги давай, урод!» Детская ручка задергалась, как крылышко цыпленка, захлопала по бедру, наконец попала в карман. «Сколько здесь?» спросила она, когда на стол упали смятые банкноты. «Во... восемь тысяч». «Давай те, что получил как свои проценты». «Ну, это мое, я их честно заработал». «Честно», выдохнула она, склоняясь ниже над искаженным от страха лицом, нажимая ножом сильнее и понимая, что еще немного, и она действительно прикончит Карла. «Честно, твою мать, ты, сволочь, только что пытался на... меня, а теперь что-то про честно говоришь? Доставай или прирежу на...» Из глаз Карла текли слезы. Кате вновь стала жалко его, но она тут же изгнала непрошенное чувство. А ее жалел кто-нибудь? Кроме Глеба и Апанаса, кто хоть раз пожалел ее? Может, это сволочь? Урод наверняка догадывается, на что она пошла, чтобы раздобыть деньги? Ведь он знает, ради чего Катя затеяла все это, что случилось тогда в зоне, и все равно хочет вырвать из нее побольше. Никакой жалости, никакого снисхождения, все люди твари, все вокруг враги, есть только она и он, тот, к которому Катя отправляется. На стол упал тугой рулончик, перетянутый резинкой. Кровь текла по шее Карла, коротышка дергался, сипел, плакал, Катя заколебалась было, может, оставить ему хотя бы половину того, что обещала, хотя бы шесть тысяч. Нет, наплевать на него, в зоне деньги не очень-то нужны, но могут пригодиться. Вдруг не хватит боеприпасов, или надо будет докупить оружие, или датчики сломаются. Никакой жалости, есть только я, мои желания, моя цель, я и он. Отпустив вывернутую за спину руку, она стала собирать деньги в сумку. Нож с шеи Карла не убирала. Дверь открылась, в комнату вошел Дилда с остроконечной бородой. Карл, время заканчивается, начал он и удивленно смолк, увидев происходящее. Адольф, сипнул Карл, я, помоги! Э, ты чего, заорал Дилда, бросаясь к ней, ты, ох ты, стерва, здесь нельзя с оружием! Из его рукава выскочила телескопическая дубинка. Адольф обижал стол, и Катя врезала ему носком ботинка между ног. Он свизгом упал, дубинка улетела под стул, Дилда скрючился, ухватившись за поврежденное место. Карл закричал, Катя рубанула его ребром ладони по шее. Он заскулил, свернувшись под столом в позе зародыша, держась за горло. Она схватила сумку, на ходу застегивая, перешагнула через Дилду, сунула нож в ремень и вышла наружу. Музыка стала громче. Коридор, двери, зал. Кате казалось, что все сидящие за столами уставились на нее, но это были просто нервы. В ее сторону глянул только джинсовый мужик на стуле у двери. «Что там?» спросил он, и она пожала плечами. «Нормально, Карл через минуту появится». «Ладно», сказал джинсовый. Народу добавилось, хотя ни одного человека из тех, кто теперь входил в ее группу, в зале уже не было. Катя обошла стойку, миновала сенсорную подкову. Только бы не прихватила сейчас, только бы опять не пришли боль и тоска. Двое охранников откровенно пялились на ее грудь и зад, она не обращала внимания. Коридор, лестница, бар, холл, квадратный портье. Когда девушка шагнула наружу, где-то в глубине здания раздались взволнованные голоса, заглушившие тихий гул в баре. Она почти бегом пересекла бульвар, открыла жигули, упав на сидение, повернула ключ. Сумка полетела назад, из-под сидения Катя выдернула АКМ, сорвала с него тряпки. Выруливая от поребрика, открыла второе окошко, протянула руку вправо и выставила наружу ствол. Если сейчас кто-то выскочит из этого хобота, завалю нахрен. Она точно знала, что не сдрейфит, что действительно способна положить несколько, нескольких тварей. Но что бы ни происходило в гостинице, снаружи пока никто не появлялся. Жигуль пронесся по бульвару, нырнул за поворот и только после этого она опустила оружие. Раскурила сигарету, затянулась так, что чуть уши в трубочку не свернулись. Пепел упал на штаны. Наплевать. Сейчас в юго-западном направлении по шоссе, потом на север несколько километров и... Зона ждала ее. Глава третья Молот сообщение в закрытой сталкерской сети подсеть долг 2.0 ветка запросы информация модерация обязательная регистрация доступ членам группировки и сочувствующим запрос от Нестер следящий по южному району по нашим сведениям в направлении агропрома движется хорошо организованная и вооруженная группа наемники военные сталкеры с меня полковник Петренко требует информацию все кто может что-то сообщить сообщайте сообщение от Кирза не это не военсталы их на вертолете куда надо забросит чего им от самих детяток переться сообщение от пушкарь на вертолете не везде можно на ЧАЭС к примеру не пролетишь сообщение от Кирза и то верно я короче разузнал тут кое-что в той группе парней мирового видели наемники это сообщение от Нестер проверенные сведения мы решили что это члены последнего рубежа сообщение от Кирза ага проверенные нет не порубежники это наемники у меня новая инфа свежая они чего-то с гоблинами одними не поделили на краю южных болот те по своим делам шли увидели эту группу ну и решили наскочить покрошить их себе снарягу забрать из стволы вот их самих и покрошили один только раненый остался глава их Семка Бык я его знал когда-то случайно натолкнулся на него в Асоке он мне все и рассказал в общем это мировой и трое его парней и еще какие-то люди с ними человек 6-7 Семка толком не разглядел вроде снаряга будь здоров у них и стволы и гранатометы есть в дальнее путешествие собрались сообщение от Нестор Семен Бык допрошен доставлен на ближайшую базу долга если нет выполнять немедленно сообщение от Кирза что-то я недопонял Нестор ты мне кто ты мне батя командовать что мне куда делать я не в долге между прочим о свободной бродяга хрен тебе нарыло больше слова с тобой не скажу сообщение от Нестор прошу прощения решил ты из наших от лица полковника Петренко благодарю за информацию и содействие сообщение от Кирза Нестор 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 А Семка тогда копыта откинул у меня на руках покачав печенегом хохолок сказал он же болотник болотник здоровяк пошевелил бровями что у него обычно означало либо напряженную работу мысли либо желание тонко пошутить болотник значит в болотах разбирается а мы на болотах вот пусть и ведет нас че мы на месте торчим жрать хочу они стояли посреди заросшего кустами топкого ландшафта до лагеря сталкеров оставалось около километра в тумане его видно не было болотник веди сказал мировой он Нешек Кирилл и Брюква были одеты в одинаковые блеклые комбезы и короткие куртки на плечах объемистые рюкзаки в руках М4 с подствольниками следопыт выступил вперед осмотрелся и пошел между зарослями в северо-западном направлении брезентовый капюшон был откинут на спину полы расстегнутого плаща качались при каждом шаге утренний ветерок приподнимал их они едва слышно хлопали по ногам болотник не сказал ни слова Катя вообще не привыкла слышать его голос он больше молчал как асинхроны зато Нешек болтал за троих впереди лагерь когда-то давно там одна группировка базировалась говорил он широко шагая рядом с Кириллом чистым небом называлось но их давно уже нет теперь там свободные бродяги обитают я троих знаю Коржика Люпина Суслова в том лагере лавка так Суслов в ней до сих пор торгует уже много лет ее держит ветеран можно сказать оружие у него есть припасы ну и мелочевка всякая зайдем к ним шагающий сзади хохолок прогудел пожрать надо нормально у костерка сесть надоело на ходу жрать идущий рядом с девушкой анчар был в той же полувоенной форме в которой приходил на первую встречу колоритнее всех выглядел хохолок и дело даже не в огромном бритом черепе с длинной прядью на макушке вместо ярко-красных штанов он нацепил другие такие же широченные но травянистые зеленые надел черную майку а поверх меховую жилетку широкую грудь стянули крест накрест ленты патронтажа на спине висел рюкзак и М4 в руках пулемет с широким ремнем к рюкзаку Кати сбоку был прикреплен запакованный в непрозрачный целлофан контейнер с выпуклой крышкой МАК-16 на плече на поясе нож и т.т. Аслан с Каримом легко шагали впереди по сторонам от болотника проскальзывали между кустами почти не задевая их синхроны оделись одинаково узкие штаны заправленные в высокие черные ботинки на шнуровке теплые шерстяные рубахи и жилеты на узких спинах небольшие рюкзаки каждый член отряда тащил боеприпасы всякую походную снарягу и еду но у братьев всего этого было меньше а вот у хохолка наоборот Катя кинула на него взгляд через плечо он навьючил на себя рюкзак который она бы наверное и приподнять не смогла и это не считая десятикилограммового пулемета в руках и штурмовой винтовки на плечах как нормальный человек пусть даже здоровый может волочить столько Катя не понимала она слышала как общительный нешек пытался расспросить хохолка о его прошлом но тот лишь отмахивался и бормотал что-то невразумительное Карл тогда сказал что здоровяк пришел в зону Скорпатских гор может соврал Катя все больше склонялась к мысли что хохолок из этих мест что он родился в зоне ну или где-то неподалеку от периметра не обошлось тут без аномального излучения нормальные люди не бывают такими огромными ее взгляд обратился к синхронам эти двое не лучше хотя и в своем стиле радиации не боятся когда пару раз отряд приближался к загрязненным участкам и щечки начинали трещать все шли в обход а синхроны напрямик и еды с собой почти не взяли едят непонятно что охотятся корешки какие-то собирают но натуральные дети зоны они миновали чешуйчатого болотного бюрера плавающего в рязке кверху раздутым пузом уродливого мутанта похожего разом на ящерицу или лепута и Катя увидела как насторожились мировой с Кириллом что тихо спросила она где бюреры там и болотные ведьмы пояснил Кирилл Катя слышала про них но мало эти твари появились относительно недавно хотя и до катастрофы ластоногие ведьмы быстро стали хозяевами болот и почти вытеснили оттуда исконных обитателей этих районов зоны выдоры кабанов да и чешуйчатые бюреры не подарок но все же не так опасны как обычные они не владеют телекинезом не обязательно где-то в округе ведьма возразил анчар бюреры иногда убегают далеко от гнезда воздух на болотах был влажный полон испарений и будто заплесневелый этот район находился возле кордона дальше на север агропром а к востоку свалка темная долина и река на агропроме по словам командора с недавних пор обосновались ученые исследовали там что-то а военсталы из АК их охраняли ну и патрулировали заодно окрестности поэтому туда лучше не соваться анчар решил обогнуть агропром с запада потом взять немного правее пройти между янтарем и дикой территорией пересечь Лиманск и за ним свернуть на восток чтобы обогнуть рыжий лес впрочем в зоне трудно надолго планировать территория тут подвержена всяким странным изменениям самые мощные выбросы могут перекроить ее так что любые карты начинают врать взять тот же Лиманск его вообще называли блуждающим городом потому что за десятилетия разные люди видели его в разных местах во всяком случае если верить слухам анчары мировой шли по сторонам от Кати за первым давно закрепилось прозвище командор которого называли просто командиром роли между ними распределились сами собой анчар занимался общей стратегией продвижения мировой непосредственной тактикой планированием боевых действий а этих самых действий было уже несколько и лишь благодаря умелому руководству мирового отряд вышел из них без потерь хотя Кирилла гоблин и семки быка легко ранили в левое плечо а брюква прихрамывал после удара прикладом кусты раступились отряд вышел к длинному извилистому озерцу с плоскими островами поросшими зарослями тихо затрещали счетчики радиации стоячая вода была зелено-серой мутной в ней плавала гниющая трава ветки сплющенные консервные банки через озерцо вел мосток на низких сваях болотник шагнул к нему но мировой сказал нет подожди берег второго острова порос густыми камышами лишь прямо за мостком была узкая просека в зарослях на противоположной стороне мог спрятаться кто угодно и мировой приказал негромко Карим Аслан проверьте что там братья стоящие на краю пологого берега одновременно ступили в воду с двух сторон от мостка Катя невольно поморщилась она радиоактивная а этим хоть бы что нет они и вправду дети зоны мутанты какие-то они нормальные люди синхроны сделали несколько шагов если бы не волосы цвета снега у Аслана а у Карима смолисто-черные девушка бы вообще не различала братьев глубина была немного ниже пояса но оба вдруг нырнули с головой ушли под воду Нешек тихо присвистнул и поежился должно быть представил как сам ныряет в эту зеленую муть пошли мелкие волны закачался плавающий у мостка дырявый башмак стукнула о свою ржавая банка волны исчезли и все застыло прошло несколько секунд на другой стороне шевельнулись камыши что-то скользнуло в них раздался тихий плеск шелест в глубине зарослей мелькнула фигура опять тишина Катя опустила оружие молчаливый брюква как всегда жевал жвачку мерно двигая челюстью и часто сплевывая Кирилл присев на корточке достал головоломку дощечка под прозрачной крышкой внутри какие-то деления и квадратные костяшки с иероглифами которые надо сдвигать выстраивая их определенным образом и занялся а ею иногда поглядывая на другой берег мировой стоял рядом с анчаром оба молча смотрели вслед синхронам механический глаз анчара едва слышно прожужжал на нем провернулось серебристое колечко да че мы пялимся не выдержал хохолок качнув печенегом давайте я с пулеметика по тем кущим чесану и нормально ему никто не ответил катя не знала как хохолка воспринимает анчар но мировой здоровяка не взлюбил это стало понятно еще когда на отряд напали гоблины семки быка хохолок тогда впервые не подчинился прямому приказу хотя в конечном счете это привело к тому что он скосил длинной очередью троих мародеров и тем спас попавшего под перекрестный огонь и прячущегося запнем кирилла и все равно при работе в группе нужно уметь подчиняться поэтому мировой после сделал ему выговор хохолок это воспринял равнодушно лишь проворчал что-то и пожал плечами и продолжал своевольничать вновь шевельнулся камыш на другом берегу появились синхроны карим поднял руку аслан сказал шепчущим голосом тут чисто и тут же рука карима опустилась впечатление было такое будто это один человек одновременно сделал короткий жест и произнес слова кирилл пружинистов скачил сунув головоломку в карман глянул на командира мировой уже собрался отдать приказ когда заговорил нешек слушайте а ведь что-то тут не так а оглянитесь блин не могу понять что именно но не то что-то катя мысленно согласилась с ним что-то не в порядке на этих болотах но она никак не могла понять в чем дело по узкому мостку можно было идти только гуськом мировой приказал нешек первый потом кирилл ончар ончар я хохолок замыкаешь нешек тут же бодро шагнул на мосток а здоровяк проворчал чешите грудь обратно замыкаю я че всю дорогу замыкаю чего мировой глянул на него но ответить не успел анчар отрезал будто ножом рубанул молчать выполнять приказ он по-военному четко развернулся к хохолку встал перед ним подняв голову в сравнении с гигантом низкорослый командор казался чуть ли не карликом но Катя заметила растерянность мелькнувшую в маленьких глазках хохолка она сменилась злостью которая тут же исчезла а ладно сзади так сзади пробурчал здоровяк мешек с середины моста оглянулся на них и заспешил дальше синхроны отступив обратно в заросли пропали из виду за камышами показался остров сгоревшего дома за которым виднелись еще два островка мостки через стоячую зеленую воду в ней плавала дохлая псевдоплоть мешек сказал а все же что-то тут не так прям я мучаюсь из-за этого душевно вы мне скажите что с этим болотом не в порядке чего не хватает впереди большой лагерь откликнулся кирилл проводя ладонью по светлой шевелюре и стряхивая с нее теплые капли там передохнем там и подумаешь что не так долго отдыхать нет времени сказала Катя висящий на рюкзаке контейнер с выпуклой крышкой будто подталкивал ее в спину гнал дальше вглубь зоны быстрее быстрее дважды с тех пор как они пересекли периметр ей становилось дурно она ощущала брата его ужас и боль прошлым вечером во время привала убедивший что никто не смотрит в ее сторону девушка украдкой приоткрыла контейнер и тут же пожалела об этом пришедший из глубины зоны взгляд вдавил ее в землю она ощутила чье-то присутствие в голове поднялся рой шепчущих голосов Катя сразу захлопнула крышку но успела заметить что клубень немного вырос и к тому же мелко подрагивает будто живой они вышли на небольшую поляну посреди которой торчал скелет псевдогиганта ноги его почти целиком ушли в мягкую землю ух уху сказал нишек с удивлением разглядывая толстый хребет состоящий из позвонков шириной в ладонь белесые дуги ребер и венчающий их могучий череп такого здорового я еще не видел ты вообще их много видел буркнул брюква сплевывая и вытирая рот ладонью да уж побольше чем ты запальчиво ответил нишек брюква недоверчиво хмыкнул в ответ эти двое были полными противоположностями но к удивлению кати дружили к тому же им хорошо удавалось работать в паре мировой часто посылал их на разведку впрочем только поначалу когда группа начала удаляться от периметра а потом быстро выяснилось что лучшими разведчиками в отряде являются синхроны и командир стал отряжать их скелет будто светлая решетчатая башня возвышался над землей нишек шагнул было к нему но аслан скользнув к наемнику положил узкую смуглую ладонь на его плечо это было неожиданно на памяти кати синхроны никогда никому не прикасались держались в стороне и старались чтобы и к ним никто не притрагивался нишек удивленно оглянулся тебе чего аслан прошептал аномалия и пошел в обход полянки о блин произнес молодой наемник растерянно а ведь точно смотрите Катя уже и сама увидела между дугами ребер торчащих из позвоночного столба поблескивали зеленоватые молнии аномалии брюква брюзгливо сказал отойди а то разъезд всего вслед за синхронами и болотником они двинулись по самому краю поляны молнии накрытой скелетом аномалии потрескивали облизывали ребра почему они не растворяют кости подумала Катя это ведь так называемая кислотная вдова гибрид холодца и электры ее молнии не жалят электричеством но действуют наподобие соляной кислоты впрочем мысли об аномалии недолго занимали ее когда полянка со скелетом осталась позади болотник вдруг сказал никого нет некоторое время все молча обдумывали эту реплику а потом Нешек звонко хлопнул себя по лбу да тихо ты сказал Кирилл морщись а ведь точно воскликнул Нешек пусто понимаете ни животных ни птиц каких ни даже ворон и не свистит никто в траве почему а Катя раньше никогда не бывала в этих местах но и ей стало понятно что даже в зоне болото не может быть таким тихим Макс какие мутанты здесь водятся спросила она у болотника ведьмы чешуйчатые бюреры кабаны выдры псевдособаки негромко ответил он Катя глянула на часы половина восьмого утра было уже светло но туман не рассеивался наоборот казалось он только густеет и почему никто из них не появляется спросила она болотник не оборачиваясь ответил не это главное и надолго замолчал впереди из земли торчала бетонная панель рядом лежал клубок спутанной арматуры между ними вращалась воронка в стороне валялись строительные блоки серые ноздреватые кубы и параллепипеды аслан аслан с каримом плавно повернули в стороны обходя аномалию болотник приостановился на секунду и повел остальных вдоль блоков он так ничего и не сказал катя раздраженно глядела ему в спину отрешенная молчаливость этого человека начала выводить ее из себя еще когда они только пересекли периметр он не был враждебным не был странным как синхроны не казался угрюмом как брюква или вздорно непослушным как хохолок но катя почему-то казалось что у болотника за душой какая-то тайна она не знала как реагировать на этого человека чего от него ждать ну так что по-твоему главное спросила она наконец переступив через ржавую трубу следопыт сказал на болотах людей много здесь рыбацкий хутор бывшая насосная станция другие места всегда бродяг хватало а теперь никого нет совсем да правда подтвердил нежек ни зверей ни людей почему я вот он замолчал вглядываясь в туман и сказал до церкви дошли я как-то здесь бывал возле полуразрушенной деревянной церквушки было небольшое кладбище с редками могил по приказу мирового отряд направился к зданию Но тут идущие впереди синхроны одновременно зашипели. Болотник отшатнулся, вскинув перед собой нож. Крякнул нежек, и через мгновение Катя ощутила, как что-то невидимое с неслышным хлопком раступилось перед ней. Она будто нырнула в мыльный пужырь и вновь сомкнулась позади. На мгновение заложила уши, возник и пропал тончайший на грани слышимости звон. — Ё-о-о, — протянул нежек, — мы будто в поле какое вошли. Кирилл возразил. — Радиации нет, током нас тоже ничего не бьет, кислотой не жалит. Все остановились. Кирилл с брюквой и нежеком разошлись в стороны, подняв оружие. Хохолок громко сопя встал возле Кати, покосился на нее и сказал. — Слышь, рыжая, я теперь охранять тебя буду. — Чего? — не поняла она. — Вы все меня охраняете, для того и наняты. — Не, ну то понятно. Но я дальше всю дорогу возле тебя держаться буду. Глядеть, чтобы не обидел никто. Он поскреб пятерней волосатую грудь под расстегнутым жилетом и добавил, ухмыльнувшись. — Ты мне нравишься. — И денег ты мне должна. — Все получишь, когда вернемся к кордону, — отрезала она. — Ну вот, потому мне и надо, чтоб ты живая была, — согласился он. Мировой вновь отправил Синхронов на разведку. Братья перемахнули через приземистую ограду, пробежали между могил и нырнули в пролом, зиявший в стене церкви. Нешик пробормотал. — А ну-ка, а ну-ка! Приблизился к ограде, нагнулся, заглядывая между прутьями. Обернувшись, сказал Мировому. — Командир, нычка там! Мировой в это время разговаривал с Анчаром. Они посмотрели на молодого наемника, и тот пояснил. — Схрон, говорю! Вон, между могил, отсюда вижу. В торопях кто-то делал, плохо присыпал. Так я гляну. Мировой посмотрел на церковь. В проеме показался Аслан, сделал короткий жест и ушел обратно. — Смотри, — разрешил командир, — но осторожно, там где-то пятно, у меня счетчик щелкает. Остальные за мной! Нешик полез через ограду, а они направились к калитке. Молодой наемник присел у крайней могилы и стал копать землю широким армейским ножом. Хотя синхроны находились внутри и никаких звуков оттуда не доносилось, Мировой все равно сделал знак Брюкви с Кириллом, и те разбежались, подняв штурмовые винтовки. Пока остальные шли к пролому в стене церкви, эти двое быстро обогнули здание с двух сторон и заглянули в окна, выставив перед собой стволы. — Чисто, — сказал Кирилл. Брюква молча кивнул. Анчарк первым шагнул внутрь, за ним вошел болотник. Раздался голос Нешика. — Во! Есть! Стукнул нож о камень, что-то звякнуло, и Нешик побежал к ним, потрясаясь свертком, с которого сыпалась земля. — Нюх у меня на эти вещи! — гордо объявил он, останавливаясь между хохолком и Катей. — Как запах их ощущаю, схронов всяких! Постоянно нахожу! Мишку, скажи! Брюква в ответ что-то неопределенно промычал. Катя впервые услышала его имя. Она понятия не имела, как зовут четверых наемников, знала только клички. Хотя неясно, Кирилл — тоже прозвище или все же имя. Не разберешь этих сталкеров. Анчар с болотником скрылись в церквушке. Мировой приостановился в дверях, оглядываясь. Брюква так и осталась у окна, а Кирилл подошел ближе. Нешик развернул грязную промасленную ткань. Под ней оказалась жестянка с патронами, граната, бинт в целой упаковке и небольшой целлофановый пакет. Рассовав остальное по карманам, наемник разодрал целлофан. Внутри лежали два шприца, полных бурой жидкости с одинаковой красной маркировкой. Короткие иглы были скрыты под прозрачными колпачками. «О, Нешик показал находку остальным!» «А вот это я бы тебе не советовал», — сказал Кирилл. «Это необычный стимулятор. Видишь, змея нарисована. Печень посадишь на раз». «Правильно!» — громыхнул Хохолок и сгробастал шприцы с ладони Нешика. «Давай мне, мелкий, пригодятся!» «Э, — возмутился наемник, — ты чего? Отдай!» Хохолок, не обращая на него внимания, сунул шприца в свободные ячейки патронташа. Нешик потянулся к ним. «Чеши грудь!» Здоровяк отвел его руку и шагнул к пролому. «Мировой, скажи ему!» — крикнул Нешик. Он стал похож на обиженного ребенка, у которого во дворе старший пацан отобрал только что купленный родителями пластмассовый автомат. Командир взглянул на Хохолка, но тут из церкви донесся голос Анчара. «Взгляните на это!» Вслед за остальными Катя вошла внутрь. Церковь была двухэтажная, наверх вела лестница, в потолке зияли проломы, и сквозь самый большой виднелся квадратный колодец, башенка, увенчанная куполом, соблетевшей позолотой. Внутри, короткими зигзагами, тянулась узкая лесенка, на нижних ступенях стояли Аслан с Каримом. Свет падал сквозь дыры и щели между досками, деревянный пол частью прогорел, частью сгнил. На черной земле под стеной, лицом вверх, лежал труп. Над ним стояли мировой санчаром. К ним подошел Нешек, склонившись, присвистнул. Кирилл исчез из окна, вскоре появился в дверях и тоже направился в ту сторону. А брюква все еще маячил в проломе, оперевшись локтями на подоконник, заглядывал внутрь. Услышав сопение над ухом, девушка оглянулась. Хохолок топтался рядом, наверное, охранял ее. Это выглядело глупо, но она решила, ну и правильно, пусть. Катя теперь смерти очень боялась. Не смерти вообще, она-то как раз не страшила, но преждевременной смерти. Нельзя было умереть раньше, чем она доберется до него. Вот после этого запросто наплевать, но не раньше. А раз так, пусть здоровяк охраняет ее даже сейчас, когда все спокойно. Решив больше не обращать на Хохолка внимания, она встала между Нешеком и Кириллом. И поняла, что человек на полу жив. Он мелко дрожал, лицо искажено ужасом. Заглянув в эту бледную восковую маску, Катя и сама ужаснулась. Глаза были как две дыры. Сталкер будто заглянул в бездну, и та выжгла его мозг. — Что с ним? — Что-то его напугало, — ответил мировой. — Сильно напугало. — Да дрожи, — добавил Кирилл без улыбки. — Кстати, я его знаю. Ему можно помочь, — спросила Катя, и тут же отдернула саму себя. — Зачем? Какое тебе дело до этого сталкера? Не миличушь, вам надо идти быстрее, а не заботиться о каких-то бродягах. Шагнув назад, она добавила. — Ладно, черт с ним, идемте. Кирилл с легким удивлением глянул на нее. — Это гриб, — сказал он. — Один из ренегатов, то есть бывший честный сталкер, ставший бандитом. — Честных сталкеров не бывает, — отрезала она. — Идем. Сверху донесся странный звук, низкое протяжное «у-а-у-а». Воздух будто плеснулся, и у Кати на мгновение возникло то же чувство, которое появилось, когда они подходили к церкви, словно она прошла сквозь стенку мыльного пузыря. Сквозь большой пролом в потолке спиной вылетел Аслан. Взметнулись белые волосы, и он упал, проломив остатки гнилых досок на полу. Раздался треск. По лестнице с приглушенным воплем слетел Карим, бросился к брату. Он схватил Аслана за плечи, но тот уже пришел в себя и попытался сесть. Карим поддержал его, остальные, кроме брюквы, сгрудились вокруг синхронов. — В чем дело? — спросил мировой. — Оружие в руках всех наемников было направлено в сторону пролома. — Кто там наверху? — Аномалия, — шепнул Аслан. — Когда подошел ближе, ударила. — Какая аномалия? Трамплин? — Нет, другая. — Новая. — Не видел такой раньше. Мировой глянул вверх, приказал. — Брюкву на месте, не шик к другому окну. — Наблюдай. И направился к лестнице. — Осторожно, — сказал Анчар. — Все вместе не идите. Может, обвалиться. Мировой стал подниматься. Кирилл, подождав, пока командир преодолеет две трети лестницы, осторожно зашагал следом. Из другого конца церкви появился болотник и двинулся за ними. Катя сказала топчущемуся рядом хохолку. — Здесь останься. — Нет, ты чего? — пробубнил он. — Я ж тебя охраняю. Я с тобой. — Вот и охраняй внизу, — отрезала она. На втором этаже они увидели плавающий в воздухе над полом возле дальней стены клубок полупрозрачных нитей. Будто паутину собрали комком, только очень уж большую паутину. Эта штука была больше человеческой головы. По прозрачным белотолстым нитям иногда пробегали темные пятнышки. — Напоминает воздушную паутину, — сказал Кирилл. Катя никогда о такой не слышала и спросила, что это. Светловолосый наемник пожал плечами. Мы не видели, у кордона ее нет. Но сталкеры знакомые рассказывали. В глубине зоны появилась такая штука. Вроде аномалии, но непривычная очень. По описанию, похоже. Только воздушная паутина обычно висит между стен или в кронах деревьев. Ну, как обычная паутина. И еще, говорят, по ней какие-то черные шары перекатываются. Они осторожно подошли ближе. Белесый ком, помигивающий темными пятнышками, неподвижно висел в полуметре над полом. Катя присела, заглядывая под него. — Болотник видел раньше такое? — спросил мировой. Следопыт покачал головой и добавил. От него излучение идет. Ощутив дуновение теплого воздуха, Катя спросила. — Какое излучение? Я вроде сквозняка чувствую. Ладно, неважно. Рассмотрели? Все, идем. Снаружи хрустнула ветка. Все разом оглянулись на лестницу. Мировой первым заспешил вниз. За ним Анчар, потом Катя и Болотник. Спина брюквы маячила в окне. Нешек выглядывала в другое. — Идет кто-то, — доложил он через плечо. — В зарослях плохо видно. — А, вон! Мировой и Анчар, подняв оружие, направились к нему. Болотник пошел к окну, за которым стоял брюква. Катя присела, заглянула в щель между досками. И увидела прямо перед собой зомби. Вернее, это лишь в первую секунду ей показалось, что там идет зомби. Очень уж характерно он двигался, переставлял негнущиеся ноги, будто ходули. Но потом она подумала, что как-то все же не похож. Слишком опрятный, что ли? Чистый. Но секунды этой оказалось достаточно, чтобы девушка, присев на корточке, вскинула Марк-16. Она приставила ствол к щели и вдавила спусковой крючок. Раздалось клацанье, оружие не выстрелило. И почти одновременно из окна донесся голос брюквы. — Командир, автомат отказал! Раздался приглушенный шелест кустов, потом сухое клацанье. — И у меня! — крикнул Нешек. Болотник, выхватив Маузер, прицелился в темную фигуру, возникшую в проломе стены, но выстрелить не смог. Катя снова глянула в щель. Из зарослей шли уже трое, и за ними брели еще несколько. Один с черенком от лопаты в руках, другой с ржавыми граблями, третий с топором, четвертый с палкой. Движения их были удивительно одинаковыми, слаженными. — Это что, синхроны? — выкрикнула она, вскакивая. — Мировой, там синхроны, но их слишком много. Мировой, сдвинув штурмовую винтовку за спину, скомандовал. — Достать ножи! Очень немногие контролеры способны на такое, лишь самые старые и опытные, живущие в норах далеко на севере. Простые контролеры могут забавляться с людьми, заставляя их видеть то, чего нет, могут управлять ими. Самые сильные иногда вытворяют кое-что похлеще, сращивают, слепляют сознание, превращая людей в синхронов. Вот только обычные синхроны, вроде Аслана и Карима, рождаются такими, с детства обучаются жить одной-надвои жизнью. Взрослая личность не способна выдержать, когда ее сознание срастается с другим, когда чужие привычки, опыт, воспоминания, чувства и пристрастия становятся чьими-то еще, а ее собственные разделяет другой человек, или двое, трое, четверо. Такое искусственное создание быстро сходит с ума. Объединенный разум, управляющий несколькими телами, превращается в безумный хаос, состоящий из противоречивых желаний и устремлений. Заканчивается это смертью, либо агрессивным безумием. Церковь окружили около полутора десятков синхронов. Катя была уверена, ни один контролер не способен на такое. Тут поработала какая-то другая сила. «Что там?» — рыкнул хохолок, выглядывая сквозь щели в досках. «А, ренегаты! Это банда бритвы!» «Кого?» — переспросила она. «Вон динамит, здоровый тот, — стал перечислять он. А того гангрены кличут, а этот мелкий битый. А бритву не вижу пока». Карим с Асланом, взбежав по лестнице, присели на краю пролома. Бесполезные НК висели на спине, братья держали крюки, Аслан сматывал с ремня веревку. В щель Катя увидела, как один из зомбированных ренегатов вандил в стену церкви ржавый топорик. Полетели щепки, зомби выдернул оружие, бездумно оглядел его и зашагал к ближайшему окну. «У них должен быть главарь», — сказал болотник, стоящий ближе к лестнице. «Контейнер, так называют. Тот, в котором спрятано ядро коллективного разума. Надо убить его». Забравшийся через окно брюква схватил с пола камень, размахнулся и швырнул наружу. В щель Катя увидела, как булыжник попал в голову ренегата, огибающего здание со стороны кладбища. Тот упал навзничь, приподнялся, приложил ладонь к кровавленному лбу, взял выроненный черенок лопаты, встал и пошел дальше. Мировой Кирилл и Анчар встали посреди помещения с ножами в руках. Нешик мелкими шажками приближался к противоположному от брюквы окну. Хохолок ударом кулака высадил доску, вставил в прореху ствол пулемета и попытался открыть огонь. «Да не стреляет же оно!» — крикнула девушка. «Тупой, ты что, не понял?» «Как это не стреляет?» — удивился наемник, бессмысленно вдавливая спусковой крючок. «Ты шо? Не бывает такого, чтоб не стреляла!» Болотник распахнул плащ. На ремне висело несколько мешочков из необычной зеленоватой ткани. Следопыт стал развязывать один. Катя опять выглянула в щель. Ренегаты, окружив церковь, замерли. Все разом. «Они остановились», — сказала она мировому. «Сейчас нападут, наверное». «Ножи к бою», — повторил тот. «Нешек-брюква, контролируйте окна. Кидайте в них камнями хотя бы. Болотник!» «А я гранатой!» — вдруг вскричал Нешек, выхватывая ее из-под сумка. «Она, может, сработает!» Сорвав чеку, он швырнул гранату в окно, но взрыва не последовало, и он нагнулся за камнем. «Болотник, так что там с этим контейнером?» — спросил мировой. «Кого из них надо убить?» «Да всех убьем!» — рыкнул хохолок скалясь. Следопыт достал из-под плаща высушенный до желтизны толстый прутик, сунул руку в раскрытый мешочек на поясе. Мировой и Кирилл медленно приближались к пролому в стене. Анчар снял с ремня штык-нож и пошел за ними. Перевесив Марк за спину, Катя взяла из ножен длинный нож, другой рукой подцепила пластиковый коготь в ремне, вытащила его. Хохолок, к сожалению, оглядел пулемет, положил на пол и достал из ножен на боку здоровенный тесак, больше похожий на меч. Сквозь щели и окна было видно, что ренегаты все еще стоят на месте. Длинный тощий гангрена, ударивший в доски топором, замер у самой стены. «Как определить, кто из них контейнер?» — повторил Анчар вопрос мирового, но болотник вновь не ответил. Он достал что-то из мешочка на ремне, стал развязывать другой. Получив неслышную команду, ренегаты зашагали к зданию. Третий камень, брошенный брюквой, ударил в грудь битого. Катя обернулась. В проеме возник коренастый зомби с вилами наперевес. Прямо позади Кати раздался треск. Несколько досок обвалились. Зомби полез в пролом, сильные руки ухватили за шею, сдавили. Она рванулась, легнула его ногой, начала извиваться, пытаясь освободиться от рюкзака. Зомби одной рукой душил ее, а другой зачем-то тянул рюкзак. Катя захрипела. Хохолок подбежал к ней. Почти вплотную подступив к девушке, сунул тесак в зубы, широко развел руки и хлопнул в зомби. Зомби по ушам. После такого обычно лопаются барабанные перепонки, и скорее всего они действительно лопнули, но на противника это не произвело особого впечатления. Он лишь сильнее сжал шею. Одна рука хохолка легла на плечо девушки, второй он сгреб в пятерню ухо, по которому только что ударил, и рванул. Катю к себе, а зомби от себя. Она как раз смогла избавиться от рюкзака, и тот полетел на пол, когда зомби выпустил его. Присев, Катя скользнула в сторону, упала, перекатившись, опять вскочила. Хохолок обхватил зомби за поясницу, поднял и швырнул прямо под ноги анчара. Механический глаз того зажужжал, широко разведя колени, анчар присел и аккуратно, выверенными короткими движениями, несколько раз резанул тесаком по шее ренегата. Теперь зомби лезли со всех сторон. Они оттеснили брюкву снежиком от окон, заставили Кирилла и Мирового отступить на середину помещения. Кирилл схватил валявшуюся под ногами длинную палку, ударил несколько раз, потом она сломалась. Наемник отбросил ее и вонзил нож в глаз подступившего совсем близко зомби. Мировой и анчар приняли одинаковые позы, которые Катя видела в видеоруководстве по ножевому бою. Они наносили удары, двигаясь почти в такт, будто танцуя. «Наверх!» — крикнул Мировой, отшвыривая от себя низкорослого ренегата. Катя бросилась к лестнице. Хохолок тяжело затопал следом, но на него набросились сразу трое. Здоровенный ренегат с гаечным ключом преградил дорогу девушки. Катя ударила первой, выдернула нож из-под ребер, отскочила. Хохолок сзади ревел и матерился на всю церковь. Зомби шагнул к ней, и вдруг из пролома со второго этажа прилетел крюк. Зазубленное кривое острие вонзилось в шею. К рукояти была привязана веревка, другой конец которой сжимал стоящий вверху аслан. Он рванул. Крюк, почти до половины прорезав шею, выскочил из раны. Пустив веревку волнами, синхрон подбросил его, крюк взлетел обратно в пролом. Аслан поймал его и тут же снова метнул вниз. Теперь крюк попал в грудь одного из зомби, набросившихся на Хохолка. Отшвырнув двух других, наемник рванулся вслед за Катей. Нешек с Криллом были уже наверху, анчар на середине лестницы, мировой внизу. Он побежал на второй этаж. Катя с Хохолком устремились за ним. Лестница глухо затрещала, зашаталась и провалилась. Запрыгнув на пол второго этажа, Катя оглянулась. Хохолок висел, ревя во всю глотку, вцепившись в крайнюю доску. Присев, девушка сжала толстое, как бревно запястье. Да он же, наверное, тонну весит, как его удержать? Доска затрещала, проламываясь. Катя крикнула, помогите! Хохолок что-то орал, обратив к ней широкое красное лицо, дергал ногами. Катя сидела на корточках, широко разведя колени, опустив обе руки, сжимала запястье и тянула, тянула изо всех сил. Под ними сбоку выбежал долговязый гангрена, взмахнул топориком, ржавое лезвие ударило по подошвам наемника. Доска сломалась, и Катя завалилась лицом вперед. Толкнув ее в плечо, рядом на колени упал мировой, вцепился в руку здоровяка, и тут же Хохолка за длинную прядь растущих из макушки волос схватил Нешек. Они рванули одновременно. Катя увидела еще две пары рук, не то Анчара, не то Кирилла, ухватившие наемника за плечи. Через миг они совместными усилиями втащили его на второй этаж. Девушка усеялась, вытянув ноги, потрясла ноющими руками. Наемники побежали куда-то. Лежащий на спине Хохолок сел. — Что с ногой? — хрипло спросила Катя, потирая запястье. Он пристал, показывая надрубленную сбоку толстую подошву. — Да ничего, не пробил. Здоровяк схватился за растрепавшиеся волосы. — Чуть волосье не выдрал мне. Уловив краем глаза движение внизу, Катя заорала «Ложись!» и пнула его ногой в грудь. Хохолок опрокинулся навзничь. Брошенный гангреной топор пролетел низко над ними и вонзился в потолок. Гангрена и еще двое ренегатов полезли на второй этаж по стенам, просовывая пальцы в проломы между досками. Катя вскочила. Аслан с Каримом поднимались по шаткой лестницы внутри башенки с куполом. — Сюда! — услышала она и оглянулась. Нешек, потом Кирилл и Мировой пролезли на крышу сквозь слуховое окно. — За мной давай! — крикнула девушка Хохолку и побежала туда. Она выбралась на круто наклонный скат, расставив руки, сделала несколько шагов. Хохолок протискивался следом. Наемники полезли вверх по стене башенки, стоящей примерно на середине крыши. Там и здесь зияли проломы. Катя приподнялась на цыпочках, осматриваясь. Церковь была окружена ренегатами. Они приближались. Но двое, наоборот, ковыляли прочь от здания, сжимая рюкзак, на боку которого был пристегнут контейнер с выпуклой крышкой. Не задумываясь, она оттолкнулась от ската, боком упав на мягкую землю, вскочила на колени. Прямо перед ней были две пары ног, и катя рубанула по ним. Ренегаты не издали ни звука, хотя одному она чуть не перерубила лодыжку, а второму пластиковый коготь прорезал артерию под коленом. Раненые зашатались. Девушка подхватила выпавший из их рук рюкзак, вскочила, увидела прямо перед собой гангрену с занесенным над головой ржавым топориком, отпрянула и, зацепившись за подоконник, спиной влетела в окно церкви. Со всех сторон в скрипящих завалах досок и бревен бродили фигуры. Набросив на плечо лямку рюкзака, Катя вскочила, вонзила нож в щель между досками, подтянулась, вонзила второй выше, потом еще раз. Через несколько секунд она была уже на втором этаже, куда уже забрались несколько ренегатов. Перепрыгнув через пролом за их спинами, она пролезла в слуховое окошко. Правую ногу сильно кольнула. Девушка едва не свалилась обратно, но выпрыгнувший сбоку Аслан поддержал ее, помог выбраться на скат. Катя тяжело дышала, волосы разметались по плечам, а синхрон выглядел по-прежнему спокойным и слегка отрешенным. «Ты ранена», — сказал он, отворачиваясь. Она опустила взгляд, и с правого ботинка торчал обломок клинка. Вошел он неглубоко. Выдернув его, Катя вслед за Асланом поспешила к башне, из окон которой выглядывали лица наемников. По-другому скат убежал, низко пригнувшись Карим. Крюками он за шею подцепил зомби и теперь волочил его, негромко шипя. Зомби дергался и сучил ногами, пытаясь высвободиться. Когда синхрон был уже возле самой башни, сверху из пролома в ее стене спрыгнул хохолок с занесенным тесаком. Скат содрогнулся. Мгновение казалось, что наемник провалится, но крыша лишь просела. Услышав грохот, Карим обернулся и сразу бросился ничком, выдернув крюки шеи своей жертвы. Зомби попытался встать. Тесак тускло блеснул, описав широкую дугу, будто лопасть мощного винта, врезался ему в плечо. Еще один ренегат возник на скате слева, и Катя развернулась, взмахнув ножом, распорола ему брюхо над пупком. Живот бандита раскрылся, как чемодан. Зелено-синяя, влажно-поблескивающая гроздь вывалилась из него. Вспрыгнув на пенек, Катя ударила зомби ногой в грудь, и тот отлетел на край крыши. Позвоночник отчетливо хрустнул, тело, сломавшись в поясе, упала дальше. «Хохолок, давай на башню!» начала она. И тут четверо забравшихся на второй этаж зомби, подчиняясь приказу коллективного разума, метнули то, что было у них в руках. Вилы, топор, тяжелый булыжник и длинный гаечный ключ вылетели из пролома. Кожей лица Катя ощутила порыв ветра и отпрянула, свалилась на спину. Вращающийся топор зацепил обухом нос хохолка. Тот охнул, присев, схватился за лицо. Сзади донесся грохот и гулкий звон. Катя перевернулась на живот, задрала голову. Все, что метнули зомби, ударилось в башню, пробив дощатую стену, а вилы попали в колокол под куполом. Башенка покосилась, и внезапно из нее выпал брюква. Башенка, сунувшийся следом мировой, попытался схватить его, но не успел. Брюква рухнула на торчащей из крыши сколы проломанных досок, во все стороны брызнула красная. Тело заскользило вниз, оставляя на черепице потек, перевалилось через край, упало на землю. «Мишка!» заорал сверху Нешек. Башня сильно накренилась, теперь она каждое мгновение могла обвалиться. Анчар, Мировой и Болотник с Нешиком полезли вниз, с другой стороны крыши показался Аслан и перебежал по краю на ту половину, где находилась Катя. Следом проскользнул Карим. «Макс, кто из них контейнер?» — крикнул Мировой. Болотник держал короткий толстый прутик, на конце которого был нанизан незнакомый Кате артефакт. Следопыт сжимал прут двумя пальцами, тот вращался из стороны в сторону, артефакт то наливался светом, то почти газ. Прут замер, и он разгорелся ярко-белым. «Должен вспыхнуть, когда найдет контейнер», — сказал Болотник, и вдруг опустился на одно колено, выхватив костяной нож. Следопыт метнул его куда-то за спину Кати. Она повернулась. На край пролома забрался зомби, но клинок ударил его в лицо и сбросил обратно. Загрохотали разбитые доски, мимо пронеслись Карим с Асланом, прыгнули вниз, и тут же возникли опять. Крюками они волочили бандита, подцепив его за грудь и плечо. «Ха-ха!» Вперед выскочил Хохолок. Братья отпрыгнули, выдернув крюки. «Хохолок, нет!» — крикнул Мировой. «Упадет!» Но огромный тесак уже опустился, чуть не перерубив тело напополам. Крыша содрогнулась, и башня, наконец, рухнула. Хорошо, что все находились по одну сторону от нее. Башня опрокинулась в противоположном направлении, проломила оба ската, превратив треть здания в пологую гору обломков. «Хохолок, идиот!» — взвыл Нежек. «Теперь они все залезут!» Вооруженный ржавым топориком гангрена, первым выбрался на крышу, следом шли другие. Прут в пальцах болотника провернулся сам собой, загнутый конец указал на гангрену. Артефакт вспыхнул. «Это он!» — следопыт показал направление. «Контейнер там!» «Пригнитесь!» — прошипел Аслан. Стоя на коньке, он крутанулся, гибкая серая змея рванулась над крышей. Крюк на конце веревки впился в шею гангрены, и Аслан дернул. Зомби крутануло! Топорик отлетел в сторону. Крюк метнулся обратно к синхрону. Гангрена упал, голова перекатилась по скату, повисла на лоскутке кожи. Все остальное было перерублено. «Есть!» — выдохнул Нешек. Ренегаты один за другим взбирались на крышу, ступали тяжело и уверенно, хрустя досками. «В чем дело?» — спросила Катя у болотника, пятясь вместе с остальными к дальнему краю. «Макс, почему они не...» Тот хмурился, оглядываясь. «Не знаю. Контейнер должно быть там». Она посмотрела между ренегатами в сторону обрушившейся части крыши и, наконец, увидела. «Вон! Дальше, на кладбище! Твой пруд туда показал! Кто это там сидит?» «Бритва!» — прогудел хохолок. «Ага! Он!» — заорал Нешек. Главарь банды сидел у одной из могил в полусотне шагов от здания, вытянув ноги, пустыми глазами наблюдая за происходящим. Первым сообразил, что к чему анчар. «Карим Аслан, убейте его!» — приказал он, махнув ножом. «Того человека у могилы!» «Хохолок, расчисти им путь!» Хохолок бросился на толпу бандитов, молотя тисоком. Следом побежали братья. Они одновременно метнули крюки, те пролетели по бокам от здоровяка, вонзились в двух ренегатов, сбили с ног. В плечо хохолка ударила дубинка с торчащими во все стороны гвоздями, сзади на него прыгнул зомби. Здоровяк хрипло взремел! Катя с остальными кинулась на помощь. Прорвавшись сквозь толпу зомби, Аслан и Карим соскользнули с крыши, низко пригнувшись, побежали к бритве. Человек-контейнер заволновался, увидев их, привстал, но братья уже добежали до него. Взметнулись и опустились заточенные крюки еще раз, еще, еще. Тело на могиле стало напоминать освеженную свиную тушу. Несколько секунд главарь дергался, слепо шаря по земле руками, потом замер. Толпа ренегатов навалилась на наемников. Катю ударили обломком доски по голове. Она упала на колени, вонзила нож в бок зомби. Он отшатнулся. Кто-то схватился за ее рюкзак, пытаясь содрать с плеч. Ренегаты сомкнулись вокруг и... свалились, как подрубленные деревья. Она вскочила на ноги, не сразу сообразив, что произошло. Вокруг валялись тела. Сплюнув кровью, девушка шагнула к краю, выглянула. Зомби внизу тоже лежали неподвижно. — Контейнер, — сказал болотник, подходя к ней. — Это был бритва. Следопыт казался по-прежнему спокойным, даже волосы не растрепались. Катя побрела по крыше в сторону рухнувшей башни. — Мишка, — потерянно сказал Нешек, и на заду полез вниз. Мировой с Кириллом стали спускаться за ним. Оба были с ног до головы забрызганы кровью ренегатов. — А-а-а! — выдохнул Хохолок и потряс тесоком, ухмыляясь во весь рот. Грудь под его патронташем тяжело вздымалась, из носа текла кровь. Мировой спрыгнул на землю, встал над Нешеком, который молча сидел возле неподвижного брюквы. Подняв голову, командир глянул на Анчара с Катей и сказал, — Какой контролер мог сделать синхронами целую банду? Никто в зоне не способен на такое. — Никто, про кого мы знаем, — возразил Анчар и бросил на Катю косой взгляд. — Неподалеку находится постоянный лагерь местных сталкеров. Идем туда. Небольшую радиостанцию из рюкзака брюквы взял Нешек. Они с Кириллом понесли тело убитого. Когда отряд покидал поле действия неизвестной аномалии, возникло уже знакомое ощущение — Катя будто прошла сквозь стенку незримого пузыря. После этого оружие заработало. Они миновали два островка и болотистые протоки между ними, обошли сгоревший дом, рядом с которым поблескивал зеленый холодец, и остановились. Кирилл с Нешеком опустили на землю тело брюквы. — Нешек, копай, — сказал мировой. — Только быстро. Вооружившись обломком доски, тот начал рыть мягкую землю. Остальные разошлись полукругом, подняв оружие. Хохолок присел и принялся осматривать пулемет. Болотник встал между отрядом и сгоревшим домом, синхроны отодвинулись в другую сторону. Катя из-под тишка оглядела лица наемников. Мировой застыл, поджав губы. Кирилл был бледен. Нешек морщился и часто моргал. По лицам болотника и синхронов ничего невозможно было определить. Анчар же, казалось, о чем-то напряженно размышляет. Она вновь посмотрела на Кирилла. Катя знала, деньги они с собой не взяли, оставили где-то неподалеку от сундука. Теперь доля брюквы поделится между остальными тремя наемниками. Это были не зомби, произнес вдруг Анчар. Кодированные, сказала Катя. Да, живые люди, мозги которых склеились. Может, из-за той аномалии, предположила она, которая разрушила работу оружия. Если они находились рядом с ней долго, аномалия могла воздействовать как-то еще. Нет, сказал болотник. И все, кроме Нешека с синхронами, посмотрели на него. Следопыт стоял, широко расставив ноги и сложив руки на груди. Полы плаща качались на ветру. Никакая аномалия не может склеить человеческие сознания. — Тогда что? — спросил мировой. — Что-то живое. — Живое, — повторил Анчар недовольно. Катя уже заметила эту черту его характера, естественную для человека, привыкшего командовать и брать на себя ответственность за жизнь других людей. Анчара мало что могло вывести из себя, но он начинал сердиться, когда кто-то что-то не понимал. — Живое — слишком общее понятие. Значит, это сделал человек? — Мутант, — добавил мировой. — Контролер, — предположила Катя. Болотник ответил. С таким раньше не сталкивался. — Не знаю. Заговорил Кирилл, внимательно слушавший разговор. В том-то и дело. Их же было больше десяти. А синхроны, он покосился настоящих в стороне братьев, двое, ну, трое. Я слышал, один контролер за темной долиной, когда-то сумел срастить разум Эквады из долга, то есть четверых. Они тут же сошли с ума и перестреляли кучу народа. Но двенадцать человек, пятнадцать, Кирилл пожал плечами. Что вообще происходит на этих болотах? Катя поймала на себе взгляд Анчара и, наклонив голову из-под опущенных ресниц, незаметно покосилась на него. Командир смотрел со странным выражением. Он подался вперед, собираясь что-то спросить, но глянул на мирового, на Кирилла и передумал. — Наверняка хочет узнать, что я несу в контейнере, — решила она. — Понять, какова цель всей экспедиции. — Ну так чего? — спросил Хохолок, выпрямляясь. — Идем, что ли? — Помоги ему, — велела Катя. — Чего это? Я тебя охраняю. — Помоги, — я сказала. Она покосилась на Нешика. — Быстро, ну. Хохолок упрямо насупился, но девушка глядела так грозно, что он, проворчав что-то, положил пулемет у ее ног и пошел к Нешику. Вдвоем они быстро покончили с ямой. Хохолок отошел, отряхивая ладони и все еще недовольны зыркая на Катю. Нешик с Кириллом подняли тело, осторожно перенесли и положили в могилу. Кирилл и Мировой были в общем спокойны. Катя видела, что смерть товарища не вывела их из душевного равновесия, а лицо Нешика стало будто мертвым. Когда брюкву положили в яму, Аслан вдруг подошел к могиле. Карим остался на месте, глядя в сторону церквушки, а брат его присел на краю ямы и заглянул. — Ты чего? — спросил Нешику грюма. Несколько секунд синхрон молча разглядывал труп, потом выпрямился и вернулся к Кариму. Кирилл, проводив его взглядом, пожал плечами и взялся за доску. — Командир! — позвал Нешик. — Просто закопайте его, — откликнулся Мировой. Катя нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. — Вся зона усеяна трупами, так из-за чего тут конетелиться? Импровизированные похороны уже начали выводить ее из себя. Но при этом какая-то частичка Кати, будто обладавшая собственным разумом, смотрела на нее со стороны. Смотрела и ужасалась ее черствости, жестокости, ужасалась той Екатериной Орловой, какой она стала в последнее время. Нешик что-то пробормотал, откашлялся и неловко произнес. — Мишка, ты покойся с миром, в общем. — Кирилл стал забрасывать тело землей, и молодой наемник, помедлив немного, присоединился к нему. — Катя сказала, что если эта сила, которая срастила ренегатов, появилась и в других местах? — В смысле? — спросил Мировой. — Она повела рукой вокруг. — На болотах тихо, потому что здесь никого нет, нет людей, а в сталкерском лагере есть, но если их тоже склеили. — Зачем нам идти в этот лагерь? Надо обойти его стороной. — Запасы не помешает пополнить, — возразил Мировой. — Там же лавка Суслова. — Хотя, вообще, ты права, конечно. — Эх, а пожрать в лес хохолок у костерка, а? Вы че? — Мы можем обойти лагерь, — сказал командир, не слушая, — и дальше двигаться намеченным курсом. — Только… — Что это? — Все вскинули оружие, развернулись. В стороне по болоту катил большой, по пояс человеку, клубок веток, на которых еще сохранилась желтая сухая листва. В глубине тускопоблескивали кости, крепко опутанные тонкими корнями и стеблями вьюна. — Перекати, еж! — прошептал Нешек. — Мировой приказал негромко. — Никому не шевелиться. Он далеко не почувствует нас. Катя во все глаза смотрела на эту штуку. Раньше она их не видела, хотя она слушалась рассказов от Глеба и Апанаса. В зоне за последний год возникло много нового. Начали расти деревья кукловоды, появились новые аномалии, слизистый пузырь, купол, поганка, кислотная вдова, свеча. Перекати, еж! — подвижная аномалия, очень необычная, наподобие дерева кукловода, то есть аномальное растение. Этот был явно очень старым и катался по просторам зоны уже не один год, распухшие от комков земли древесины, листьев, от костей и черепов. Стволы оружия медленно поворачивались вслед за аномалией, а она, двигаясь со скоростью пешехода, взобралась на плоскую вершину болотного холмика, мгновение помедлила там, будто раздумывая, скатилась с другой стороны и пропала из виду. Нешик громко выдохнул. Катя уже несколько секунд, искосо приглядывавшаяся к болотнику, спросила, что с ним. Следопыт побледнел, обхватив себя за плечи. Уставился куда-то на юго-восток, глаза были сощурены. — Макс! — позвала Катя. И тут Аслан с Каримом зашипели. Первый присел, вытянув перед собой руку с крюком, второй побежал к сгоревшему дому. Синхрон взлетел по обугленной стене, выпрямившись на вершине, уставился в ту же сторону, куда глядел болотник. А тот вдруг опустился на колени и зажмурился. К этому времени три М4, два марка и один пулемет смотрели на восток. Катя приподнялась на цыпочках. Ей показалось, что рюкзак дернулся. Вернее, дернулся висящий на нем контейнер, будто артефакт внутри ощутил что-то. Да и сама девушка почувствовала темный колючий ветер, подувший из глубины болот. — Что там? — громко прошептал Нешек. — Мировой позвал. — Аслан! Катя видела, командир наемников растерян. Он вопросительно посмотрел на Анчара. Тот нахмурился, сделал шаг к болотнику. Следопыт выпрямился. Качнулся, отставил ногу, чтобы не упасть, и сказал севшим голосом. — Что-то идет! — Вон! — крикнул Нешек, показывая. — Вижу! — Это что там? — Туман какой-то! Купол! — Аномалия? — переспросил Анчар. — Да нет! Купол из тумана! Аслан спрыгнул и бросился к ним. Катя наконец разглядела. Туман на востоке сгустился. Плотная мутно-белая марева приняла форму большой полусферы, которая медленно ползла к ним по болоту. Пока что она находилась далеко, может, в километре, а может, и больше. Определить расстояние было трудно. — О! — хохолок ткнул пальцем. — Ползет, гля! Шмальнем по нему! Он единственный в отряде не выглядел взволнованным. На любую незнакомую вещь наемник реагировал лишь всплеском агрессивности. — Это не туман! — сказал Анчар. Остановившись рядом с Каримом, Аслан прошипел. — Марева ядовитая! Уходить надо! Уходить! — Ядовитая! — повторила Катя. Прозрачный купол и вправду излучал что-то. Девушка ощущала приближение очень старой, мощной и безумной силы, подавляющей все живое вокруг, ломающей тонкие структуры, из которых состоит психика людей. Она была словно танк, который едет по лесу молодняку. — Уходить! — повторил Аслан. Не дожидаясь приказа, они с Каримом развернулись и быстро зашагали прочь. — Макс, ты не знаешь, что это? — спросил мировой. Следопыт качнул головой. — Такое впервые вижу. Очень сильное. Но это что-то живое? Не знаю. — А может, подвижная аномалия? — предположила Катя. Новый вид! То есть гибрид! Давление на сознание усиливалось, по спине побежал холодок, начали дрожать руки. Она попятилась. Древний косматый ужас наползал на нее из болота. — Командир, оно пробормотал побледневший Нешек. — Страшное что-то? Чувствуешь? — Да что страшное? — рыкнул Хохолок. Плечом оттеснив Катю, встал перед ней, поднял печенек. — Ни хрена не страшное, а просто туман, ёп! Он вдавил спусковой крючок. Пули пошли низко над землей, ломая кусты, пробивая просеку в зарослях. Марева приближалась, а вместе с ним из болота накатывал страх. Катю затрясло. — Уходим! — крикнула она и ударила Хохолка кулаком в спину. — Прекрати! Уходим! Пулемет смолк. Хохолок повернулся. — Отступаем быстро! — сказал Анчар. Когда со стороны сталкерского лагеря донеслись выстрелы, мировой приказал Хохолку идти впереди. Оглянувшись на Катю, здоровяк ухмыльнулся и широко зашагал, выставив перед собой пулемет. Синхроны двигались позади него, Кирилл и Нешек слева от Кати, мировой санчаром справа. Впрочем, выстрелы почти сразу смолкли. Больше из лагеря никаких звуков не доносилось. Купол ядовитой мглы исчез, растворился в болотном тумане, но Катя ощущала его присутствие, непонятная сила давила на рассудок. Впереди из тумана выступили деревянные столбы в человеческий рост с колючей проволокой между ними. Нешек закашлялся, постучал себя по груди и сказал, — Слева топь, а справа пятно радиационное большое. Можно все это обойти, но пока крюк делать будем, эта штука, — он махнул назад, — догонит. — Хочешь сказать, она специально нас к лагерю гонит? — спросила Катя. — Ничего я не хочу сказать. После смерти Брюквы молодой наемник стал агрессивным, почти как хохолок, и неприветливым, как болотник. — Я только… — Хохолок, калитки поворачивай, — перебил мировой. — Левее. Он не договорил, и стошный вопль донесся спереди. Наемники встали. В одном месте колючка на ограде была перерезана, и впрореху вдруг выскочил сталкер. Он рванулся к отряду, вопя от ужаса. Прежде чем остальные успели отреагировать, хохолок открыл огонь, и очередь подкосила незнакомца. — Стой! Это же корж! — закричал Нешек. Подскочив к здоровяку, он заехал ему прикладом в плечо. Хохолок, прекратив стрелять, машинально отмахнулся. Пудовый кулак попал наемнику по голове. Тот кувырком отлетел в сторону. Растянулся на земле. Ствол, висящий на ремне штурмовой винтовки, стукнул его в скулу. Кирилл прыгнул вперед. Его М4 уставился в голову хохолка. Здоровяк с хриплым ворчанием повернулся. Кирилл проорал. — Не шевелись! Пристрелю! На месте замер! Хохолок сплюнул под ноги светловолосого наемника. — Сука! — злобно протянул Нешек и сел, держась за лицо. — Чуть челюху не сломал, гад! Он стал поднимать оружие, чтобы выстрелить в хохолка, и тогда анчар гаркнул. — Отставить! Командор быстро шагнул вперед, оказавшись между наемниками, и пролаял. — Оружие опустить! Все трое опустить! Не шевелиться никому! Он даже не поднял марк, но резкий повелительный голос заставил Нешека бросить винтовку. Кирилл скосил глаза на мирового, тот кивнул, и второй наемник тоже опустил ствол. — Хохолок прогудел, пожимая плечами. — Да я и не думал по ним шмалять! Анчар повернулся к Кириллу. — Ты приведи в порядок молокососа. Аслан Карим на крышу того дома. Контролировать сверху. Хохолок, охраняешь ее. — Назад! Отойди назад! Хохолок, пожав плечами, шагнул к Кате. — То вперед иди, то назад! — пробурчал он, сплевывая. Кирилл помог подняться Нешеку. За оградой было небольшое, поросшее бурьяном поле. Посреди него ржавел трактор, а дальше начинался лагерь. Синхроны пересекли поле и повернули к дому на сваях, окруженному забором из металлической сетки. Нешек поморщился, держась за челюсть, оглянулся. Катя последовала его примеру. Полусфера серой мути медленно проступала в тумане. — Опять в голове хреново как-то становится, — пожаловался Нешек. — Аномалия эта или что она там к нам приближается? На крыше дома возник силуэт одного из братьев. Он сделал жест, все в порядке, присел и на корточках пополз вниз по скату. — Болотник, Кирилл, вперед, — сказал мировой. — Нешек, рядом со мной идешь. Хохолок, охраняешь ее? Чтобы ни на шаг не отходил, понял? — Да я и так охраняю, — пробурчал Хохолок. — То туда иди, то сюда иди. — Заткнись! Миновав калитку, они пересекли поле и вступили на территорию сталкерского лагеря. — Интересно. Оно и вправду нас к этому месту гонит? — тихо спросил Нешек, шагая возле Болотника, с поднятой к плечу штурмовой винтовкой. — Или просто в том же направлении ползет. Следопыт не доставал свой маузер, хотя обе руки его были скрыты под плащом. Может, он там держал на готове ножи. Болотник хорошо умел метать их, это Катя уже поняла. Сама она шла рядом с Анчаром, подняв Марк 16. Над ухом сопел хохолок. Было тихо, только где-то вдалеке на болотах каркала ворона. По крыше скатился камешек, четыре ствола рывком переместились в ту сторону, но оказалось, что это просто Карим выбрался на скат. Братья залегли на крыше, выставив над краем НК, и контролировали местность сверху. Отряд оставил позади баскетбольную площадку, стойку с ржавым кольцом для мяча, миновал навес из алюминиевых труб с остатками камуфляжной сетки поверху, колодец и большую круглую колоду, откуда торчал топорик. Болотник остановился и сказал, ткнув пальцем за спину. — Оно здесь было. — Что было? — спросила Катя. — Купол этот? Аномалия? — Нешек поморщился. — Это ты откуда знаешь? — Чую, — сказал Болотник. — Оно через лагерь прошло и в болото уползло. Покрутилось там. Теперь назад. — Назад? — Может, оно нас искало? — предположил Нешек. Но пошаталась по болоту и, когда нас заметила, следом поперла, чтобы догнать. — Заметила? — По-твоему, у этого тумана глаза есть? — возразил Кирилл. — Да и вообще, зачем мы ему? — Чтоб я знал. Мы же не знаем, что это за явление такое. — Мне другое непонятно. Куда все подевались? — Аслан, эй! — Нешек задрал голову. — Видишь что-нибудь? Они поглядели вверх. Синхрон, привстав, отрицательно качнул головой. Впереди было черное кострище. Когда-то вокруг костра там сидели сталкеры. Травили анекдоты, баловались спиртиком, прихлебывали приготовленную в котелке похлебку. Казалось, над этим местом еще висит гул неторопливых разговоров, звучат плоские сталкерские анекдоты, звякают кружки, звенит гитара, трещат ветки в огне. — Идем дальше, — решила Катя, делая шаг в сторону. — Стойте, — сказал анчар. — Что это за постройка? Он показал на кирпичный дом. Нешек пояснил. — Магазин, лавка, то есть. — Что внутри? — Ну, перегородка там, за ней стойки, стеллажи всякие. Там Суслов товар хранил. А еще в голове опять начало происходить что-то странное. По мере того, как мгла из болот приближалась, туман в сознании густел. Кате казалось, что из этого тумана в ее душу заглядывают злые нечеловеческие глаза. — Идемте, — решительно сказала она. — Это все нас не касается. Нам надо дальше. Купол останется на своем болоте, пусть другие с ним разбираются. — Ну, а вдруг он за нами дальше поползет, — возразил Нешек. — И вообще, вы подумайте, что это за штука такая, если она... — Человек! — донеслось сверху. Аслан показывал в сторону деревянного домика на сваях, стоящего рядом с магазином. Под домом были навалены ящики. — Лежит возле ящиков, неподвижно. — Нешек, Кирилл, проверьте, — приказал мировой. — Остальные за мной. Они очень медленно пошли дальше, а двое наемников свернули к дому на сваях. Возвратились они меньше, чем через минуту. — Мертвец, — доложил Кирилл, — убить совсем недавно. — Он сам себе из ружья в рот выстрелил, — добавил Нешек. — Точно, эта штука туманная тут до нас прошла, и у всех местных крыша поехала. То есть ренегатов она синхронами сделала, а этим просто мозги сломала. Он не успел договорить, в дверях магазина появился человек. Так получилось, что ствол Катиного марка был направлен как раз туда, и от неожиданности она вдавила спусковой крючок. Пуля ударила незнакомца в плечо, он покачнулся, поднял руку и вдруг вонзил указательный палец себе в глаз. Катя, вскрикнув, отпрянула, хохолок выругался, ойкнул Нешек. Человек погрузил палец до среднего сустава и вытащил глаз из глазницы. За ним из дыры в черепе потянулся красно-розовый жгутик. — Твою мать! — выдохнул Нешек пятясь. Человек рванул, поднял руку, а кровавленное яблоко лежало на ладони и шагнул вперед. Болотник, стоявший позади мирового, быстро переместился в сторону, достал из-под плаща Маузер и выстрелил ему в голову. Незнакомец упал навзничь, взмахнув руками, глаз полетел в воздух и шмякнулся в траву. Катя сглотнула. Болотник, спрятав Маузер в кобуру, оглянулся. — Оно близко. Надо уходить. — Окна того здания в крови, — объявил вдруг Анчар, показывая в сторону бревенчатого дома на сваях, самого большого здания в лагере. — Вымазаны изнутри. — Кирилл Нешек проверить, — тут же приказал мировой. Наемники побежали туда, а командир поднял голову к синхронам. — Спускайтесь, уходим. Нешек с Кириллом одновременно заглянули в окна, и Катя услышала сдавленный всхлип молодого наемника. Кирилл сделал несколько шагов в сторону, припал плечом к стене и уронил голову на грудь. Нешек отшатнулся, прыгнул за угол и там упал на колени. Его стошнило. — Что? — спросила Катя. Кирилл отвалился от стены. — Они вроде сами себя разорвали, — невнятно ответил он. — Или друг друга. — Идемте отсюда, — слабым голосом произнес Нешек, на заплетающихся ногах следуя за Кириллом. Молодой наемник был смертельно бледен. Быстрее, и купол этот близко уже башку крутит. Да еще из магазина донеслись тяжелые мерные шаги. В проем упала тень, и наружу вышел человек в экзоскелете с пулеметом в руках. — Суслов! — крикнул Нешек. Увидев людей снаружи, человек закричал от ужаса и начал стрелять. Катя разглядела его глаза. Они были, как у того, под стеной в церкви. Не глаза, дыры, полные жути. Экзоскелет искрил. При каждом шаге бы изгали струйки масла. Какая-то старая модель. Скорее всего, сталкеры нашли мертвого военного в экзоскелете, притащили устройство в лагерь и попытались отремонтировать агрегат. Это им удалось лишь частично. И теперь Суслов качался, припадая на левую ногу. Из шаров суставов, к которым крепились титановые трубки, сыпались искры. Скрипела ребристая защитная оболочка на шлангах. Грудь, живот и пах сталкера прикрывали гнутые броневые пластины. Колени, бедра и плечи тоже были защищены. Анчар с мировым упали за колоду, откуда торчал топорик. Нешек сиганул в колодец. Синхроны на крыше растянулись сплошмя, выставив стволы НК. Болотник мгновенно куда-то исчез. Катя с хохолком отпрыгнули за угол приземистого дощатого сарая. Она осторожно выглянула. Синхроны открыли огонь, но стрелками они были не слишком умелыми. Аслан вообще промахнулся, а Карим попал в грудь, защищенную броней. Размеренно хромая дальше, Суслов поднял пулемет. Это был корт, 25-килограммовая дура на легком двуногом станке с ящиком для лент, притороченном к боковой стойке рамы экзоскелета. Из такого можно стрелять только если он стоит на земле, но экзоскелет даже устаревшей конструкции делает человека в два-три раза сильнее. Пули взломали крышу. С грохотом верхняя половина дома обрушилась, стены дрогнули, поднялось облако пыли. Суслов шел дальше. Из колодца вылетела граната, пронеслась, кувыркаясь по крутой дуге, упала ему под ноги и взорвалась. Сталкер упал, очередь смолкла. Из-за колоды выглянул, подняв М4-й мировой, но выстрелить не успел. Суслов рывком сел, вдавил спусковой крючок. Пули выбили щепки из колоды, мировой убрался обратно. Суслов встал. В клубах пыли и дыма двинулся дальше. Теперь он давал короткие и частые очереди, постоянно поворачивая ствол из стороны в сторону. Когда пули врезались в сарай, Катя отпрянула. Грохот стал громче, сталкер приближался. — Рыжая, держи! Получив тычок в плечо, она оглянулась. Хохолок скинул с себя ремень пулемета и сунул ей ружье. — Ты чего? — крикнула Катя. — Держи, ёп! Она схватила печенек, а наемник выдернул из патронташа оба шприца, найденные нешиком, сорвал колпачки и вонзил себе в шею. Очередь смолкла. Застучала штурмовая винтовка мирового. К ней присоединился Н.К. Анчара. И тут же вновь загрохотал корт. Суслов приближался к сараю. Пули пробивали дощатые стены на вылет. Хохолок зарычал. Он отступил на шаг, потом еще на один. Глаза налились кровью, будто в них разом лопнули все сосуды. На лбу выступил пот. Очередь смолкла, ударила опять. Суслов шел где-то рядом, за торцевой стеной сарая. Хохолок отошел еще дальше, взревел и бросился вперед. Он врезался в постройку, пробив доски, влетел внутрь. Там что-то упало с оглушительным протяжным лязгом. Хрустнула другая стена. Сарай обвалился. Катя успела заметить, как строение кренится, и отпрянула. Перекатилась, как когда-то учила по нас, вскочила на одно колено. Приклад Марка больно ударил по ребрам, она вскинула оружие. Увидела краем глаза мирового санчарам, которые поднялись над колодой, выставив стволы. Между ними и Катей стояли хохолок с Сусловом. Одну руку здоровяк положил на ствол пулемета, наклонил его к земле, вторую пытался просунуть над краем выпуклой овальной пластины, защищавшей грудь сталкера. Тот все еще стрелял. Пули взрывали землю у их ног, человеческие силуэты наполовину скрыл бьющий вверх фонтан с земли. Катя целилась. Перевела ствол немного левее, потом правее. Не попасть зацепит наемника. Пулемет грохотал, черные комья летели во все стороны. Из металлического ящичка на боковой штанге экзоскелета выстрелили искры. Сквозь грохот донесся вой сервомоторов-усилителей, ствол пулемета начал подниматься. Хохолок изогнулся, словно борец-тяжеловес, лицо его налилось кровью. Суслов медленно поднимал оружие. Наемник переступил с ноги на ногу, отодвинувшись немного в бок, убрал руку с пулемета и навалился на плечо сталкера. Ствол пулемета взлетел, пули ударили в стену магазина. И тут другой рукой Хохолок ухватил Суслова за шею, рванул и раздавил сталкеру горло. Пулемет смолк. Суслов завалился на спину. Хохолок, хрипло рыча, выдрал корт из его рук. Сталкер упал навзничь, руки его дергались, сервомоторы гудели. После грохота звук казался еле слышным. Наемник поднял пулемет выше и обрушил приклад на голову Суслова. Череп лопнул, как упавшее на асфальт яйцо. Хохолок глядел дело рук своих, осклабившись, повернулся. Анчары мировой выпрямились позади колодки. Из колодца по цепи выбрал синешек и угрюмый сел на краю, свесив ноги. С него текла вода. Хохолок посмотрел на пулемет, отбросил и зашагал назад к Кате. — Где он? — спросил здоровяк, проходя мимо. — Где? — А-а-а! Он схватил с земли брошенной девушкой печенек. Груда бревен и досок, в которую превратился дом на сваях, зашевелилась. Оттуда высунулась голова Аслана. В ней скатилось бревнышко, синхрон выпрямился во весь рост, следом выбрался Карим. Братья полезли вниз, а из-за магазина показался болотник с маузером в руке. Глаз Анчара зажужжал, в нем покрутилось серебристое кольцо. Катя, так и стоящая на одном колене, уперлась руками в другое и с натугой выпрямилась. Адреналин растворялся в крови, сердце колотилось уже не так часто, хотя руки еще дрожали. Горячка боя отступала, но вместо нее наваливалось что-то другое. Катя зажмурилась, пытаясь справиться с тяжестью. Ей казалось, что небо зоны опустилось к самой земле и навалилось на нее, вдавливая в землю. Пошатнувшись, командор привалился к колоде. — Что это? — хрипло спросил он. Анчар казался Кате человеком-кремним, но сейчас в его голосе прорезалась слабость, а еще испуг, и это казалось невероятным. Лицо командоры мучительно сморчилось. Он с трудом выпрямился, потрогал глаз, осторожно провел ногтем по линзе. — Как? — пробормотал он. — Почему? — Что с вами? — спросил мировой, шагнув к нему. Наемник попытался придержать Анчара за плечо, но тот с неожиданной злостью оттолкнул его руку и чуть не отпрыгнул в сторону. На лице мелькнула злоба. Командор обвел отряд взглядом, слегка пригнувшись, будто попал в окружение стаи псевдопсов. Потом он выпрямился, лицо разгладилось. Анчар показал за спину Кате. Она обернулась. Купол Марьева висел над сталкерским лагерем. Непонятное явление приближалось. — Уходим, — сказал Анчар. — Быстрее уходим отсюда! Глава четвертая. Лиманск. Срочное сообщение от Нестор. Группа 3. Что у вас со связью? Есть кто-то в сетке? Ответьте хоть через нее. Срочное сообщение от Нестор. Группа 3. Группа 3. Ответьте немедленно, любым доступным способом. Сообщение от Кирза. — Я извиняюсь, это обратно Кирза. Не ответит ваша группа. Помните, вы недавно про наемников спрашивали, которые от детяток шли? Они с вашей группой 3 столкнулись. Это же разведотряд у вас так называется. Напоролись они друг на друга. Я просто в том же направлении иду. Меня Сидорович тут отрядил. Со стороны наблюдал. Наемники эти покрошили ваших. Сообщение от Нестор. — Кирза, это точно? Сообщение от Кирза. — Чтоб меня контролер трахнул, если вру. Сообщение от Нестор. — Благодарю. Ваша информация передана генералу Воронину. Сообщение от Кирза. — Ух ты, самому! Вот так я и в историю попаду. Сообщение от Пушкарь. — Есть кто? Сообщение от Тура. — Я тут, а? Сообщение от Кирза. — И я. Час ночи, а не спится. Мы тут у кустерка. Все дрыхнут, а я вот водочкой балуюсь. Да по сетке шарюсь. — Хлопцы, что это за вспышки на северо-западе? Сообщение от Пушкарь. — Короче, я только что видел, блин, там такое. Это возле армейских складов. Ну, блин! Сообщение от Кирза. — Спокойно, Пушкарь. И запятые ставь, а то запутаешься, что ты там пишешь. — Так чего у вас? Рассказывай. Сообщение от Пушкарь. — Не умею я с запятых. Ну, короче, помните, сколько-то дней назад тут следящий долго запросы писал? Про группу каких-то вояк, которые от детяток шли. Ты их еще заложил, Кирза? Ты их еще заложил, Кирза? Сообщение от Тура. Было дело. Сообщение от Кирза. — Я не заложил, а поделился инфой с союзниками. Понимать надо. Сообщение от Пушкарь. — Да вы слушайте, короче, вечером мы с Шалом и Микросхемой идем, вдруг впереди этот отряд. Я сразу догадался, потому что Нешика узнал. Мы с ним одноклассники, вообще. И вдруг на них долговцы из кустов из засады как насядут. Что началось? Йо! Сообщение от Тура. — Пушкарь, куда делся? Дальше рассказывай. Сообщение от Пушкарь. — Извиняюсь, попить захотел, но ладонник чуть в колодец не упустил. Так что я? А! Там такое началось не описать. У тех гранатометы, у этих. Потом там вдруг баба рыжая из двух стволов давай палить. И здоровяк такой с пулеметом ручным. А те залегли и в обход. А в плаще такой маленький на дерево полез. И с него из маузера давай гасить. Ну или из нагана, я не разбираюсь, и далеко было. Короче, раздолбали они их. Я до сих пор отойти не могу. А шалово трясет всего. Нас же самих чуть не положили. Чуть не попали под перекрестный огонь. Микросхема раненый очень. Страдает. Сообщение от Тура. — Ох, рассказчик, умереть можно. Сообщение от Кирза. — Пушкарь, не чести. Кто кого раздолбал? — Сообщение от Пушкарь. — Так наемники долговцев. А микросхема, когда убегал, головой в дерево ударился. И теперь раненый страдает. Сообщение от Кирза. — Серьезно? Долговцев положили? — Это долговцы, значит, посчитаться с ними решили. Устроили наемникам засаду. А те их... — Нифига себе! Как бы эти наемники не решили меня отомстить за то, что я с Нестером инфой поделился. Куда они потом пошли? Сообщение от Пушкарь. — Так это, вглубь? Сообщение от Кирза. — В какую глубь? Зелень образованная. Сообщение от Пушкарь. — Ну, на север. Запрос от Нестер. Всем крайне важно. В районе Нии Агропром появилось неисследованное явление, уничтожающее живые организмы в округе. По нашим сведениям, именно это явление привело к многочисленным смертям на болотах, про которые все слышали. Кто обладает хоть какой-то информацией? Сообщение от Крылатой. — Чую на вас? Якище неисследованное явление. То, мабуть, контроллер якись шарится. Сообщение от Тура. — Там серьезное что-то очень. Мы с Шустрым только что оттуда. Два лагеря сталкерских разбиты, и позади этого явления, или как его назвать, вроде зона непроходимости образуется. Сообщение от Карпатой. — Як ця розбыти? — Ця шо значить? Сообщение от Тура. — Значит, все убиты. Сообщение от Нестер. — Тура, есть еще какие-то сведения, раз уж ты в этом районе? Сообщение от Тура. — Подождите до вечера, попадаюсь собрать инфу. Запрос от Нестер. — Тура на связи? Сообщение от Карлатой. — Я ты ж чекаю. Сообщение от Пушкарь. — И я тут, короче. Сообщение от Ладонин. — И я. Сообщение от Кирза. — О, Ладони, ты тут? Когда долг отдашь? Сообщение от Ладонин. — Подходи к Курильщику через три дня, сможешь? Сообщение от Тура. — Так, все заткнулись, короче, вот что. Эта штука превращает сталкеров в зомби или с ума сводит. Они себе глаза выцарапывают, режут себя. Верите, много повидал? А два раза рвало, когда в лагерь попал, по которому оно прошло. Желудок до сих пор крутит. Дальше. Когда оно идет, перед ним аномалии гаснут. Вроде прижимает оно их, но позади они с новой силой вспыхивают. Потому за ним идти не получится. Там, вправду, зона непроходимости. И вообще близко к нему не подойти. Ну, чтобы расстрелять в упор. На мозги давит жутко. С ума вроде как сходишь. Видишь только туман вдалеке над лесом. Вроде пузырь такой ползет. И все. Вот так, братья-бродяги. Сообщение от Карпатой. — Вот это шо ты зараз за фигню нам рассказал? — Сообщение от Кирза. — Ни хрена себе. — Сообщение от Пушкарь. — Правда, что ли? Сообщение от Нестор. — Тура. Генерал Воронин предлагает встретиться лично, чтобы ты сообщил все, что запомнил. Твою безопасность он гарантирует. И награду. Где тебя искать? Мы пришлем квад. Сообщение от Тура. — Нестор, передам координаты. Но тут еще такое дело. Помните тот отряд наемников? Ну, которую две ваши группы положили. Так вот, явление это вроде как преследует их. Не знаю, что это значит, но оно за ними идет. Точно. На месте негромко сказал Мировой. И все остановились. Лишь идущий сзади Хохолок сделал по инерции еще пару шагов. Катя с Анчаром находились в центре группы. Мировой и Кирилл шли слева, Нешек — по правую руку. Трое наемников одновременно присеяли, направив М4 туда, куда смотрел командир. Стоящие в авангарде синхронный болотник замерли. Было раннее утро. Солнце скрыто облаками, холодно, тускло. Центральная улица Лиманска состояла в основном из двух- и трехэтажных домов, облицованных потрескавшейся плиткой. Пока что они не встретили ни одного человека. Катя надеялась, что так и будет до тех пор, пока отряд не покинет город с северной стороны. — Ну так чего там? — проворчал Хохолок сзади. Мировой повернул голову к болотнику, и тот едва заметно пожал плечами, показывая, что не ощущает впереди опасности. Аслан с Каримом замерли по бокам от следопыта. Каждый раз, замечая краем глаза их гибкие фигуры, Катя не могла отделаться от мысли, что это не люди, а кошки. Большие, сильные лесные кошки. Штурмовые винтовки висели у них под мышками, стволы обращены к земле, на плече у каждого остро заточенные крюки. Как болотник, они предпочитали не пользоваться огнестрельным оружием без крайней нужды. Сейчас это было только на руку. Патронов после стычек с бойцами долга и схватки с псевдогигантом возле рыжего леса осталось совсем мало. Стоящий рядом с девушкой Анчар был бледен и едва заметно дрожал. Катя не понимала, что с ним происходит, и никто не понимал. Казалось, то странное явление, которое они уже успели окрестить мглой и которое медленно, но упорно преследовало их от самых болот, действует на командора особым образом. Все в отряде ощущали ментальную тяжесть, когда мгла подходила близко. В душу заползал страх. Хотелось сбежать, сломя голову, нестись со всех ног, не оглядываясь, от того огромного, могучего, древнего, что находилось за спиной. Но Анчара к тому же трясло. Голова дергалась, левый глаз вылезал из орбиты, а другой начинал непрерывно жужжать, меняя фокусировку. Что-то в нем двигалось и потрескивало. Пару раз Кате показалось даже, что она видит свет, пробивающийся из-под линзы. В такие моменты близко Кончаро лучше было не подходить, даже не обращаться к нему. Он становился агрессивен. Передвинув Марк за спину, командор повернулся, осмотрел улицу. Механический глаз едва слышно прожужжал, меняя фокусировку. Катя кинула взгляд через плечо. Хохолок топтался на месте, покачивая печенегом, крутил головой. Без здоровяка пришлось бы туго. В конечном счете, это именно он завалил псевдогиганта. Но из-за него и началась конфронтация с долгом. — А, вижу! — сказал Хохолок. — Ну так чего встали? Там же мертвяки! — Надо проверить, — сказал мировой. — Карим, Аслан! Пригибаясь, они перебежали к растущему на газоне тополю, миновали ржавый грузовик. Остальные стояли неподвижно, не спуская глаз с углового дома. На втором этаже был балкон. Там лежали два тела. Повернув за угол, синхронно вошли в заднюю дверь. Наступила тишина. Лишь Хохолок запел. Казалось, весь Лиманск пуст. Здесь нет ни людей, ни мутантов, вообще ни одной живой души. Через минуту из дверей балкона высунулся ствол. Потом возникла голова Аслана. Он шагнул вперед. За ним показался Карим. Встав возле ограды, синхрон поглядел на остальных. Кирилл, шагнув к мировому, что-то негромко сказал ему. Тот кивнул и сделал жест, будто перезаряжает оружие. Карим в ответ коротко кивнул, повернулся. Аслан уже присел над телами. Вскоре они вернулись тремя магазинами и парой ручных гранат. Отдав магазины мировому, Аслан заговорил тихим голосом, пришептывая. Двое монолитовцы застрелены. Давно разлагаться начали. У одного пуля в глазу, у другого на голове каска. В ней тоже дырка. Катя уже давно заметила, что разговаривает почти всегда Аслан. И он при этом может стоять совершенно неподвижно, а Карим сделать несколько коротких жестов, подчеркивающих слова брата. Речевой центр у человека находится в левом полушарии. Выходит, Аслан в паре синхронов выполнял его роль? — Наверное, стреляли из снайперского ружья спецпулями, — заключил он. — Так это наблюдательный пост там был? — спросил Мешек. Карим кивнул. Аслан сказал. В доме никого. — Монолитовцы! — Мировой повернулся к Анчару. — Если мертвяков с балкона не убрали, значит, группировки давно нет в городе, — сказал тот. Катя поторопила их. — Нам надо идти. Злая дрожь, желание действовать, двигаться дальше, вглубь зоны, загрязевая озеро через северный могильник, как можно быстрее достигнуть далекой цели и сделать то, что она собиралась сделать, — это острое навязчивое желание за последние дни превратилось в ее второе «я». Они обошли агропром и янтарь, мимо рыжего леса, уничтожив два отряда долга. И все это время она подгоняла наемников, заставляла спешить дальше, почти без остановок. Катя понимала, что становится одержимой, вернее уже стала, но ничего не могла с этим поделать. Не могла и не хотела. Она позволила жажде мести полностью овладеть собой, возвела месть на пьедестал и молилась ей, как кровожадному языческому богу. Каждая минута промедления была для нее мучительна, поэтому она и злилась на хохолка, ведь это он тогда сцепился с долговцами, из-за чего отряд потерял много времени. — Идем, — повторила Катя. Анчар кивнул Мировому, тот скомандовал. — Вперед, тем же порядком! Когда они прошли следующий квартал, слева между домами потянулся бетонный канал со сломанным мостом. Из грязной коричнево-зеленой воды торчала кабина грузовика. Болотник остановился, и тут же, оглянувшись на него, встали синхроны. Узкие смуглые лица их были невозмутимы. Мировой бросил настороженно. — Что? Болотник поднял руку, показывая, чтобы все молчали. Катя не видела ничего опасного, да и никто не видел, но они уже привыкли доверять чутью следопыта, который умел ощущать опасность задолго до того, как остальные хоть что-нибудь заподозрят. На всякий случай она оглянулась, хотя и знала, что во время марш-броска к Лиманску отряд существенно опередил мглу, которая никогда не двигалась особо быстро. Нет, мглистой полусферы не было видно сзади над крышами домов. Впереди, поперек улицы, лежал старый уазик со спущенными шинами. Над ним торчала крыша уличного киоска. Сбоку разбитая витрина продуктового магазина. — Площадь там, — сказал Нешек неуверенно, — а? Светлее вроде, домов меньше. — Ну да, улица на площадь выходит. Никто не ответил, и он замолчал. Болотник медленно пошел дальше, но тут же вновь остановился. Катя приподнялась на цыпочках, пытаясь поверх уазика разглядеть, что насторожило следопыта. Увидела что-то непонятное, какие-то темные изогнутые штуки. — Ну, ёё! — недовольно пробосил холодок и выдвинулся в авангард с печенегом наперевес. — Жрать пора! Сзади хрень ползет, а вы топчетесь! — Хохолок, стой! — приказал мировой, но здоровяк уже обходил машину со стороны капота. Катя покосилась на командира. Мировой стоял неподвижно, скривив рот, направив ствол М4 в спину хохолка. Обычно спокойный наёмник еле сдерживался, он не привык, чтобы его приказам не подчинялись. Казалось, ещё немного, и мировой выстрелит над головой здоровяка. Девушка понятия не имела, как тот на это отреагирует, но вполне допускала, что он может в ответ полоснуть с разворота очередью из печенега. — Проверим на нём, что там, — сказала Катя негромко. — Пусть лучше этот дуб в аномалии погибнет, чем все мы. Её услышали все, кроме дуба, который как раз шагнул за машину. — Во-во, — пробормотал Мешек, а Кирилл кивнул. Мировой переступил с ноги на ногу. Катя повернулась к болотнику. — Так почему встали? — спросила она. Следопыт ответил, не оборачиваясь. — Странное впереди. — Живое, но не живое. — Что это значит? — спросила Катя. — Ещё одна мгла, что ли? — Нет, другое. — Э, — донеслось спереди. — Гляньте, чё это тут? Вперёд осторожно приказал Мировой. Выглянув из-за машины, Катя увидела, что рядом с газетным киоском асфальт разворочен, вскрыт, как консервная банка. Из-под него торчали крючья чёрно-бурого и жёлтого цвета. Это напоминало пасть гигантского песчаного червя, которого девушка видела в каком-то фантастическом фильме. Все остановились. Хохолок, сделав пару шагов к киоску, тоже встал. — Это же симбионт, — сказал Мешек. В середине между крючьями воздух дрожал и будто пенился под напором аномальной энергии. Только теперь Катя да и все остальные ощутили то, что раньше почувствовал болотник — напряжение, идущее от аномалии симбионта. Девушка прижала ладонь ко лбу, поморщилась. Наёмники побледнели. У Нешека и Кирилла на лице выступили капельки пота. — Карим Аслан, проверьте боковую улицу, — сказал Мировой. — Попробуем обойти. — Что такое симбионт? — спросила она. — Там, в середине. Кажется, это жарко. Хохолок развернулся и потопал к ним. — Да, жарко, — ответил Кирилл. Симбионт — это симбиоз жарки, мясорубки и псиполя. Хотя, говорят, есть несколько разновидностей. Аномалии мутируют, как живые организмы. Меняются, сращиваются. У них происходит естественный отбор. Понимаете, Екатерина? Он был единственным в отряде, кто ещё обращался к ней на «вы». — Понимаю, — сказала она. — Излучение от этого симбионта чем-то напоминает то, которое идёт от мглы, когда она подползает ближе. — Хочешь сказать, мгла — здоровый симбионт, — удивился Нешек. — Только он так мутировал, что стал подвижным. — Я ничего не хочу сказать, я только предполагаю. Почему симбионт так выглядит? Хохолок, остановившись перед ними, спросил. — Ну так чё, потопали? Не обращая на него внимания, Кирилл продолжал. В этом месте многократно усиливается естественное планетарное гравитационное поле. Возникает так называемый «гравитационный узел». Некоторые элементы — силикаты и другие из почвы, асфальта или где там возникает симбиоз — сплавляются как в зыбе, образуя вещество с новой атомной структурой и вытягиваются вдоль векторов гравитационного узла. — Идём! — повторил Хохолок нетерпеливо. — Он явно не понимал, почему остальные стоят. Кирилл, повернувшись к Анчару, сказал. — Симбионт — источник псиполя. Если долго находиться рядом, могут возникнуть необратимые изменения нервной системы. Лучше тут не задерживаться. — А ты ничего не чувствуешь? — обратился командор к Хохолку. Тот недоуменно глянул на него, пожал плечами. — Чё чувствуешь? Ты о чём? Анчар качнул головой и сказал мировому. — Надо обходить. Только если… Раздались мягкие шаги, и с боковой улицы вынурнули синхроны. Карим молча присел на корточки, Аслан заговорил. — Там мины. Растяжки-тросики через улицу. Снорки взорванные. — Снорки взорвались на минах? — переспросил командир. — Да, но мы и целые мины видели. — Кто-то заминировал город, оставив только центральную улицу, — понял мировой. — А на подходе к городу, если помните, валялось несколько тел, — добавил Анчар. — Не монолитовцев. Другие комбинезоны. — Ага. На парней издолго похожи, — вставил Мешек. Возможно, две группировки боролись за контроль над городом, и ключевым пунктом для них была площадь впереди. Вот почему улицы по сторонам заминированы, чтобы помешать противнику ночью совершить оборудование. Мировой кивнул. — Значит, что-то произошло. И обе стороны покинули Лиманск. А иначе нас бы уже обстреляли. — Хорошо. Пройдем по другому краю улицы. Карим Аслан, разведайте. Аслан выпрямился. Не обменявшись ни словом, братья пересекли проезжую часть, двигаясь совершенно одинаково, придерживая локтями оружие на боку. Симбионт находился ближе к одному краю улицы. Синхроны достигли другого края и пошли вдоль стены. Остановились. Отошли немного назад. Наемники и Катя молча наблюдали за ними. Братья сорвались с места, помчались вдоль стены, почти вплотную к ней, чтобы двигаться как можно дальше от симбионта. Аномалия ощутила людей. В центре между крючьями выстрелил прозрачный гейзер. Болотник вскинул руку, будто прикрываясь от яркого света. Синхроны бежали. Они были уже прямо напротив симбионта. Аслан вспрыгнул на подоконник широкого окна на первом этаже, будто обезьяна на ветку, на четвереньках проскакал по нему, оттолкнулся и сделал длинный прыжок вдоль стены. Еще секунда, и братья миновали аномалию. Гейзер в ее центре потух. Крючья вяло шевельнулись, хотя Катя решила, что это всего лишь искажение из-за нагревшегося воздуха. Синхроны остановились на другой стороне улицы, повернулись к остальным. За спинами братьев между домами был широкий просвет. Дальше — площадь. — Хорошо, — сказал Анчар. — Старайтесь идти вплотную к дому. — Хохол первый. — Как опасность, так я первым сразу! — пробурчал тот, впрочем, довольным тоном. Катя уже давно уяснила. Здоровяк любит опасность. Без этого ему скучно живется. Они пересекли проезжую часть и двинулись гуськом — Хохолок, Болотник, Нешек, Катя, Анчар, Мировой, Кирилл. От аномалии вновь плеснулась незримая рябь, задрожала над растрескавшимся асфальтом, искажая очертания домов и деревьев. — Во как плещет! — пробормотал Нешек, касаясь ладонью лба. — Аж вроде стучится в мозг. — Хотя та штука, что за нами, он махнул рукой и чуть не стукнул Катю по голове. Сильнее будет! — Ровно шагай! — шикнула она, помимо воли оглядываясь. Чем бы она ни была, мгла преследовала их не слишком быстро, к тому же не по прямой, а зигзагами. Болотник недавно сказал, что мгла, похоже, идет по полям аномалий, то есть по тем районам, где их больше. Словно она питается аномальной энергией. Может такое быть? Что, если это таки подвижная аномалия, пожирающая другие — жаркие электротрамплины, свечи и холодцы? Неясным оставалось другое, почему она преследует отряд. Ведь это была именно погоня, мгла неотступно следовала за ними. Если бы дело происходило где-то в другом месте, уйти от него было бы легко, но в зоне быстро двигаться невозможно, к тому же у отряда была определенная цель — грязевое озеро, северный могильник. Они не могли свернуть, допустим, к темной долине, пытаясь уйти от преследования. Спереди призывно зашипел аслан, и Катя отвлеклась от размышлений. На фоне светлого проема между домами, где улица выходила на площадь, мелькнул силуэт. Исчез, существо упало, появился вновь. «О, снорк!» — воскликнул хохолок обрадованно, поднимая пулемет. «Не стрелять!» — гаркнул мировой. Катя ощутила, как от звука его голоса незримый гейзер энергии выстрелил из центра аномалии симбионта. «Какой-то он необычный», — сказал Нижек. «Пятнистый, что ли?» «А это там что?» С площади появился тушкан, и синхронно повернулись к нему с поднятыми автоматами. Напоминал мутант маленького тираннозавра. Передвигался прыжками на задних лапах, передние же тонкие и с длинными пальцами прижимал к груди. Кольчатый хвост, похожий на червя, упруго раскачивался над асфальтом. Тушкан преследовал снорка, который был раз в два крупнее его. Почти голый, лишь с какой-то рванины, обматывающей бедра. Кожу его покрывали зеленые пятна, похожие на лишай. «Быстрее!» — поторопил мировой. Они пошли вдоль стены. Сквозь окна Катя видела комнаты и кухни, сломанную мебель, осыпавшуюся штукатурку. Незримый гейзер бил из симбионта, а сзади раздавались частые щелчки. Судя по всему, Нанчара накатил один из его приступов, и механический глаз сам собой менял фокусировку. Снорк оглянулся, почти припав брюхом к земле, на четвереньках засеменил прочь. Его шатало. На асфальте сзади оставались пятна крови. Тушкан бежал, щелкая длинными пальцами, как клешнями. Синхроны стояли неподвижно, подняв оружие. Тушкан повернул башку, разинул пасть, и Катя увидела, что у него нет глаз. «Слепой!» — ахнул Нешек. «Тушкан телепат, как слепая собака!» Мутант приостановился, отвлекшись на братьев, потом голова дернулась в сторону снорка. А тот, собрав остаток сил, запрыгнул на киоск. На асфальте осталось темное пятно — кровь. Тушкан присел, подогнув костлявые лапы, оттолкнулся и тоже прыгнул. Растянувшийся на крыше снорк заверещал, перекатился на спину, попытался легнуть преследователя. Тушкан упал ему на грудь. Из пасти выстрелил длинный язык, и тут крыша под ними провалилась. Киоск был совсем старый, рассохшийся. Пару секунд из него доносились виск и звуки ударов, потом он рассыпался, распался, как карточный домик. Два тела выкатились из обломков. Катя еще успела разглядеть, что снорк сумел взобраться на тушкана, обхватив его руками и ногами, а тот вновь выстрелил языком в грудь противника. И потом мутанты ударились о крючья аномалии. — Бегом! — крикнул мировой. Однако впереди шел хохолок, которому не очень-то хотелось бежать. Он с детским любопытством наблюдал за дракой мутантов, а когда они свалились в киоск, и вовсе остановился. — Хохолок, беги! — крикнула Катя. Она отскочила от стены и бросилась вперед мимо остальных, на ходу ударила здоровяка прикладом в бок. Наемники побежали за ней, и в это мгновение аномалия ощутила их. От симбионта покатилась дрожь, внутри него что-то вспыхнуло. Ключья дрогнули и стали расходиться, а потом аномалия выстрелила, словно гранатомет. Только вместо гранаты из нее вылетела трещина. На ходу расширяясь, она проломила асфальт и длинными зигзагами рванулась к людям. По трещине потекло что-то невидимое, но очень горячее, будто прозрачная лава. — Это разлом! Быстро отсюда! Вперед! — Кирилл, Нешик и Мировой закричали одновременно. Катя бежала, чтобы было сил, сзади громко стучали подошвы. Синхроны были совсем близко, они пятились, наблюдая за происходящим с одинаково равнодушным выражением на лицах. Сапоги хохолка тяжко бухали в асфальт прямо позади Кати. На мгновение у нее мелькнула мысль, если сейчас она споткнется и упадет, набравший ход здоровяк просто раздавит ее. Жар ударил сбоку. Аномалия под названием разлом почти достигла стены. Синхроны разом повернулись и побежали, когда Катя оказалась между ними. Гигантским прыжком хохолок нагнал ее, понесся рядом. Стало светлее, они почти добрались до площади. Заметив сбоку за домом детскую площадку, Катя прыгнула туда, перемахнула через деревянный бордюр песочницы, упала в кучу грязного песка, развернулась и выглянула. Все остальные, кроме синхронов, повернули за ней. Вокруг стояли обычные для таких мест сооружения – железный жираф-горка, горка в виде ракеты, петух из сваренных металлических колец. А посередине площадки – черная воронка от взрыва. Над ней ее – труп. Там же валялся АКМ с треснувшим прикладом. Наемники бросились в разные стороны. Нешек спрятался с жирафом, Кирилл с разгону влетел на вершину ракеты, анчар и мировой повалились на песок рядом с Катей. А болотник, отбежав на другой конец площадки, остановился возле воронки. И в ту же секунду разлом достиг стены дома. Трещина копьем вломилась в нее, плеснулся жар, ударил фонтан огня. Мик, и трещина побежала вверх по стене, проламывая панели. Задребезжал и отвалился жестяной карниз, лопнуло еще целое стекло в окне третьего этажа. Катя и наемники лежали неподвижно, следя за ней взглядом. Трещина, двигаясь все медленнее, поднялась до крыши и остановилась. С сухим шелестом просыпалась струйка цементной пыли. В одной из комнат что-то с глухим стуком упало на пол. — Ну вот, — начал Нешек, приподнимаясь. — И тут дом рухнул. Казалось, это сцена из дорогого блокбастера, показанная в замедленной съемке, сделанная не при помощи компьютерной графики, но снятая вживую. Расколотый пополам фасад начал медленно обваливаться. Первая упала та половина, что находилась ближе к детской площадке, и превратилась в груду обломков. Вторая, пластом отделившись от здания, опрокинулась на асфальт. Вся улица содрогнулась, скрипнул жираф, Нешек крякнул. Огромный блин из бетонных панелей лопнул, разлетелся тысячами крупных и мелких обломков. Взлетел бешено вращаясь кусок арматуры, поднялась серая пыль. Взгляду открылись коридоры, комнаты, кухни. Катя как будто смотрела на улей, давно брошенные пчелами. Грохот стих, пыль осела, все смолкло. Привстав, она огляделась. Отсюда была видна часть площади, лежащий на боку автобус и деревья. Анчар, что-то глухо пробормотав, повернулся и сел на вершине кучи песка. Мировой выпрямился. Из-за жирафа показался Нешек, рядом на земле по-турецки сидел Хохолок. Обойдя воронку с трупом на дне, к ним приблизился болотник. — Знатно оно осыпалось, — сказал Нешек, мелкими шажками отходя от жирафа. Аж земля задрожала. Раньше он сказал бы это задорно, может, даже с восхищением, и глаза бы его светились радостью, а теперь они были совсем унылыми. После смерти Брюквы молодой наемник утратил часть своей говорливости и погрустнел. Катя понимала, что виновата она, нанявшая этих людей и ведущая их на смерть. Она была уверена, что погибнут все. Несмотря на все старания, девушка не могла думать о членах своего отряда, как о тварях в человеческом обличье. Нет, они были людьми, каждый со своим нравом, привычками, манерой жестикулировать и говорить. Катя скинула рюкзак, положила его на землю и присела на корточки, машинально поглаживая бок запакованного в целлофан контейнера. Она сознательно заставляла себя думать о наемниках, как о безликих манекенах, роботах, не испытывающих боли, ни физической, ни душевной, лишь имитирующей ее, как велят им врожденные программы. Робот модификации брюква окончательно вышел из строя и ржавеет сейчас где-то позади, закопанный в землю. В роботе с операционной системой под названием Анчар что-то постепенно выходит из строя. Вон, как он держится за глаз, скоро совсем разладится. А с остальными пока все в порядке, хотя модификация хохолок с трудом совместима с другими роботами, у нее сбит блок выполнения команд, но зато мощность большая. Катя встала, кивнув самой себе, да, вот так, это не твари, но и не люди, роботы, которые должны помочь ей дойти до конца пути, просто механизмы, машины-охранники. В дороге они будут разрушены, и черт с ними, не жалко, зачем жалеть машины? Конечно, это дорогие роботы, но на деньги ей наплевать. — Нешик, Кирилл, идите к синхронам, — сказал мировой. — Посмотрите, что на площади, отсигналите. Двое наемников направились в сторону братьев, отошедших на другой конец площадки. А Кате захотелось раскрыть контейнер и посмотреть на клубень. Захотелось мучительно, у нее даже руки задрожали. Девушка потянулась к рюкзаку. — Нет, нельзя, он увидит ее, поймет, где находится отряд. — Но я просто взгляну, и все. — Нет, опасно. — Да ладно, ничего опасного. Она взялась за край целофана и застыла. Сгорбившийся на вершине песчаной кучи анчар наблюдал за ней. Он мелко дрожал, линза правого глаза поблескивала, будто большое круглое око, левый был прищурен. Командор глядел внимательно, недобро, и вид у него был слегка безумный. Она встала, так и не открыв контейнер, подхватила рюкзак. Спросила у мирового. — Ну что, мгла скоро будет здесь? Командир поднял руку. Катя обернулась в сторону площади. Нешек с Кириллом стояли неподалеку от синхронов. Молодой наемник махнул, и мировой сказал. — Да, идем. — Анчар, ты как? Катя выпрямилась. Командор сидел неподвижно, уставившись в одну точку. Внутри механического глаза что-то едва слышно потрескивало. Медленно-медленно вращалось серебристое кольцо. — Анчар! — повторил мировой. Вздрогнув, тот поднял голову, с усилием, будто она трипуда весила. Левый глаз сверкнул и погас. Анчар встал, покачнулся, быстро провел рукой по лицу, будто снимая паутину. — Да, конечно, идем, — произнес он. Катя отступила от командора, и пока они шли к площади, старалась не поворачиваться к нему спиной. Перед тем, как Анчар выпрямился, в его взгляде мелькнула ненависть, только вот непонятно к кому. Этот робот точно сломался, но у него повреждение не механическое, как у брюквы, а сбой на программном уровне. Пока что проблема проявляется нечасто, но подобные нарушения имеют обыкновение распространяться, как вышедший из строя кластер в Винчестере. Поломка может повлиять и на другие программы поведения, заложенные в роботе-анчаре. Она тряхнула головой, широко шагая вслед за мировым, положила руку на Марк-16. — Просто не надо поворачиваться к Анчару спиной. Вот и все. Хохолок ткнул ее локтем в бок. — Ну, ты как? — спросила, нахмыляясь. — Набегалась, рыжая! — Роботы должны говорить только по делу, никаких личных чувств, никаких привязанностей, никакого сочувствия. Хохолок открыл рот, чтобы еще что-то сказать, но Катя перебила. — Заткнись и делай свое дело. Он смолк. По роже было видно, что здоровяк удивился такой отповеди, и, может, даже обиделся, но ей было не до него. Махнув рукой, Хохолок стал нагонять синхронов, маячивших впереди. Нешек с Кириллом стояли лицом к площади. Катя увидела дома, большой магазин с витринами без стекол, сквер, лежащий на боку автобус. А потом разглядела и силуэты посреди всего этого. — Снорки, — сказал Нешек, — городская порода. Их было много, более мелкие, чем полевые собратья, пугливые, пятнистые, то есть покрытые лишаем. Они сидели на крышах, прыгали по балконам, высовывались из окон. — Здесь был приличный бой, — сказал Кирилл. — Вон там трупы, это долговцы. Слева под подъездом лежит монолитовец. Видны следы взрывов. Балкон сломан. Короче, дрались тут. Снорки большинство трупов потом растащили, сожрали, но что-то еще осталось. Странное дело. На самой площади снорков не было. Мутанты оккупировали дома, но спускаться не спешили. Мировой отдал приказ, и отряд, ощетинившись стволами, пошел вперед. Катя, как обычно, оказалась в середине, рядом с Анчаром, но только теперь ей не нравилось, что тот идет так близко. Еще совсем недавно отставной военный казался чуть ли не самым надежным человеком в зоне, теперь же внушал тревогу. Черт знает, что там в его голове происходит, какие мысли бродят. Нет, он не человек, робот, и мыслей в его голове нет, только программы. Он не чувствует боли, усталости, грусти, он механизм, как и все они. Машины. Их не жалко. Роботы помогут справиться с тварями, а больше ей ничего и не надо от них. — Почему внизу никого нет, — удивленно спросил Нешек. — Вверху вон так и сноют, а тут… Они медленно пересекли площадь, синхронный хохолок впереди, за ним Катя с Анчаром, по сторонам Нешек и Кирилл, сзади — мировой болотник. Каждый контролировал свой сектор обстрела. Снорки при виде людей заволновались, темные силуэты засновали на фоне крыш, в окнах появились головы. Да, здесь явно произошел бой, Катя видела следы от взрывов и пуль повсюду — и на асфальте, и на стенах домов. Отряд достиг растущих в ряд тополей, прошел между ними, и тут впереди раздался приглушенный топот. Мировой скомандовал — на месте! Они остановились, только Хохолок сделал еще пару шагов по инерции. — Вон! — рявкнул он, поднимая печенек. За деревьями находился широкий конический холм, состоящий из земли обломков асфальта, в три человеческих роста, высотой. От холма через площадь бежал Снорк, его длинными прыжками преследовал Тушкан. Кослявые пальцы прижаты к груди, и с пасти то и дело выстреливает язык. Снорк прыгал, припадая к земле, отскакивал, чтобы враг не мог ужалить его. Тушкан нагонял. — Сейчас я их одной очередью, — пробормотал Хохолок кровожадно, ведя следом стволом. — Отставить, — сказал Мировой. Хохолок не обратил на него внимания. Мутанты бежали зигзагами, и он продолжал целиться. — Не стрелять, — повторил командир напряженным голосом. — Можешь спровоцировать. — Да ладно, — перебил Хохолок. Палец на спусковом крючке напрягся, и тогда Катя решила, что программное обеспечение этого робота пора отрегулировать. Она ударила его прикладом по голове. Здоровяк крякнул. Ствол опустился. — Ты что? — рявкнул он. Катя врезала Хохолку кулаком по челюсти, постаравшись попасть костяшками пальцев снизу в мягкое место над горлом. — Тебе что приказали? — процедила она, ткнув ствол Марка ему в брюхо. — Что тебе, командир, приказал, я спрашиваю? Хохолок слегка отступил, сглотнув. — Не стрелять, — сказал он. — Ну так что? — Он кто такой? Чего мне его слу? Он твой командир. А я так, кто тебе деньги платит. Так, все, разворачивайся, назад чеши. — Чего? — удивился здоровяк. — Половину денег ты получил. Через ползоны меня провел. — Ну, не через половину еще, но неважно. Все, ты мне ничего не должен, я тебе. — Сейчас от тебя больше вреда, чем пользы. Пошел назад быстро. — Нет, ты чего, рыжая? — Остальные вперед. Она развернулась и зашагала в обход насыпи. Снорк с тушканом уже скрылись из виду. Остальные, кроме Хохолка, пошли за ней. — Да сзади же ты, блин, мгла, — растерянно пробормотал здоровяк и пошел следом. — Э, рыжая, слышь? — Да ладно, че ты? — Нормально все, я тоже иду. Буду слушаться этого хмыря, не боись. — Осторожней, — закричал Нешек, но Катя уже заметила сама. Конический холм впереди шевельнулся. Это казалось обманом зрения, каким-то ловким фокусом. Еще мгновение она видела то же, что и раньше — куски асфальта и землю, сваленные кучей. А потом реальность колыхнулась, дрогнула, и Катя разглядела нечто совсем иное. Хохолок глухо злобно зарычал, как зверь, окруженный охотниками. Мировой сдавленно выругался, зашипели синхроны. Теперь там был не холм, а конус из хитиновых зубцов, сужающихся к верху. Зубцы медленно расходились, между ними что-то пузырилось, тянулись и лопались клейкие нити, покачивалась мягкая влажная субстанция. Не то кожа, не то слизистая оболочка, не то внутренности этого невероятного существа. Нет, не существа, это была аномалия, аномалия-симбионт, но преображенная, мутировавшая. Она раскрылась. Многометровые хитиновые зубцы застыли вертикально, образовав подобие устремленной в небо широкой трубы. Из нее полезли тушканы. Они повалили толпой, как воины-муравьи, получившие сигнал о том, что их дом собирается атаковать враг. Выскакивая между зубцами, мутанты рвали клейкие нити, прыгали на асфальт, прижав к животам костистые передние лапы, скакали к людям. Нешек открыл огонь. Мировой приказал рассредоточиться и тоже начал стрелять. Они с молодым наемником метнулись влево, к перевернутому автобусу, а Кирилл вправо, к универмагу с разбитыми витринами. Рядом с Катей остались анчары-болотник. Последний доставал Маузер. Хохолок, сделав несколько шагов вперед, опустился на одно колено, чтобы остальные могли стрелять над его головой, и открыл огонь из печенега. Грохот пулемета заглушил выстрелы остального оружия. Широкая спина наемника была напряжена, руки согнуты в локтях, он подался вперед, нагнув голову, медленно поворачивался из стороны в сторону, выпуская пули веером. Тушканы приближались с качками, а шметки слизи летели с них. У монстров не было глаз, лишь темные пятна на месте глазниц, как у слепых собак. Пули сбивали их с ног, вырывая из тел куски плоти, но мутанты вскакивали и бежали дальше. — Бегите! — крикнул анчар. Рядом застучал Маузер. Болотник, пристегнув к нему деревянную кобуру как приклад, переключил оружие на режим автоматической стрельбы. — К автобусу! — гаркнул анчар и толкнул Катю. — Быстро! Патроны в магазине закончились. Катя попятилась, обходя командора, перезарядила оружие, старый магазин сунула в карман и побежала, полуобернувшись, на ходу стреляя. Лежащий на боку автобус был прямо перед ней. Вверху стояли Мировой и Нешик. Их подствольники одновременно плюнули огнем, над головой Кати пролетели гранаты. Она с разбегу подскочила, ухватилась за край покореженного окна кабины, качнулась, подтягиваясь. Нешик подал ей руку, помогая забраться. Оказавшись на автобусе, девушка развернулась, краем глаза увидев в кроне дерева неподалеку силуэты синхронов, и вскинула Марк. Кирилл, спрятавшись за прилавком внутри магазина, вел огонь сквозь разбитую витрину. Тушканов стало меньше, новые почти не выскакивали из аномалии, несущиеся к людям толпа, поредела. Воспользовавшись этим, Анчар приказал болотнику с хохолком отступать к магазину. Они отбежали к мусорным бакам, развернулись и вновь открыли огонь. Тогда за ними последовал Анчар. Мировой выстрелил из гранатомета, взрыв разворотил асфальт в десятки метрах позади командора, убив трех преследующих его тушканов. Анчара, глянувшись на автобус, махнул рукой. — Что он хочет? — крикнул Нешек. Несколько мутантов почти добрались до автобуса, и он тоже выстрелил из-под ствольника. Граната взорвалась между ними, разбросав костлявые туши. — Чтобы мы все в магазине собрались, — пояснила Катя. — Правильно, там задний выход должен быть. Уйдем через него. Когда Анчар и Хохолок с болотником оказались в магазине, новые тушканы уже не выпрыгивали из прорех между зубцами. Короткими очередями Мировой Нешек и Катя добивали тех, что бежали к автобусу. Вскоре с этим было покончено. Площадь усеивали тела. Ни одного живого мутанта не осталось. Катя посмотрела на Мирового, оглянулась на магазин. С крона растущего неподалеку дерева соскочили аслан и Карим, метнулись к нему. Выглянувший из-за длинного прилавка Анчар крикнул. — Командир! Сюда! Прикроем! — Сейчас! — крикнул Мировой в ответ, перезаряжая М4, и повернулся к Нешеку с Катей. Тушканы опять могут появиться. — Бегите первыми, прикрою сверху. Они из магазина. — У мусорных баков стойте! Прикрывайте меня! — Вопросы! — Нет вопросов! — сказал Нешек. Катя соскользнула, встала на край окна, прыгнула. Нешек стал на заду сползать вдоль покатого бока автобуса. Девушка попятилась к магазину, направив оружие в сторону симбионта. Оттуда донеслось приглушенное клокотание и бульканье. — Нешек, быстрее! — позвала Катя! — Да я сейчас, сейчас! Он, наконец, прыгнул. Они побежали, то и дело оглядываясь. Звуки стали громче, зубцы содрогнулись, между ними запузырилась густая красно-розовая субстанция. Катя с Нешеком успели преодолеть примерно треть расстояния до мусорных баков, когда зубцы дрогнули, расходясь шире, и наружу повалили тушканы. Теперь их было гораздо больше, чем в первый раз. Поток мутантов разделился на два неравных рукава. Большой устремился к Нешеку с Катей, другой свернул к автобусу. Из разбитой витрины, своротив остатки покореженной алюминиевой рамы, вывалился хохолок с пулеметом. Бегущие к магазину синхроны остановились, повернувшись, опустились на одно колено по сторонам от него. Они начали стрелять одновременно. Позади над прилавком возникли головы болотника Анчара и Кирилла. Последние двое что-то кричали, но за грохотом выстрелов было не слышно. Катя бежала, что было сил. Рюкзак с контейнером подпрыгивал на спине, рядом топал Нешек. Позади громыхнуло. Взрывная волна ударила в спину, едва не опрокинув. Лишь в последнее мгновение девушка успела выставить ногу, припала на нее. В колени хрустнула. А Нешек не устоял, упал. Катя не собиралась помогать ему. Пусть спасается сам, она бежала дальше. Нет, не бежала. Тело двигалось само собой. Остановилось, схватило наемника за плечо, помогло встать. При этом Катя увидела стоящего на автобусе мирового, заряжавшего подствольник новой гранатой. Второй поток преодолел уже половину расстояния до лежащей на боку машины, но командир не стрелял по этим мутантам. Он прикрывал отступающих Нешека с Катей. Девушка опомнилась уже, когда они с наемником вновь бежали вперед. Тушканы были совсем близко. Поблескивали темные пасти, раскачивались длинные хвосты, похожие на червей. Стреляя с одной руки, она волокла парня дальше. Потом Марк смолк. Закончились патроны в магазине. — Стреляй! — крикнула Катя, но наемник мотнул головой. Скорее всего, рожок его М4 тоже был пуст. Хохолок, перекинув через голову ремень печенега, положил пулемет на асфальт. Тяжело опустившись на одно колено, он принял такую же позу, что синхроны, и поднял штурмовую винтовку. И тут Катя поняла, что орали стоящие за прилавком анчар с Кириллом. Хохолок мешал им стрелять. Теперь они открыли огонь. Болотник, еще раньше спрыгнувший на прилавок, поднял маузер и дал очередь. Сзади с короткими промежутками прозвучали еще два взрыва. Катя с Нежиком почти достигли мусорных баков. Она вновь оглянулась. И поняла, что мировой, прикрывая их, погубил себя. Если бы он все время стрелял по тушканам, бегущим к автобусу, то, скорее всего, отбил бы атаку. Но он переключился на приближающихся мутантов слишком поздно. Прозвучал запоздалый взрыв. Штурмовая винтовка дала короткую очередь, и потом волна мутантов накрыла автобус. Они заскакали, будто кенгуру. Высоко подпрыгивая, некоторые перемахнули через машину, другие очутились на ней. Мировой закрутился, нанося удары прикладом и ножом, а после поток тушканов смел его за автобус. Наемники в магазине не могли стрелять по мутантам, бегущим прямо позади Нешика и Кати. До сих пор лишь огонь мирового помогал беглецам. Теперь же стало ясно – они не успеют. Если бы Катя не остановилась, чтобы помочь упавшему наемнику, она бы добралась до магазина. Но те секунды, что она тогда потратила, решили дело. – Стреляй! – заорала Катя на бегу, перезаряжая автомат. – Стой и стреляй! Он что-то выкрикнул в ответ. Девушка не расслышала. Развернувшись, упала плашмя, чтобы находящиеся в магазине могли вести огонь поверх нее. Вскинула марк и вдавила крючок. Тушканы были прямо перед ней. Пули врезались в морду того, что бежал первым, и автомат смолк. Но ведь она вставила новый рожок. В чем дело? Катя гаркнула – стреляй! Да так громко, что голос сорвался на виск. Вскочила на колени, пытаясь выщелкнуть рожок, обернулась. Нешика рядом не было. Он летел, сломя голову к магазину. Катя еще успела заметить, как хохолок бежит к ней, размахивая штурмовой винтовкой. Как анчар, Кирилл и Болотник, стоя на прилавке в одинаковых позах, ведут огонь по тушканам. А потом сразу несколько мутантов налетели на нее. Один ударился всем телом, а прокинул. Туши их были покрыты комками слизи, в темных глазных впадинах потрескавшаяся сухая корка. Катя врезала одному стволом в морду, раздробив несколько острых клыков. А потом в воздухе мелькнул тонкий длинный язык, и хитиновая иголка на его конце впилась в шею. Тело сразу охватило слабость. Тушканы побежали дальше, но один задержался рядом, поставил лапу ей на грудь, как варвар на тело поверженного врага. Катя прохрепела ругательство, хотя губы едва шевелились, и язык почти не слушался. Ноги онемели, руки непроизвольно подергивались, сознание покидало ее. Пальцы заскребли по кобуре. Пересиливая слабость, девушка расстегнула ее, потянула наружу пистолет. Тушкан склонился ниже, пасть раскрылась, язык то выныривал из нее, то исчезал во влажной темно-красной пещерке за частоколом клыков. Пустые глазные впадины оглядели жертву. Катя достала пистолет, начала поднимать его. Он весил килограммов пятьдесят. Она уже почти ничего не слышала. Грохот выстрелов и все остальные звуки слились в отдаленный рокот, медленно затихающий. Смутные тени проносились мимо. Тушканы бежали к магазину. Ствол пистолета ткнулся в грудь мутанта. Тот распрямил прижатые к груди лапы, и длинные твердые пальцы, похожие на ножки краба, ухватили ее за плечи. Рядом остановились еще два тушкана. Катя попыталась спустить курок, но не смогла. Не осталось сил. Глаза ее закрылись, свет померк, и все смолкло. Глава пятая. Подземелье. Общее оповещение от полковника Петренко. Всем командирам военизированных подразделений. Крайне важно. Крайняя опасность. В зоне появилось нечто, которому мы дали название «явление». Неизвестно, что оно собой представляет. Возможно, это подвижная аномалия или мутант с крайне мощными пси-способностями. Вероятно, явление преследует отряд наемников, предположительно группа мирового плюс несколько неустановленных личностей, среди них женщина, которые следуют в северном направлении, с неизвестной нам целью. Во избежание дополнительных потерь, командованием долга принято решение не атаковать явление. Уходите с его пути. Старайтесь не приближаться ближе, чем на один-полтора километра. По имеющимся сведениям, явление накрывает территорию вокруг себя неизвестными пси-волнами, подавляющими высшую нервную деятельность. Кроме того, возле явления периодически происходит так называемый «малый гон» — волны разбегающихся в панике мутантов. По имеющимся сведениям, явление подавляет аномалии вокруг себя, однако позади него они вспыхивают с новой силой. Повторяю, не вступать с ним ни в какой контакт, до выяснения его сути и возможных способов нейтрализации. Мы будем следить за дальнейшим передвижением явления. Сообщения будут передаваться через следящего южной зоны Нестора. Сообщение от Нестор. Явление между янтарем и дикой территорией. Сообщение от Нестор. По нашим сведениям, явление приближается к армейским складам. Сообщение от Шульга. Кто в Чернобыле бывал? Сообщение от Карпатой. Я. Сообщение от Кирза. Ну я. А чё? Сообщение от Шульга. Может, кто помнит, тогда водокачка там старая стоит? Сообщение от Карпатой. Не, я не помятую. Сообщение от Кирза. Шульга, а ты чего заикаешься? Кнопки западают? Сообщение от Шульга. Какие нафиг кнопки? Сообщение от Кирза. Не, ну чё у тебя по две буквы проскакивают? Заика, что ли? И тоже запятых не ставит. Сообщение от Шульга. Бля, какие буквы? У меня драйвер голосового набора состоит, и микрофон подключен. Я говорю, оно пишет. Я заикаюсь, а эта сука по две буквы тогда ставит. И запятые она не умеет. Ты чё при... Сообщение от Кирза. Братан, извини, не хотел обидеть. Честно, извини. Так что ты говорил? Сообщение от Шульга. Так водокачку никто не помнит? Нет. Короче, мы как-то с Коршневым туда попали. Под ней вроде живёт что-то. Или в ней. Или не живёт, а просто аномалия там какая-то внутри. Мы её назвали ОНО с большой буквы. Такая аномалия или тварь. ОНО, если кто приближается, так волны круговые пускает. Ну, типа страха. Псеволны, то есть. Такая паника охватывает суши весла. Бежишь оттуда, пока не упадёшь. Не только люди. Звери, птицы, крысы, да даже. Все бегут. Червяки и те, думаю, уползают. А я, в общем, после того случая и стал заикаться. Сообщение от Кирза. Ага, помню. Пригоршня мне рассказывал что-то такое. Знаете его? С химиком тусуется. Вроде они видели это твоё ОНО. Когда-то давно и тоже текали от него. Так к чему ты, эта Шульга? Сообщение от Шульга. Ну, так может, это явление, про которое теперь вся зона шумит, и есть ОНО. Из-под водокачки выползла и попёрлась за теми наёмниками. Или другая, но из той же породы тварь. Очень уж похоже. Сообщение от Кирза. Интересная идея. Может и так. Только это ничего не объясняет. Если б мы знали, что такое, это ОНО. Сообщение от Нестор. Изменение маршрута явления. Оно движется на запад от радара. Сообщение от Нестор. Наблюдения крайне затруднены. По нашим сведениям, явление обходит район ЧАЭС с западной стороны. Возможно, двигается за отрядом мирового. Сообщение от Нестор. Полностью уничтожен крупный сталкерский лагерь. Сообщение от Нестор. Явление приближается к ЧАЭС. Сообщение от Нестор. Уничтожен небольшой разветотряд военных сталкеров. Сообщение от Нестор. Явление где-то в районе ЧАЭС. Уничтожен взвод военсталов, посланный с периметра. Сообщение от Нестор. Вероятно, явление в районе Лиманска. Теперь контроль за его предвижениями крайне затруднен. Дальнейшие наблюдения прекращаем. Правую руку жгло. Судорожно, совсхлипом вздохнув, Катя раскрыла глаза. И увидела прямо перед собой зеленоватую субстанцию, влажную с непривычным запахом. Девушка лежала на правом боку, придавив руку. Запястье и правую щеку щипало, в ухе булькало. Она была одета, ботинки тоже на месте. Скосила глаза. Вот она, широкая лямка. Значит, рюкзак по-прежнему на спине. А контейнер? Только бы не потерять клубень! Она вздрогнула от внезапно накатившего ощущения, что артефакт исчез, что пока она валялась без сознания, тушканы сорвали с нее контейнер, и теперь все кончено. Все ее приготовления, весь поход. Глебу с Апанасом не помочь. Судорожно дернувшись, Катя подняла голову, и краем глаза разглядела угол запакованного в целлофан металлического ящика за спиной. Девушка находилась в помещении с низким бетонным потолком. Из стены слева торчали концы сломанных ржавых труб. С них сочилась светящаяся блеклым-сине-зеленым светом слизь. На полу ее было целое озерцо. Катя лежала в ней. Да не просто лежала, медленно погружалась. Она с шипением втянула ноздрями воздух и попыталась встать. Ничего не вышло. Катя была полупарализована. Впрыснутый тушканом яд еще действовал. Автомата нет. Пистолета тоже. Хотя остался нож. И еще подсумок. Там кое-что припрятано. Сцепив зубы, Катя осторожно перевернулась на спину, огляделась. Похоже на подсобное помещение, только давным-давно заброшенное. Куда ее затащили? Слизь залепила все вокруг. Из ржавых труб под потолком свешивались светящиеся мягкие сосульки. Катя попыталась сесть. Никак. Она видела свои ноги в черных высоких ботинках, тщательно зашнурованных. Конечно, она ведь не Нешек, который все делал наскоро. Она скрупулезно собиралась после каждого привала, застегивала все ремешки, пуговицы, подгоняла амуницию. Штанины заправлены в ботинки, а те крепко стянуты толстыми шнурками. Вот почему слизь не проникает внутрь и ноги пока не сжет, в отличие от запястья и щеки, где боль постепенно увеличивается. Надо встать. Для начала хотя бы сесть. Но тело не слушается. Катя уставилась на ботинки, словно гипнотизируя их. «Пошевелитесь, ноги!» «Ну же, давайте!» Но они оставались неподвижны. Перевернувшись на спину, Катя потратила все силы, которые у нее еще были, и теперь их едва хватало на то, чтобы держать голову приподнятой. Еще немного — и упадет. Но нет, если она выпустит ноги из поля зрения, то точно не сможет пошевелить ими. Катя сжала зубы так, что загудела за ушами, вперила пронзительный взгляд в закругленные носки ботинок и приказала. «Двигайтесь! Эта слизь разъест меня, растворит всю, и вас тоже, а поэтому сдвиньтесь с места! Ну же! Ну! Согнитесь в коленях! Вы — ноги мои, вы — часть меня, вы — есть я, а я всегда была хозяйкой над собой! Нет, неправда. Глеб и Апанас были главнее. Я слушалась их, но это раньше. А теперь я слушаюсь только себя. Моя воля — титановый стержень, который заменяет мне хребет. Он не гнется и не ломается. Его невозможно повредить. И потому приказываю вам. Ноги, шевелитесь! Она оскалилась, послав в нижнюю часть тела волевой импульс, будто усилием воли сдвинуло что-то внутри себя. Как поршень в насосе сжала кровь, толкнув ее тугой волной. И ноги дрогнули. Окрыленная успехом, Катя нажала еще раз. Колени начали сгибаться, неохотно, со скрипом, ломая ржавчину, которая накопилась в коленных суставах. От напряжения из ноздрей тонкой струйкой потекла кровь. Еще немного и... Сдавленно рявкнув, она рывком села. И увидела извилистый узкий проход на другой стороне комнаты. Огляделась, посмотрела вниз. Слизь, мягкая и податливая на поверхности, дальше густела, превращаясь в прозрачную смолу. На этом более твердом слое и сидела Катя, очень медленно погружаясь в него. Организм еще не до конца справился с ядом тушкана. Двигаясь неохотно, скованно, она вытащила из бокового отделения рюкзака фляжку, непослушными пальцами свинтила колпачок, сделала глоток, потом помыла лицо и руки. Жжение уменьшилось. Убрав флягу обратно, Катя ощупала себя. Болели колено и локоть, соднило запястье. На скуле кровоподтек, тупая приглушенная боль в затылке. Надо выбираться отсюда. Она раскрыла клапан рюкзака, достала и надела перчатки. Со свода свешивались густые толстые слюни, источающие синюшно-болотное мерцание. Катя на четвереньках добралась до лаза. Тот был совсем узкий, тесный. С потолка свешивались нити-слизи, целый лес застывших толстых нитей, и с каждой будто гной сочилось мертвенное сияние. Пригнув голову, девушка поползла. Что за мерзкое место! И запах, незнакомый, сладковато-кислый, гадкий запах. В других обстоятельствах ее бы уже тошнило, выворачивало наизнанку, но яд тушканов до сих пор притуплял ощущения. Внешние раздражения доходили до Кати приглушенно, смазанно. Наконец, голова вынырнула из лаза. Еще немного, и она выпрямилась во весь рост. Даже не пытаясь понять, куда попало, рванула клапан, выхватила фляжку. Почти вся вода ушла на то, чтобы избавиться от слизи на голове, коленях и перчатках. Стянув их, девушка осмотрела правое запястье, кожа покраснела, но не сильно. Жжение почти прекратилось. Ладно, что дальше? Она находилась посреди наклонного коридора, от которого в разные стороны расходились тесные лазы. В коридоре слизи было мало, здесь она подсохла. Источаемый ею свет изменился, стал грязно-желтым. Куда тушканы затащили ее? Может, это часть городского коллектора? Или под Лиманском спрятано что-то посерьезнее? Военный бункер, лаборатории. Если до аварии на ЧС Лиманск и вправду являлся ящиком. Что бы там ни было, людей в этом месте давно не осталось. Катя повернулась, прикидывая, куда идти. Имеет смысл двигаться к верхней части коридора, чтобы выбраться на поверхность. Но там путь перегораживала круглая металлическая диафрагма. Под ней улежала бесформенная тушка. Катя оглянулась. С другой стороны коридор уходил в бледно-синий сумрак, который сменялся темнотой. Нет, вниз ей точно не надо. Чем здесь пахнет? Хотя, вернее, будет сказать, воняет. Ну да, мертвичиной. Чем же еще? За последние недели этот дух стал Кате очень хорошо знаком. Вся зона пропиталась им. Положив ладонь на рукоять ножа, она подошла к тушке. Запах усилился, пришлось дышать ртом. Детеныш тушка належал на боку, он уже частично разложился. Стараясь вдыхать воздух только ртом, сквозь зубы, маленькими порциями, Катя сунула нож в ножны, подняла руки. На середине диафрагмы, где сходились лепестки, была выпуклость. Девушка коснулась ее, и та слегка поддалась под пальцами. Не зная, к чему это может привести, она нажала сильнее, еще сильнее. Что-то щелкнуло, и диафрагма с мягким шелестом раскрылась. Катя покачнулась, переступилась ноги на ногу. Дальше была длинная наклонная пещера с земляными стенами. По стенам тянулись вертикальные металлические штанги, похожие на ребра, и на них висели тушканы, прилепленные спинами. Неподвижные туши покрывала застывшая слизь, «Как машинное масло, которым смазывают детали разобранного оружия при длительном хранении», — подумала она. Взявшись за нож, Катя осторожно шагнула вперед. На другом конце пещеры виднелся проход, но чтобы достичь его, надо пройти мимо мутантов на стенах. Так здесь над ними когда-то опыты проводили, или тушканов в этом месте и создали, как биологическое оружие. В проходе на другом конце пещеры мелькнула тень, за ней другая, третья. Катя попятилась, чуть не наступила на тушку детеныша, перешагнула через нее. В пещеру повалили тушканы. Целая толпа, больше десятка. Четверо бегущие впереди волокли пару дохлых снорков. Катя отступила еще на шаг, раздался шелест, лепестки диафрагмы сошлись. Другого пути не было. Девушка попятилась, развернувшись, побежала вниз. Она попала в небольшой подземный лабиринт, образованный переплетением коридоров. Фосфорисцирующая слизь почти исчезла, пришлось достать фонарик. Трижды Катя замечала впереди смутные силуэты, гасила свет и замирала под стеной, сжимая рукоять ножа. Тушканы пробегали мимо, спеша по своим загадочным делам. Преодолев несколько коридоров, Катя оказалась в пещере, затянутой паутиной. Внутри толстых белых нитей виднелись тончайшие синеватые волоски. На стене в ряд висели обмотанные паутиной грушевидные коконы. Катя показалась, что они дышат. Внутри находились зародыши размером с собаку. Но она не смогла понять, на что они похожи, какая тварь вылупится из этих личинок, а вскрыть какой-нибудь кокон и рассмотреть его содержимое не решалось. Вода закончилась. Девушка устала. Голод и жажда мучили ее. Коридоры тянулись бесконечно. Несколько раз ей попадались участки, где приходилось идти по булькающей густой жиже, где со свода свешивались жирные мягкие сосульки, а в стенах зияли прорехи, полускрытые натянутыми хрусткими нитями. В конце концов, Катя потеряла всякое направление и уже не понимала, удаляется ли она от земляной пещеры с тушканами на стенах или приближается к ней. Хорошо хоть фонарик светил, ровно и ярко. Если бы он разрядился, Кате ничего не осталось бы, как сесть под мягкой стеной и дожидаться смерти. В подземном мире царила своя тайная жизнь. Иногда вдалеке что-то вздрагивало и глухо поскребывало, в трубах за стенами булькало, иногда Катя слышала быстрые шаги, цокот коготков о бетон, мягкие шлепки или попискивания. Она шла дальше, и злость на весь мир наполняла ее. Наемники из отряда предали свою нанимательницу. Когда тушканы схватили ее, никто не попытался вмешаться, никто не подбежал. Они топтались возле магазина и внутри, боясь приблизиться. Людям верить нельзя, все люди твари. А она уже начала испытывать подобие приязни к Нешику, болотнику мировому. — Который умер, защищая тебя, — шепнул внутренний голос. — Да откуда ты знаешь? — мысленно прикрикнула она на саму себя. — Ты видела это? — Конечно. Мутанты набросились на него, скинули с автобуса, а потом наверняка растерзали. — Нет, ты не видела. А домысливать можно все, что угодно. Но у него не было возможности спастись. — Была. Ты даже не видела, как он падал с автобуса. Мировой спрыгнул сам и убежал от них. Вот как было дело. Недалеко за машиной росли деревья, а эти твари лазать по деревьям не умеют. Мировой спрятался в кроне. Значит, он предал ее, как и все остальные. Ты врешь, лжешь сама себе. Ты повела этих людей на смерть, потому что была уверена, что из этого путешествия они не вернутся. Тебе надо было лишь, чтобы они тебя довели живой. И теперь ты пытаешься оправдаться, придумать. Стоп. Последнее слово она чуть было не сказала вслух. Два внутренних голоса, которые даже звучали в голове по-разному, один требовательно и зло, другой мягко и просительно, смолкли. Так, я сойду с ума. Я уже схожу с ума. Что это? Шизофрения? Раздвоение личности? Прекрати мучить себя. Мир мучает тебя, так попытайся хотя бы оставаться в согласии с собой. Где-то на поверхности осталась мгла, которая приближается. Надо выбраться и побыстрее. Но как? Раздумывая над этим, она повернула, и луч фонарика осветил железную диафрагму в стене. Катя нахмурилась. Уже давно эти штуки не попадались ей, а это, к тому же, не перегораживает коридор, как все предыдущие, но расположено в стене. Что за нею? Может быть, выход? В любом случае, она слишком долго бродит здесь. Рано или поздно очередной тушкан наткнется на нее и поднимет тревогу. Катя проделала то же, что и раньше. Стала давить на полусферу в центре диафрагмы, пока что-то не щелкнуло, и та не раскрылась. Фонарик пришлось держать зубами. За стеной обнаружилась большая извилистая пещера сложной формы. Девушка сделала несколько шагов, водя фонариком из стороны в сторону. Какой-то узел в системе подземных сооружений, куда сходились несколько коридоров, она различала другие диафрагмы в покатых стенах. Пройдя немного, Катя остановилась. Нож она сжимала в одной руке, фонарик в другой. Желтый луч озарил туши мутантов, висящие на клейких жилых лентах по всей пещере. Слепые собаки, крысы, псевдоплоти. Вон снорк со вскрытой грудиной. Видны темно-красные легкие. Там крупная псевдоплоть. У нее срезана верхушка черепа и ампутированы клешни. Рядом освежованная псевдособака. Поблескивают обнаженные мышцы. Они кажутся влажными, значит, тело подвесили недавно. Она направила луч фонарика в глубину пещеры. Ленты были разной длины. Некоторые туши висели у самого потолка, другие низко над полом. Далеко в глубине пещеры виднелся широкий горб высотой ей по пояс. На потолке была слизь. Капельки ее поблескивали и на жилах. Она покрывала некоторых мутантов. Возможно, слизь предохраняет от разложения те туши, что висят давно. Клейкое вещество могло выполнять еще одну функцию, не позволять недавно подвешенным тварям сбежать. Здесь было тихо и еще как-то очень глухо. Катя медленно шла, прислушиваясь. Из глубины пещеры донесся хрип. Она прищурилась. Вроде хрип звучал и раньше, но только сейчас, зайдя вглубь пещеры, она осознала это. Девушка подняла фонарик выше, луч сместился и туши мутантов словно закачались на потолке. Хрип не прекращался. Непонятно, откуда он идет. Наверное, одна из жертв еще жива. Она медленно пошла вперед, пригибая голову, чтобы не зацепить туши, висящие повыше, и обходя другие. Мягкий пол гасил звук шагов. Надо же, они даже кровососа сюда притащили. Старый матерый мутант, толстенные щупальца на морде, кривоногий, корявый. У него не было обоих глаз, а еще отрезаны пальцы на руках. Кто все это сделал? Тушканы могли принести в пещеру парализованные тела, но кто занимался вивисекцией? Вивисекция, повторила она про себя, это когда режут еще живое тело. Почему-то Катя была уверена, что большинство мутантов погибли здесь же, в пещере, а не раньше. Умерли под ножом, скальпелем, когтем, клыками неведомого хирурга, который проводил какие-то дикие опыты. Только ведь это не тушканы, так кто еще живет здесь? Хрип стал громче, и вскоре луч фонарика озарил человеческое тело. Сначала она решила, что это снорк, потом попыталась убедить саму себя, что там висит кровосос или, может быть, контролер, но вскоре окончательно уверилась в том, что на длинной жиле повис человек. Присоски впились в спину между лопаток, он замер, опустив голову, уткнувшись подбородком в грудь. Сделав еще пару шагов, Катя разглядела лицо мирового. Отведенные за спину облепленные слизью руки его были выломаны в локтевых суставах. Пожелтевшая слизь распалась на твердые сухие жилы, они протянулись от плеч к запястьям наемника. Живот разрезан наискось, от правой стороны ребер до левой части таза. Но он был жив, мировой слабо дергался и почти неслышно хрипел. Лицо его залепило слизь. Сквозь густое мутно-прозрачное вещество Катя разглядела глаза полные боли. Мировой попал в плен из-за нее. Это она повела их в поход. Это ее прикрывал наемник, стреляя с автобуса по тушканам, вместо того, чтобы защищать себя и спасаться. Он не тварь и не робот. Он человек, случайная жертва, как и брюква. И другие наемники отряда, которые, возможно, еще не погибли, но погибнут до того, как поход в глубину зоны закончится. Погибнут наверняка, потому что смерть с самого начала витает над отрядом. В лице каждого наемника Катя видела ее тень. Мировой хрипел монотонно на одной ноте. Лишь изредка тихий хрип сменялся коротким сипением, когда он втягивал воздух ноздрями. Нос его оставалось единственным, что не залепило слизь. Это намеренно? Тот, кто свежевал и вскрывал тела, хотел, чтобы наемник остался жив? Если бы у нее был пистолет! В глазах Мирового не было ничего, кроме боли. Но Кате показалось, что он заметил девушку, сквозь наполнявшую сознание пелену, осознал ее присутствие. Его не спасти, с такими ранами не живут, она должна прекратить мучения. С пистолетом это было бы легче, а так... Подняв нож, Катя шагнула вперед. Занесла нож над головой, закрыла глаза и ударила. Ощутила, как лезвие прошло между ребрами, нажала, чтобы оно достигло сердца, провернула, выдернула. Тело дернулось и ребра сжались, будто не желая выпускать обратно клинок. Хрип смолк. Она не стала смотреть на дело рук своих. Опустив голову, обошла мирового, вытерла нож о штанину. В душе ее все омертвело. Ни единой мысли, никаких чувств, кроме одного, добраться до него и отомстить. Что там происходит с Глебом и Апанасом? Или Апанас уже мертв? Она ощущала боль Глеба, ведь они были близнецами, а с Апанасом просто любили друг друга. Просто. Это делало их очень близкими, но все же той ментальной нити, которая часто соединяет близнецов, между ними не было. Когда в последний раз она видела их обоих? Всего три месяца назад, а ей казалось, что прошло тридцать лет. Она-то уж точно постарела за это время лет на тридцать, а может и на триста. На три тысячелетия. В ней ничего не осталось от той прежней Катьки Орловой. Что если Глеб висит сейчас на каком-то крюке или ленте с присосками раненой, облепленной слизью? Катя прикусила губу. До сих пор у нее было очень смутное представление о враге. У нее не было даже четкого плана, как уничтожить его, когда она достигнет цели. И зачем ему нужен клубень? Для чего этот странный артефакт в контейнере? Она оглядела затянутой пленкой слизи свод и неподвижные ряды свисающих с него тел. Кто проводит опыты над пойманными мутантами, висящими здесь, мутантами и людьми? Девушка пошла дальше и вскоре достигла горба, замеченного минуту назад. Вокруг было свободное пространство, тела там не висели, жилы ленты спиралями свернулись под потолком. Катя остановилась. На большом костяном бугре с плоской вершиной лежали хитиновые инструменты, зазубренный серп, ножи с лезвиями, пугающей неестественной формы, какие-то крючки, пилочки. Ее передернуло при виде всего этого. Очень необычные рукояти. Человек не сумеет толком ухватиться за такие. Но и тушканы не смогут их взять. Они рассчитаны на руки или лапы другой формы, другой скелетной конструкции. Так кто же? Туши вокруг слабо закачались, из глубины пещеры потянуло сквозняком. Катя оглянулась, повернув фонарик. Желтый луч лизнул извилистую стену метрах в пяти слева, пещера там сгибалась, и большую круглую диафрагму. На глазах Кати она раздвинулась. Массивный силуэт возник в проходе. Это было существо ростом почти с девушку, странным образом напоминавшее одновременно тушкана-мутанта, паука и человека. Катя отпрянула, луч дернулся, но она успела разглядеть отставленные далеко в сторону длинные тонкие руки с парой локтевых суставов, хитиновое тело на кривых не то ногах, не то клешнях, вверху выступ необычной формы голову. Раздались частые щелчки, и мутант вошел в проход, покачиваясь. Может, это самка тушкана, как пчелиная матка, которая гораздо крупнее рабочих пчел. Может, она даже разумна, но, если так, это совсем чуждый, не похожий на человеческий разум. Слишком уж странно выглядит это существо, слишком нелепо и зловеще. Обычно всегда понимаешь, кого видишь перед собой, ощущаешь, кто это, человек, обычный зверь или мутант. Но сейчас Катя не могла сообразить, чувства смешались. Монстр зашагал к ней. Девушка повернулась, наткнулась на костяной горб, схватила серп, швырнула в мутанта и побежала. Луч фонарика метался, выхватывая свисающие с потолка туши, настоящую коллекцию представителей фауны зоны. Катя поворачивала, обегая их, пригибалась, прыгала из стороны в сторону. Она так и не разглядела толком, кто бежит за ней, но про себя назвала преследователей матками. Их было с полдесятка, конечности гулко стучали о пол, щелкали суставы. Девушка бежала быстрее, самки тушканов постепенно отставали. Пещера сузилась, превратилась в коридор, изгибавшаяся длинной пологой дугой. Жилы ленты на своде исчезли, бежать стало легче, больше не нужно было лавировать между тушами. Но и матки, добравшись до этого места, будут двигаться быстрее. Она бежала, тяжело дыша, во рту пересохла, а фляга давно опустела. Голод тоже давала себе знать. Коридор круто изогнулся, и Катя вылетела в небольшую пещеру. Остановилась, лихорадочно оглядываясь. Тупик. Впереди пологая стена, покрытая грязной слизью. Что это такое? Куда она попала? Девушка подняла фонарик. Скользнув по стене, луч осветил метрах в трех над головой круглое окно, прореху в слизистой стене. Топот маток стал громче. Сунув руку в подсумок на ремне, Катя пригляделась. Ржавая жесть, дверь. Там за слизью была обычная подвальная дверь. Она достала из подсумка гранату и швырнула в проход, где появились твари. Вспышка высветила уродливые тела, по стенам пещеры заметались тени. У Кати было еще две гранаты, и этого не хватит, чтобы справиться со всеми. Жав фонарик зубами, Катя выхватила нож, вспрыгнула на стенку и соскользнула вниз. Залезть можно, но на это потребуется время, которого нет. Швырнув вторую гранату, она упала на колени. Теперь рванула у самого входа, от стены над ним откололся большой кусок бетона, рухнул вниз и частично перегородил проем. Скинув с плеча лямку рюкзака, Катя распустила ремень, перехлестывающий контейнер, рванула целлофан. Тот не поддавался, крепкий, она специально такой выбрала. Полоснув ножом, девушка взрезала его, сунула впровеху пальцы, щелкнула фиксаторами и сделала то, чего не делала уже давно, распахнула крышку. И увидела, что клубень стал заметно больше. Раньше он был размером с кулак, а теперь вырос вдвое. Кожица приобрела другую фактуру, немного поменялась форма. А потом из глубин зоны к ней устремился взгляд. Она закричала, призывно и угрожающе, злобно, требовательно и беззвучно. Это был мысленный крик, крик о помощи. Хочешь, чтобы я пришла, чтобы клубень попал к тебе? Ничего не получится, меня сейчас убьют. Я навсегда останусь в этих подземельях. Тушканы сожрут меня или матки разрежут на части, а твой клубень исчезнет, пропадет навсегда. Ты слышишь меня, хозяин? Из коридора доносились приглушенные звуки. Ее мысленный крик улетел вдаль, отразился, вернулся эхом. Что-то беззвучно лопнуло в голове. И вокруг Кати развернулось ментальное пространство зоны. Девушка вскрикнула от неожиданности. До этого она находилась в узкой комнатенке, в тесной кладовой, а теперь стены мгновенно разошлись, исчезли, и Катя очутилась посреди огромного поля под беззвездным небом, темного, но полного жизни. Она слышала чужие мысли. Черное поле населяли множество существ, неземные ветра дули над ним, несли шепот сотен тысяч голосов. Некоторые были едва слышны, другие совершенно бессмысленны, но третьи более явные, четкие. Вот псевдоплоть, бормоча всякую абракадабру, бежит вдоль лесной опушки. Вот хор голосов, стая слепых собак трусит по улице заброшенного поселка, а этот угрюмый злобный бас старый матерый кровосос, устроивший засаду двум сталкерам, идущим к темной долине. В темноте двигались тени, хлопали крылья, щелкали клыки, скрипели когти о камне дерева. Катя также ощущала мысли людей, их ментальные голоса были куда более ясными, хотя тех, кто находился дальше, разобрать было труднее. Зато неподалеку она расслышала холодный скрипучий голос. Это же болотник! А рядом кто это возле него? Ну да, анчар! Что-то не в порядке с командором. Внутри него горит огненный шарик, багрово-красный, безумный. Он рассылает импульсы, которые постепенно выжигают сознание старого наемника. Что это за маленький огненный клубок? Откуда он? Она не успела понять, отвлеклась, ощутив сдвоенное сознание синхронов, формой, напоминающей гантель, два шара, соединенные ментальным стержнем. А вот хохолок, совсем простой разум, мерный рокот на одной ноте. Они недалеко, идут медленно, Кирилл с Нешиком ранены, командор ведет их на северо-восток, в сторону Припяти. Если она выберется отсюда, то сможет догнать отряд. Кате казалось, прошли минуты, но время в ментальном пространстве движется иначе, и в реале миновало не больше пары секунд. А потом в безбрежной тьме, окутавшей ментальную зону, она чаяна. Он не шептал, как другие, его мысленный голос звучал подобно реву. И он был не смутной тенью, пробирающейся во тьме, но темной башней и с полинским силуэтом, который выселся над всей округой. Когда он заговорил, ураганный ветер пронесся над полем, разметал тени, взвихрил тьму. «Спаси артефакт!» «А ты спаси меня!» прокричала она в ответ. Видение темного поля начало гаснуть. Физический мир медленно проявился перед глазами, как фотография, проступающая на пленке. Перекрывший вход в пещеру кусок бетона закачался, фонарик осветил уродливые головы над ним. Катя швырнула третью гранату. Бетонная глыба накренилась. Она захлопнула крышку контейнера. Щелкнув фиксаторами, затянула ремешок. Вскочила, повернулась и вонзила нож в слизистую стену над головой. Граната позади взорвалась. Клинок пробил твердое основание под слизью. Упираясь ребристыми подошвами, девушка подтянулась, нащупала скользкий бугор, напоминающий бородавку, поднялась еще выше. Отзвуки взрыва за спиной смолкли, донесся стук, он быстро приближался. Монстры были прямо за ней, она не успела. А потом что-то произошло. Ей показалось, что из пещеры на мгновение высосали весь воздух, и не только из пещеры. Некто находящийся в глубине зоны, тот, кого она называла хозяином, вдохнул, а потом выдохнул. Во все стороны от него покатилась круговая волна, достигла Лиманска, прошла по нему. Волна эта была приказом, командой, какую хозяин отдает своему псу. И пес услышал его. Катя понимала, что за время, пока она находилась под землей, мгла успела приблизиться, но она не знала насколько. А теперь преследователь прыгнул вперед, как собака на дичь. Смертельный гнетущий ужас упал сверху, просочился сквозь щели и прорехи, проник во все мельчайшие отверстия в земле и бетоне. Позади раздался стон. Человек не мог бы так застонать. Он напоминал скрежет, какой издает железо, если им с силой провести по стеклу. Полившийся от мглы ужас чуть не сбил Катю со стены, но она была готова, сцепила зубы, зажмурилась и поползла, вонзая нож в мягкую стену, нащупывая бугры бородавки, подтягиваясь, переставляя ноги. Внизу что-то дергалось, стонало, билось в истерике. Катя не оглядывалась, чтобы как-то справиться с ужасом, она про себя громко пела песню о моряке, который слишком долго плавал, ту, что они с Глебом любили в детстве, повторяла раз за разом один и тот же нехитрый куплет, стараясь думать о прошлом, о жизни до того, как ее брат и жених пропали в зоне. Уже почти достигнув круглого окошка, она кое-что поняла. Мглу, чем бы она ни была, послал хозяин и послал за ней, за Катей. Он имел огромную власть, но только здесь. Находясь за периметром, клубень был для хозяина вне досягаемости, но как только артефакт пересек кордон, он решил, зачем Кате тащить клубень в глубину зоны. Пусть лучше это сделает мгла, она нагонит отряд, уничтожит, завладеет клубнем и отнесет ему. На мгновение ей показалось даже, что она понимает сущность мглы. Перед мысленным взором мелькнул какой-то образ, вполне знакомый, никакой мистики и теней во мраке. Мелькнул и пропал, оставив по себе мучительное ощущение простой, но так и непознанной тайны. Она достигла круглой прорехи, перчатками счистила слизь с ручки, поковырялась ножом в замочной скважине, наконец, сумела раскрыть дверь и вывалилась в подвал. Впереди была короткая лесенка и тускло озаренный проем над ней. Вскоре Катя очутилась в длинном кирпичном коридоре с рядом запыленных окошек, сквозь которые виднелся внутренний двор магазина. Через минуту она была на улице. Мгла находилась где-то неподалеку за домами. Кате казалось, что в голове горит костер. Нет, множество костров. От них валит черный дым, заполняет сознание, из него выглядывают ужасные злобные морды. Незнакомые твари шипят и скалятся, они близко, совсем рядом, они тянут к ней костлявые руки. Едва сдерживай, чтобы не заорать. Катя побежала в противоположную от мглы сторону. Дважды она падала, едва не наткнулась на электру, потом чуть не подорвалась на мине, лишь в последний момент заметила тонкую лесу и перескочила через нее. На пути попадались трупы, по большей частью объеденные снорками. Через пару кварталов девушка остановилась над телами двух долговцев, лежащих возле джипа со спущенными шинами. В нескольких метрах поблескивала белым аномалия под названием молочный пузырь. Рядом с одним долговцем валялся АКМ, в сумке на ремне была граната, запасной магазин и жестянка с патронами. К этому времени поток бьющего из-за домов ужаса уменьшился. Хотя задерживаться надолго все равно нельзя, Катя не знала, атакуют ли тушкан мглу, когда та подползет ближе, но была уверена, даже если это произойдет, с незваным гостем им не справится. Сейчас мгла определить, что Катя больше нет под землей, поймет, что девушка направилась на северо-восток и повернет за ней. Все же она забралась в кабину джипа и позволила себе пять минут отдыха. Отзвуки ментального шепота тысяч существ до сих пор эхом гуляли в ее голове. Катя знала, куда пошли наемники. Вскоре они будут вынуждены остановиться на привал, ведь Кирилл с Нежиком ранены. Она сможет нагнать их. Вот только захотят ли они дальше идти с ней? Захотят, если пообещать им больше денег, но даже в этом случае они потребуют объяснения. Все давно поняли, что это не рядовая экспедиция, что мгла целенаправленно преследует отряд. Может хохолку и все равно, что происходит, но остальным нет. Не важно, решила Катя, я что-нибудь придумаю. Часть вторая. Два сталкера. Глава шестая. Скрытый город. Плохо уходить от погони, когда бензин на нуле. Из-за этого чувствуешь себя как-то неуверенно. Внешние видеокамеры броневика давно не работали. Я посмотрел в зеркало заднего вида и сказал, теперь их три. Напарник вцепился в руль и сжал зубы так, что на скулах выступили желваки. Я перевел взгляд на датчик топлива, опять глянул в зеркало, три черных джипа мчались метрах в ста позади и достал из кобуры 5-7. Топлива через минуту кончится, максимум через две. Что делать будем? У тебя ствол, процедил он напряженно, глядя вперед. У меня тоже. По тридцать патронов у каждого. Еще калаш у нас. И два рожка к нему, подтвердил я. И все, больше ничего нет. Вообще, понимаешь, у меня еще граната. Да, и нож, знаю. А за нами три тачки, в каждые по пять монолитовцев, пятнадцать сектантов Никита против двух рожков и двух пистолетов и гранаты. Я со злости чуть не стукнул его кулаком по башке. Удержало лишь то, что напарник на большой скорости вел многотонный бронированный вездеход по дороге, состоящий в основном из ухабов, и мог запросто вылететь на обочину. Сейчас они нас догонят, напарничек. Он лишь впереди. Там город, наконец-то! Мы уже давно городскую черту пересекли, зоркий ты наш, сказал я, распахивая дверцу. Покрепче ухватившись за скобу, встал на подножке, ветер ударил в лицо, растрепал волосы. Броневик ехал по окраинному заводскому району, мимо выщербленных стен, завалов цемента, чахлых деревьев и рельсов с одинокими вагонами. Сжимая 5-7 стволом к небу, я кое-как повернулся, припал к покатому боку кабины. Поднял оружие, собираясь открыть огонь по лобовому стеклу первого джипа, но в последний момент передумал и нырнул обратно. Давай свою гранату! Никита наклонился, почти прижавшись грудью к рулевому колесу, чем-то щелкнул под приборной доской и достал округлую грушу. Что ты хочешь делать? Схватив ее, я сунулся за сиденье к люку. Сейчас наверх вылезу, услышишь взрыв, сразу тормози и выворачивай поперек дороги. Там кусты впереди, постарайся так взять, чтобы зад возле них оказался. Я брошу гранату в первый джип и стану по ним стрелять. Если повезет, первый перевернется и задние в него врежутся. Не повезет. Короче, как встанем, сразу в салон и пока они попытаются внутрь прорваться, выползем из люка, который в днище, между колесами. Попробуем в те кусты нырнуть незаметно и сразу ходу отсюда. Спрячемся между домами. Во бред! рявкнул он, не отрывая взгляда, от дороги впереди. Знаю, что бред, но другого выхода нет у нас, понял? Все, давай. Раньше сразу за кабиной была короткая шахта, где на платформе стояла турель с пулеметом, управляемым из кабины. Ленты к нему давно закончились, да и подъемный механизм вышел из строя. Теперь бесполезное оружие лежало в салоне. Раскрыв дверцу, я залез на платформу, сдвинул люк и выбрался наверх. Броневик мягко покачивался. По обочинам мелькали деревья и кусты, за ними были дома. Ветер чуть не снес меня с крыши. Я распластался на холодном металле, сжимая пистолет в одной руке, а гранату в другой. Главное не слететь, когда Никита разворачиваться станет. Прополз немного, кое-как приподнялся на локтях, посмотрел, до джипов с полсотни метров. Стекла тускло свинцовые, что там внутри происходит не видно. Значит, сначала граната, потом держаться покрепче, чтобы не сбросило при развороте, и как только встанем, выпустить по ним весь магазин. И сразу обратно люк над собой закрыть. Бредовый план, прав напарник, ни черта у нас не выйдет. Я приподнялся повыше, отвел назад руку и увидел, как три черных джипа быстро уменьшаются в размерах. Они тормозили. В первый миг я не поверил своим глазам. Ведь это у нас топливо заканчивается, не у них. Почему они... Поднявшись на колени, стал оглядываться, пытаясь понять, что заставило преследователей отступить. Вроде ничего необычного вокруг. Развернувшись, я сунул голову в люк и заорал. Пригоршня, они встали! Без тебя вижу, гаркнул он. А у нас стрелка на нуль легла, в мертвую. Все, мы тоже, считай, встали. Лезь назад, давай. Джипы остановились посреди дороги. В одном открылись дверцы, наружу выбрались три плечистых мужика в черных комбезах. Постояли, глядя нам след, и полезли назад. Первая машина развернулась, ее примеру последовали остальные. Впереди на дороге блеснула молния, электро. Закрыв люк, я метнулся в кабину и упал на сиденье, поджав ноги. Преимущество малыша в том, что многие аномалии, смертельные для человека, он может на скорости преодолеть. Только это и позволяло нам раскатывать по зоне, хотя, конечно, не по всей. Вокруг ЧС, к примеру, или в некоторых других местах аномалий слишком много, чтобы проехать по ним даже в броневом вездеходе. Да и район радара в машине не очень-то пересечешь. Но по обычной территории, которую сталкер-пешеход преодолевал, допустим, за сутки, постоянно кидая перед собой гайки и замирая от каждого шороха, мы прокатывались часов за пять. Это отнюдь не делало всю зону доступной для нас, но давало большие преимущества. Хотя, вообще-то, зона на три четверти сплошная область непроходимости, вернее, непроездимости. Нам-то ездить позволял пробиватель пространства, возможность сокращать путь через пузыри, но обычным транспортным средством передвигаться здесь куда сложнее, потому-то их в зоне так мало. Электра была совсем близко. На полу кабины именно для таких случаев расстелены резиновые коврики, но я все равно поджал ноги, продавив задом сиденье. Напарник свои копыты пятьдесят второго размера тоже поднял, хотя руль обтянутой толстой резиной не выпустил. Малыш проехал по электрике, как асфальтовый каток по медузе, раскатал ее, раздавил энергетическое ядро аномалии. Резк за окнами скользнули молнии, тусклые зигзаги зазмеились по лобовому колпаку, и аномалия, разрядившаяся на многотонную машину, осталась позади. Я опустил ноги, отдал напарнику гранату. За лобовым колпаком поблескивала грязь, дорога шла между оградами из бетонных плит и стенами ангаров. Стояла холодная весна, на деревьях только-только проклюнулись первые листья, по ночам температура падала до нуля. Броневик постепенно замедлял ход. Вон! Пригоршник крутанул руль, направляя машину к раскрытым воротам большого железного ангара. Туда нам! Давай, родимый, давай! Не тормози! Немного осталось! Еще чуток, милый! Прежде чем выветрились остатки топливных паров, Никита успел въехать в ангар и поставил броневик на ручной тормоз в начале пологой горки, которая заканчивалась обширной ямой в земляном полу. Все? Спросил я, выпрыгивая на подножку с файв-севеном на изготовку. Да, ездились. Говорил тебе, менять его надо было, на стволы менять, ибо и запас. Пригоршник в ответ что-то пробормотал, но я не стал его слушать. Схватил наш последний автомат, АКМС с остальным прикладом спрыгнул и побежал к дырке в стене. В ангаре было тихо и тепло, из-под далекого потолка свисали полотнища воздушной паутины. Вокруг ямы гора, перемешанного с песком сухого цемента, между ними куча жестяных листов и досок. Судя по всему, здесь много лет никто не бывал. Ну что, донеслось из кабины. Я осторожно выставил в дыру ствол, затем высунул голову, осмотрелся. С одной стороны вдоль дороги тянулись рельсы и стояли ржавые вагоны, с другой выселась бетонная ограда завода. Пришедший в упадок окраин и городской район был давным-давно заброшен. Все портится со временем, но с разной скоростью, сказал я, отворачиваясь. Что там, повторил напарник, выглядывая в приоткрытую дверцу. Вновь забравшись на подножку малыша, я ответил, уехали, кровососок знает почему, развернулись и уехали. Никого вокруг нет вообще, пусто и тихо. Пригоршня завозился в кабине, скрижетнул чем-то, потом тоже вылез на подножку. Мы переглянулись через лобовой колпак и, не сговариваясь, посмотрели вверх. Воздушная паутина, лохматые, мягкие, просто не сотканные из белесых нитей, образовывала горы и долины низко над нашими головами. В ней поблескивали черные капли размером с кулак. Непроницаемо черные, они казались дырами в пространстве, ведущими во вселенную вечной ночи. Слезы мрака, вот как мы назвали их, когда увидели впервые. Никита поднял руку, осторожно сунул в одну слезу палец, тот исчез, будто в банке чернил. Не надо, сказал я, они безопасные, не знаем мы этого. В тысячу слез засунешь палец и ничего, а на тысячу первый его там кто-то откусит, или сожжет, или кислотой разъест, или он просто исчезнет. Прекращай, короче. Он опустил руку. Положив автомат на сидение, я спрыгнул и медленно пошел прочь от броневика, прислушиваясь. В ангаре вокруг стояла тишина. Не слышно ни щебета птиц, ни шороха, ни шелеста. Ничего. Слушай, что это за городишко такое, спросил напарник. Никто ничего не говорил ни о каких городах в этом районе. А ты много знал людей с севера зоны? Он почесал лоб. Не, болотник вроде здесь бывал. И бегун хвастался, что как-то проходил мимо еще до того, как со свободой связаться. Ну и лохматые, по-моему. Ну и почему так мало людей отсюда, уточнил я. Как это почему, удивился он. Потому что южная зона в сравнении с северной, как это, как лужа против океана. На севере вообще ходить нельзя. Здесь аномалии целые поля. А еще говорят зыбь огромная в несколько километров площадью. Это недавно после того взрыва. Ну, то есть после катастрофы перестроилось что-то, и мы сюда смогли проехать. Я заключил, но вот ты сам на свой вопрос и ответил. Город этот на севере зоны расположен. Вокруг сплошные аномалии, сюда долгие годы никто подойти не мог. Потому то о нем и не известно ничего. Может это ящик бывший, закрытый секретный город. Пока что мы только одно точно знаем. На краю города завод, не то цементный, не то кирпичный. Наверное, чтобы со стороны стройматериала не возить, секретность не нарушать. Ты говорил дарми, на кирпичке подрабатывал? Вокруг на кучу цемента, стараясь не цеплять головой воздушную паутину. Выпрямился во весь рост и медленно повернулся кругом, обозревая ангар. Ну и чё? спросил он снизу. Я сказал, железо, дерево, песок, цемент. Больше ничего. Топливу настал окончательный капут? Окончательный. Ни капли. Ну от ничего. Я его... Вновь раздался ляск, броневик я его с ручника сниму и он вниз покатится. Там опять заторможу. Засыплем, завалим, никто не найдет. Малыш почти целиком занял яму. Вершина оказалась как раз на уровне пола. Никита напоследок включил рацию. Мы услышали шипение и писк сигнала СОС, идущего на нескольких волнах. Он стал сильнее, как ожидалось. Мы находились возле источника. Взяв последнее оружие, воду и спецпайки, забросали броневик жестью и досками, сверху насыпали песка. Никита все время вздыхал, а я хмурился. Малыш стал поводом для серьезных разногласий в последние дни, когда нас упорно преследовал отряд монолитовцев, и мы уходили от них сквозь опасности северной зоны. После катастрофы пользы от броневика оказалось немного, топлива не достать, а установленный на машине пробиватель, благодаря которому мы могли проникать в небольшие пространственные аномалии пузыри, перестал действовать. Кажется, все пузыри просто рассосались, хотя точно мы этого не знали. Поэтому некоторое время назад я и сказал пригоршне, найдем скупщика и обменяем броневик на оружие и еду. Пешком от черных легче будет смыться. Спрячемся, затеряемся в лесах, а то малыш приметный слишком. Вон, у нас один на двоих автомат остался с двумя рожками, два пистолета, сотни патронов и нож. И граната. Это ж псевдоплотен осмех. Но напарник не соглашался, ведь когда-то завести такой вездеход броневичок было его небесной голубой мечтой. Теперь-то, правда, он мечтал о другом, но лишаться малыша все равно не хотел. Мы присели возле дыры, чтобы контролировать улицу, достали спецпайки и принялись есть. Самая большая проблема даже не топливо, оружие. Автомат, пара ножей, пара пистолетов, граната. Но куда это годится? Тем более, что пистолеты непроверенные, Макаров или т.т., а довольно-таки экзотические. Никита недавно разжился фраерским турецким зиганом с вычурными лиственными узорами на стволе, не весть, какими путями попавшим в зону. У меня был бельгийский FN Browning 5-7 Tactical с магазином на 20 патронов. К слову, патроны эти, чей калибр соответствовал названию пистолета, особые, со строконечной пулей, которая достигает скоростью что-то под 700 метров в секунду. Кевлар пробивает с 200 метров. Сделаны машинки из сплошных композитов до полимеров, поэтому они легкие, и металлодетекторы их не секут. Плохо лишь то, что достать патроны трудно. Хотя пистолет мне все равно нравился, даже больше, чем напарнику его Зиган. Я вытащил 5-7 из кобуры, повертел в руке. Под стволом протянулись узкие направляющие, на которые можно повесить фонарик или лазерный целеуказатель. Жаль, специального фонарика у меня нет, а лазер сломался пару дней назад, и я его выбросил. Зато предохранитель на 5-7 прямо над спусковым крючком. Легко сдвигается большим пальцем, очень удобно. А я даже рад, что мы в северную зону заехали, объявил напарник. Сколько можно на том пятачке топтаться? Черная долина, свалка, агропром, склады, янтарь, радар. А теперь хоть что-то новое. На краю города было тихо. Вечерело, солнце трусливо спряталось за крышами заводских корпусов, и небо на западе покраснело от стыда за него. Хорошо, хоть заморозки прошли, еще вчера вечером было ощутимо холоднее. Я вспомнил, как после катастрофы мы выбрались из подбашенного охладителя Чернобыльской АЭС и каким-то необычным, незнакомым, тревожным показался нам окружающий мир. Зона будто умерла тогда и родилась заново, восстала из пепла как феникс. Часть старых аномалий исчезла, появились новые, со своими свойствами и особенностями, излучаемая ими энергия вкупе с обычной радиацией наверняка вскоре приведет к появлению новых мутантов. Мы тогда вернулись к броневику, я забрал деньги из тайника, потом кое-как завели машину, дотащились до брошенного колхоза, где нашли старую тракторную мастерскую и просидели там с месяц, тихо ремонтируя малыша, не высовываясь, отрезанные от всего мира. По рации толком ничего не удавалось поймать, шипения да неразборчивые переговоры военных. Мы не знали, что происходит вокруг, догадывались только, что зона увеличилась и в ней начался хаос, война всех со всеми. Иногда до колхоза доносились взрывы и стрельба, несколько раз мимо пролетали вертолеты, дважды вдалеке проезжали военизированные колонны, но мы были будто на другой планете. В подвале под колхозным магазинчиком обнаружился склад с консервами и сухарями, а в подполе дома, принадлежащего скорее всего председателю, нашлись мешки с крупой, сахаром и мукой, банки с соленьями и маринадами. Большая часть всего этого сгнила, покрылась плесенью или забродила, но кое-что осталось съедобным. Так мы и жили в сельской идиллии, которую нарушали лишь периодически забредающие на огонек мутанты, да то и дело возникающие на территории колхоза аномалии. А вокруг что-то грохотало, шумело, в мире происходили какие-то важные опасные события. Мы ничего не знали о них. К новой консистенции воздуха мы привыкли, странный мучнистый свет, льющийся теперь с неба, тоже больше не удивлял. Казалось, после катастрофы в мире что-то безвозвратно изменилось, но человек привыкает ко всему, и теперь новые особенности окружающего стали для нас вполне обычными, будто так всегда и было. мы отъелись, растолстели, у Никиты появилась одышка, починили малыша настолько, насколько позволял инвентарь и скудные запчасти колхозной мастерской, а потом поймали сигнал СОС. Он шел с севера, упорный, настойчивый и какой-то тоскливый. Кто-то явно нуждался в помощи и взывал ко всем, кто мог услышать. Это длилось три дня, и в конце концов напарник сказал, не могу больше, будто ребенок рядом кричит, жалобно так. Поехали, поглядим, что там. Я, конечно, стал возражать, но не слишком настойчиво. Мне, как и пригоршне, уже надоел этот колхоз. Мы отъехали к востоку, поймали сигнал еще раз, вычислили направление и направились к источнику. И на вторые сутки за нами погнались монолитовцы. Нет, не понимаю я, что к чему, заявил напарник, откусив от брикета сушеного мяса. Они ж преследовали упорно, как... Почему вдруг отстали? Черные ехали следом почти целый день и взяли нас в клещи. Два джипа двигались слева и справа от малыша, лишь немного отстав, а еще три нагоняли сзади. Дважды мы ускользали от них, потом сумели взорвать мост вместе с парой машин и таким образом задержали погоню на несколько часов, а иначе она закончилась бы на подступах к этому городу, до ангара мы бы не добрались. Пригоршне сплюнул, вытергуб ладонью. Ведь странно получается, они нас в город загнали, а сами въезжать не захотели. Вот, это меня и беспокоит, ответил я. Нет, вроде специально черные нас не оттесняли сюда, хотели именно догнать. Но так получилось, что смываясь от них, мы в этот городок забрались, а они заезжать не стали. Почему? Тут что так опасно? Не сговариваясь, мы выставили в дыру головы, окинули взглядом высокую ограду, здание заводской администрации и корпуса цехов. Со всех сторон грязь, битый кирпич, бетон, ржавчина, унылое место, серое и тихое. Все равно надо топливо найти, ну, и того, кто сигналы подавал, конечно, сказал напарник. Не прекращая жевать, он задрал голову и стал разглядывать воздушную паутину. Кадык ходил туда-сюда по широкой шее, мерно двигалась мощная челюсть. Хлебнув из фляги, я тоже посмотрел вверх. Слезы мрака медленно ползали по нитям, перетекали, струились. Может, они живые все-таки, предположил Никита. Я возразил. Ну, тогда уж скорее вся паутина живой организм, но медлительные очень, как растения. Напарник даже перестал жевать, вглядываясь в черные пятна над нами. А слезы, что ли, его плоды, уточнил он наконец, как яблоки. Не знаю, может, органы, корни, которые он запустил в разные пространства и держатся за них. Межпространственное растение, поразился пригоршня. Ну, это ты загнул. Я молча доел, бросил в песок обертку жвачки, вдавил каблуком и направился к ржавым воротам. Никита потопал за мной. Мы сдвинули скрипящие створки, отошли, разглядывая ангар снаружи. Старый, покосившийся, сплошные дыры и ржавчина. Вряд ли кому в голову придет, что внутри что-то ценное. А если и заглянуть туда, увидят воздушную паутину, бестолково качающуюся на сквозняке, доцементно-песочные завалы и больше ничего. Нормально, решил напарник, вешая автомат на плечо. В безопасности он тут. Че ты такой унылый, химик? Потому что нет у меня никакого желания по городу отмушастать, ответил я. Что это за место странное? Никогда тут не был и еще бы столько же не бывал. Ну так постараемся не задерживаться, по улицам прошвырнемся, топливо раздобудем, попробуем найти того, кто помощи просил. Может, поможем ему. И сразу на юго-восток, в объезд, а потом прямиком на юг, к новому кордону. Черные-то отстали от нас, а? Это ж хорошо, радоваться надо. А у новой зоны по-любому где-то должна быть граница. Разве нет? Мы понятия не имели, где теперь заканчивается зона, но надеялись, что рано или поздно достигнем границы. Главное не попасться на глаза кому-то, кто знает. Это мы привезли в ЧС устройство, которое, сработав, впрыснуло в биосферу Земли информационный вирус, яд, изменивший весь мир. Ведь остался в живых Касьян, который мог разболтать что к чему, да и картограф, и вон монолитовцы. По улицам прошвырнемся, повторил я, вроде на прогулке в парке. Откуда ты знаешь, что на этих улицах есть, какие опасности? Никита, это чужая незнакомая нам территория. Почему-то ведь монолитовцы сюда не захотели соваться. Отойдя немного от ангара, еще раз убедившись, что преследователи исчезли, мы перебежали к старенькому уазику, лежавшему на боку в грязи. Я присел возле колеса с автоматом на изготовку, а Никита залез на машину и оглядел окрестности. Напарник лучился энтузиазмом, горделиво расправив спину и широко расставив ноги, будто капитан у мачты корабля, радовался счастливому избавлению от погони. А вот мне происходящее совсем не нравилось. Что видно, спросил я уныло взирая на него снизу. А нихрена! Жизнерадостно ответствовал он и сел, свесив ноги. Сплошные цеха вокруг. Где-то здесь топливо должно быть, нутром чую. Вон там, вроде самый высокий домино стоит. Дальше по улице и налево. Давай на крышу его залезем, оттуда уже внимательно все рассмотрим. Он похлопал по биноклю, висящему в чехле на шее. Если здесь заводы, то должен быть и автопарк, а там и топливо. Надо только понять, где гаражи. Э, а вон цветок на той стороне, только сейчас заметил. Спрыгнув, он взял у меня автомат, обошел УАЗик и показал. Вглядевшись, я кивнул. Эта аномалия и вправду напоминает ромашку. Прозрачно-золотистый диск на столбе дрожащего воздуха. Ядро может находиться на разной высоте от трех до двух десятков метров и достигать размеров холма. Заметить диск просто, особенно в пасмурный день. Только для этого следует глядеть не перед собой, но вверх. А стебель увидеть нелегко. Стоит человеку вступить в него, как он ломается, исчезает, и диск падает на жертву. Цветок как-то влияет на гравитацию. Действие ядра идет вверх и вниз невидимыми конусами. Когда оно висит на столбе, один конус направлен к земле, а второй к небу. Первый увеличивает силу земного притяжения, второй ее уменьшает. Причем, чем старше аномалия, тем больше. Длится это не так уж и долго. Затем аномалия умирает, то есть разрушается и пропадает. Но человек к тому времени, смятый весом собственного тела, превращается в кровавую лепешку на дне ямы, образовавшейся под цветком. Ладно, сказал я, он далеко и ничем нам сейчас не угрожает. Пригрышня быстро пошел по тротуару вдоль бетонной ограды, где грязи было меньше. Я достал 5-7 и двинулся следом, уточнив. Одна только поправочка, напарник. Ты сказал, если здесь заводы, то должен быть и автопарк. А это не так. Здесь были заводы. Теперь-то они не действуют. И автопарк у них тоже был. И никакого топлива давно не осталось. Все растащили, это уж наверняка. Никита вместо ответа ускорил шаг, а затем побежал, так что и мне пришлось поспешить. Раздалось хриплое карканье, первый звук, свидетельствующий о том, что в округе есть жизнь. Вскоре мы увидели и саму птицу. В грязи посреди улицы лежал труп. На груди его стояла ворона, точнее ворон, здоровенный, лохматый, черный, с могучим клювом и блестящими безумными глазами. Он сосредоточенно ковырял человеческое лицо. Когда мы приблизились, ворон оторвался от этого увлекательного занятия и уставился на непрошенных гостей. Никита перешел на шаг, потом остановился. Ворон склонил голову, искос разглядывая нас. Глаза его мрачно посверкивали. «Че он пялится?» хмуро спросил напарник. Ворон переступил с ноги на ногу, растопырив крылья, взобрался мертвецу на лоб и опять хрипло каркнул, будто выругался, злясь, что какие-то типы появились в его владениях и вылупились на него почем зря. Потом наклонил голову и долбанул мертвеца клювом в щеку, вырвав кусок мяса. «Ах ты, гнида крылатая!» обозлился Никита, рыская взглядом вокруг в поисках чего-нибудь, что можно швырнуть. «Спокойно, напарник, сказал я. Он нас не трогает, мы его тоже. Пошли дальше». Ворон вонзил клюв в глазницу и поелозил там, будто что-то перемешивал. Никита крякнул, наклонившись, потянулся к торчащей из грязи коряги. Я тоже не выдержал, громко хлопнул в ладоши и гаркнул на ворона. «Невермор!» Крылатый некрофил перестал ковыряться в глазнице и вновь уставился на нас. Что-то очень мрачное, безнадежное было в черной лохматой птице, стоящей на голове мертвеца с куском человеческой плоти в клюве. Огромный ворон и труп казались символом новой, преобразившейся после катастрофы зоны. Никита уже почти дотянулся до коряги, когда я сказал «Замри!» Он, конечно, тут же последовал совету и застыл, только зрачки двигались. «Что, химик?» прошептал напарник. «Ничего не чувствуешь». Ворон громогласно каркнул и развернулся к нам задом, то есть хвостом. «Почувствовал», произнес Никита и медленно распрямил спину. «Вот теперь только!» «Вон она!» Я и сам увидел посреди улицы ленивый водоворот, вернее, грязеворот. «Что это такое?» прошептал я. «Никогда такой штуки не видел». «Я?» Он поднял автомат, целясь в аномалию. «Это какая-то новая пригоршня, совсем новая, в старой зоне таких не было. И что-то у меня...» Я замолк, пытаясь описать свои ощущения. «Такая у меня...» «Дрожь такая по всему телу», подсказал он. «Но не это, не физическое, потому что на самом деле не трясешься, а вроде как психическая дрожь, а?» «Что и у тебя тоже?» удивился я. «Обычно пригоршня глух к патогенному излучению аномалий и предпочитает полагаться на детекторы да на напарника, то есть на меня. Увы, наш детектор в кабине малыша давно сломался и починить его было невозможно без запчастей, которые мы не могли достать». Не опуская автомат, напарник попятился вдоль ограды. «Ага, и у меня подтвердил он. Вроде напряжение такое. Черт знает, не разберу, но как-то муторно на душе стало. Ты видишь, над ней дымка? Ой, не нравится мне это, химик, и дрожь сильнее теперь, будто нервы кто-то щиплет, как струны. Пошли отсюда быстрее». Воронка медленно вращалась, в воздухе над ней клубилась марева, но не дым или пара, что-то стеклистое, поблескивающее. Напряжение усилилось, у меня уже дрожали пальцы, а еще почему-то похолодели мочки ушей, будто к ним приложили лед. «Черная птица презрительно каркнула нам вслед». «Ворон и его воронка», прошептал я. «Осторожно, чтобы не вспугнуть эту странную аномалию, не спровоцировать ее на что-нибудь. Один картограф знает, на что именно. Мы двинулись дальше по улице, опустив оружие». «Стволы бессильно против аномалии, это же не мутант какой-то, и целиться в нее ни к чему». Руки тряслись все сильнее, да к тому же начали слезиться глаза и запах. «А, так вот, потому они и слезятся». Никита с давленным голосом просипел я. «Чуешь?» Он кивнул, не оборачиваясь. «На вроде тухлые яйца, Андрюха. И еще здоровенный нужник, будто сдохло что-то. Причем прямо там, в нужнике. Слушай, чем это несет, а?» «Сероводородом вот чем. Но откуда?» Я замолчал. Воронка закружилась быстрее, дымка над ней сгустилась. Хотя мы миновали аномалию и теперь постепенно удалялись от нее, меня все еще пошатывало, слабость разливалась по телу. Ворон, громко каркнув, поднялся над улицей и полетел прочь. «Да что происход...» начал Никита, поворачивая голову вслед, и тут аномалия сработала. Пространство над воронкой лопнуло, и невидимая кольцевая волна раскатилась вокруг. По грязи побежала рябь, когда волна достигла края дороги, нас толкнуло на бетонную ограду, будто невидимый великан с размаху ударил теннисной ракеткой. Никита с криком врезался в бетон, распластался по ограде, прижимаясь к ней животом, грудью, лицом. У меня подогнулись колени, я свалился на мягкую землю, ногами попав в грязь. На мгновение все вокруг исказилось, а потом из аномалии вылетела выдра. Сам я их раньше не видел, но напарник столкнулся с ними в подземельях под свалкой и много чего рассказывал, так что я сразу узнал в существе именно этого мутанта. Длинная лоснящееся тело, кривые лапы, плавники крылья по бокам, вытянутая зубастая пасть. Расправив крылья, она свизгом поднялась выше. Казалось, какая-то сила сорвала ее с того места, где она находилась только что, может быть, в тех самых подземельях, где выдр впервые повстречал напарник, перебросила сюда, и тварь не меньше нашего удивлена происходящим. Но в отличие от человеческого, ее мозг мог поместиться в сигаретной пачке. Совсем примитивный, он не был способен на длительное изумление и растерянность, зато бездумной звериной агрессивности в нем было хэт-отбавляй. Следом появилась еще одна, за ней другие. Первая заложила крутой вираж, чиркнув кончиком плавника по грязевой поверхности, устремилась к нам. Мы начали стрелять одновременно. Никита дал длинную очередь, перечеркнув морду выдры, а заодно и тела нескольких летящих следом. Я вогнал две пули в отвисшее брюхо. Несколько мутантов на скорости врезались в грязь, забарахтались, визжа и хлюпая. Кровь смешалась с черной жижей, твари месили ее лапами, а над ними летели те, в которых мы не попали. Аномалия еще пару секунд извергала их, после колыхнулась и пропала. Стеклистая дымка исчезла, воронка разгладилась. «Ходу!» крикнул Никита, перекидывая ремень автомата через голову, но я схватил его за воротник и дернул назад. «Не успеем! Через забор давай!» Убегать вдоль ограды смысла не было, она тянулась в обе стороны метров на сто, вплотную примыкая к зданиям заводской администрации. Выдры явно летели быстрее, чем мы бежали. Они нагонят нас куда раньше, а патронов не хватит, чтобы расстрелять их всех. Упав на колени и уперевшись ладонями в бетонную ограду, я приказал «На спину! На спину лезь, потом руку подашь!» Тяжелый ботинок опустился между лопаток, второй уперся в плечо, я крякнул горбись, напрягая мышцы, чтобы не растянуться на краю улицы под весом напарника, который, между прочим, выше меня на голову, шире в кости и килограммов на пятнадцать тяжелее. Визг нарастал, я спинным мозгом чувствовал зубастые пасти позади себя. «Химик!» раздалось сверху. Не оглядываясь, я вскочил и подпрыгнул, выбросив руки над головой. Напарник растянулся на вершине ограды, протягивал ко мне правую, пальцы вцепились в запястье, он потянул, я заелозил подошвами по бетону. «Осторожней!» заорал он! Повиснув на одной руке, я развернулся и увидел выдру, которая мчалась, будто крылатый таран, собираясь вонзиться вытянутой мордой мне между ног. Никита, кряхтя и сопя, втаскивал мое бренное тело на ограду, я же сделал единственное, что пришло в голову. Резко поднял ноги, будто хотел крутануть солнышко на турнике. Никакого солнышка, естественно, не получилось, но тварь врезалась в бетон немного ниже моего зада. Свободной рукой я успел вытащить из кобуры пистолет, вскинул его, хотя стрелять из такого положения было совсем неудобно. Две выдры неслись прямо на меня, но тут сверху раздался хриплый выдох, и напарник могучим рывком вздернул меня выше. Сам он при этом повалился за ограду, я же уселся на нее, будто какой-то отощавший шалтай-болтай, взмахнул руками, с трудом балансируя, съезжая. Вторая выдра врезалась в бетон, третья, четвертая, вереща повернули морды кверху. Я выстрелил в оскаленную пасть, мир провернулся перед глазами, мелькнула ограда, небо, мои ноги, и я свалился спиной в кусты, растущие по другую сторону. Подъем, пионеры! надо мной склонилась фигура, схватила за плечи и дернула. Голова закружилась, качнувшись я, словно влюбленная девушка, припал к широкой груди напарника. В ушах еще стоял треск кустов, копчик болел, в пояснице поселилась тягучая боль. Быстро, быстро! На ограду взлетела выдра. Упав на одно колено, Никита вскинул автомат и засадил короткую очередь ей в голову. То и дело, оглядываясь, мы побежали по усыпанному мусором и битыми кирпичами двору. Несколько выдр перебрались через забор, вновь раздался виск, шелест и хруст веток. Впереди стояло длинное приземистое здание с рядом проемов, и вдруг я увидел бредущего мимо человека. В первый миг я решил, что это зомби, слишком уж механически, монотонно переставляло ноги, одежда давно превратилась в рванье. Но нет, не похож, у них обычно кожа другого цвета, запавшие глаза, гнилые зубы. Берегись, проорал пригоршний незнакомцу, ныряя в широкий проем. Мы очутились в просторном помещении, заставленном электрокарами-погрузчиками. Под стеной выселись штабеля поддонов, с потолка свешивались обрывки кабелей. Я наконец сообразил, что это был за человек. По лицу напарника было видно, что и он только сейчас понял, мы увидели двойника, то есть дубля, шатуна. Но откуда здесь, начал Никита удивленно, приостанавливаясь. Его прервал виск, выдры достигли шатуна и сходу набросились на него. Дальше давай, пропыхтел я, обгоняя напарника. Петляя между погрузчиками, мы пересекли здание, выскочили сквозь пролом на другой стороне, перебрались через кирпичный завал, обижали склад. Взобравшись по земляному склону, миновали еще одну изгородь и тогда наконец остановились. Виск мутантов стик вместе с хлопаньем плавников. Я присел на корточке, обернулся. Никита наклонился, уперевшись руками в колени, тяжело дыша. Вроде оторвались, сказал он. Похоже на то. На всякий случай я пока не убирал Five-Seven в кобуру. Эти вроде на неконкретно за нами гнались, просто напали, потому что мы на их пути оказались. Нифигово за бензинчиком сходили, а! Он выпрямился, оглядываясь. Что это за штука была, химик? Это же... Это не аномалия, а какой-то телепорт. Я посмотрел по сторонам. Рядом выселся заросший деревьями склон, дальше были склады и огромная стена одного из заводских корпусов. А помнишь аномалию, которая соком срослась? спросил напарник. Ну да, в бункере на военной базе, через которую нас в долину забросило. Помню, но эта воронка на нее не похожа совсем. Вообще аномалии меняются со временем. Сращиваются, модифицируются, мутируют, то есть. Ну да, у них такой же естественный дарвиновский отбор, как у живых организмов. Сильные пожирают слабых, но и сами при этом меняются. Не знаю, короче. Отдышался? Пошли. Выдры, наверное, сейчас станут расползаться по территории, незачем на открытом месте торчать. Идем вон к тому цеху, решил Никита. Это то самое высокое, про которое я говорил. Все равно мы хотели на крышу залезть и осмотреться, гаражи поискать. Это ты хотел, возразил я. Ладно, идем быстрее, темнеет уже. Мы стали спускаться по склону, настороженно оглядываясь. Выдры не появлялись, люди тоже. Внизу стена цеха была глухой, лишь на третьем этаже начинался ряд решетчатых окошек без стекол. Мы пошли в обход. Вроде потрескивает что-то, сказал пригоршня через несколько шагов, когда до угла здания оставалось всего ничего. По двору расползлись тени, стало прохладней, близился вечер. Судя по всему, нам предстояло заночевать на этом заброшенном заводе. Завернув за угол, Никита хрипло прошептал, «Мать моя зона!» Между складом и трехэтажной кирпичной башней, стоящей возле заводского корпуса, протянулась воздушная паутина. Такую большую я еще не видел. Она напоминала облако, спустившееся с небес и повисшее между домами, низко над асфальтовым двориком. Я даже не сразу признал в ней порождение зоны, ставшее за последние дни хорошо знакомым. Нити имели непривычный синеватый оттенок. К тому же обычная паутина не опасна, она лишь жжет кожу, если к ней прикоснуться. Но не более, а это... «Ты видишь то же, что вижу я?» спросил Никита. Я видел. По краям аномалию усеивали слезы мрака. На середине они собрались в черный маслянистый шар метрового диаметра. Из него торчала нижняя часть тела. Человек был жив, его ноги двигались, хрустя облепившими голени синими нитями. «Да он же идет!» понял Никита. Мужчина действительно пытался идти, шагал, не двигаясь с места, как марионетка, запутавшаяся в нитях. «Что-то там в этом шаре поддерживает его жизнь», сказал я. «По крайней мере, на чисто физиологическом уровне. Человек висел высоко над потрескавшимся асфальтом в самом центре паутинного кокона. Достать его не было никакой возможности». Пригоршня сказал, «Не добраться нам до него никак». «И не надо», ответил я, «Пусть висит. Ты ж на крышу хотел». «Ага, вон, тем путем». Вдоль стены корпуса до самой крыши тянулась железная лестница. Я покачал головой, она простреливается со всех сторон. «Да кому тут по нам стрелять?» Я глянул на него, и Никита почесал шран на лбу. «Ну ладно, ладно, тогда вон, видишь трубу?» Метрах в десяти над асфальтом от вершины кирпичной башенки к цеху шла труба коридор с узкими окошками. Напарник стал пояснять. В башне была мастерская, ну и еще начальники бригад там сидели, скорее всего. А на верхних этажах раздевалки. Коридорчик этот, чтобы работягам не надо было спускаться, и они могли сразу в цех пройти с энтузиазмом за работу взяться. «Так вот, давай в башню по коридору в цех, за тем, что там наверняка несколько лестниц на крышу ведут, такие, которые не простреливаются». «Кто его знает, что там в цеху?» неуверенно возразил я. «Химик вечер уже!» повысил он голос. «Надо подняться и оглядеть окрестности, прежде чем на ночлег устраиваться, а ты тормозишь!» «Потому что мы на незнакомой территории, а к башне этой воздушная паутина прицепилась, да еще и странная какая-то. Паутина снаружи, а мы внутрь пойдем. Не боись, нормально там поднимемся. Идем, короче». Я беспокойно озирался. Вокруг все неподвижно, тишина. Лишь жертва огромной слезы мрака, повисшие в хитросплетениях паутины, однообразно двигает ногами, хрустят протянувшиеся от них нити. «Интересно, что видят глаза этого несчастного?» «Если вообще видят что-нибудь?» мы подошли к башне. Никита опустился на одно колено сбоку от двери, вдохнул и резко повернулся, выставив в проем ствол. Я пригнулся с другой стороны, вытянув руку с пистолетом. «Никого», тихо сказал он. Взгляду открылся полутемный предбанник. Слева дверь с покосившейся латунной табличкой комната бригадиров. Впереди лестница, справа проем. За ним виднелось помещение, где стояли станки, один из них работал. «Это мастерская там», сказал Никита. «Слышишь, гудит». Входить не хотелось, но все же мы прокрались к дверям мастерской. Станки стояли двумя рядами, все неподвижные, кроме одного, в котором крутилось, повизгивая длинное сверло. Оно будто наматывало на себя воздух, закручивая в мастерской большой ленивый смерч. Сунувшись внутрь, я ощутил постоянный ровный сквозняк, некоторое время прислушивался к внутренним ощущениям, затем попятился вместе с Никитой. Черт его знает, что означает этот сквозняк и тот станок, который, кажется, даже ни к чему не подключен. Может, ничего опасного, а может и наоборот. Медленно водя стволом автомата из стороны в сторону, напарник добрался до лестничной клетки, подался вперед, заглядывая. «Нормально, Андрюха, идем». Я нагнал его, мы стали подниматься по ступеням. Миновали второй этаж с раздевалками, и посреди третьего лестничного пролета Никита ахнул. Он вскинул автомат и начал стрелять, присев на корточке, да так резко, что не удержался и упал на спину. Очередь, прочертив полосу по потолку над верхней лестничной площадкой, смолкла. Я к тому времени уже лежал на боку, под перилами, вытянув кверху руку с пистолетом. Но не стрелял, пялился во все глаза на черную мягкую сферу под потолком и на торчащего из нее человека, который тянул к нам руки, извивался, разевая рот, вращал безумными глазами, полными боли и ужаса, беззвучно стонал, умоляя спасти. Никита наконец сообразил, что рожок опустел, судорожным движением выщелкнул его, что-то мыча сунул руку под куртку, рванул, с мясом вырвав какой-то ремешок, наконец достал другой магазин. Тихо, тихо, я поднялся на колени, продолжая целиться вверх. Эй, напарник, расслабься и получай удовольствие. Не стреляй, говорю. Подавшись к нему, я дал ему подзатыльник. Голова мотнулась, подбородок Никиты ткнулся в грудь, он взглотнул и, наконец, более-менее пришел в себя. Со свистом выдохнул воздух, уселся по-турецки, не опуская автомата, уставился на жуткую картину. Голову, руки и торс мужчины облепила мутно-прозрачная пленка, похожая на крепко сросшиеся нити воздушной паутины. Изумрудная, поблескивающая цветом она напоминала брюшко навозные мухи. Человек до сих пор дышал, казалось, что он видит нас, что именно из-за нашего появления он стал дергаться, тянуть руки и разевать рот в немом крики. Жертва черного шара содрогалась так, будто испытывала немилосердную боль и ужас, но при этом не издавала ни единого звука. — Тот же самый, прошептал Никита, тот, ноги которого мы снаружи видели. Его слезы по пространству размазали. Поднявшись, я сделал осторожный шаг, потом еще один. Мужчина задергался сильнее, отсюда виднелся проем коридора, соединяющего башенку с цехом, до него осталось с десяток ступеней, не больше, но чтобы попасть туда, надо было пройти под черной сферой на потолке и торчащим из нее получеловеком. Я прикинул расстояние, до меня он не дотянется, а вот по макушке напарника может мазнуть пальцами. — Пригнешься? — спросил я дело еще один шаг. — Я-то пригнусь, но надо же ему помочь как-то. — Как? Мы почти достигли верхней площадки и уже видели весь коридор, который заканчивался полутемным проемом в стене цеха. Мужчина извивался, бился в припадки. Еще шаг, и он изогнулся, мучительно скривив рот, затянутый изумрудной пленкой. Язык бился о тонкую преграду, безуспешно пытаясь прорвать ее. И Никита не выдержал, решил прекратить мучение бедняги. Я не успел ничего сделать, вскинув автомат, он дал короткую очередь. Пробив пленку и лицо под ней, очередь поднялась выше, раздробив челюсть, пули впились в шею. Мужчина замер, руки повисли. Никита перестал стрелять. От мертвеца к бетону протянулся длинный красный сгусток, вроде и кровь, но густая, как машинное масло. Нижний конец коснулся пола. Не надо было, начал я, и тут черная сфера раздалась вширь, будто вздохнула, втянув в себя человеческий торс. Он исчез из виду, а шар лопнул, разбрызгав темные капли. Пахнуло озоном, раздался громкий хлюб, словно полной воды целлофановый пакет с высоты упал на асфальт. От того места, где раньше висела сфера, вниз устремился клокочущий поток темноты. Густой пенящийся мрак пролился сквозь башню. Сопровождаемой волной озона я рванулся вниз одновременно с пригоршней, а вокруг все плыло и качалось. Мрак разъедал материю, как серная кислота органику, ступени прогибались, перила изогнулись змеями, потолок просел. Ручьи, извергнувшиеся из сферы темноты, клокотали вокруг нас. Я прыгнул к двери, вылетев наружу, споткнулся и покатился по асфальту. Кирпичная башня оплывала, будто кубик сливочного масла на сковородке. Висящий коридор сломался, половина его торчала из стены цеха, вторая упала на башню и смешалась, срослась с нею. Кирпичи меняли форму, кладка текла. Окна изгибались, словно рты призраков в немом крике. «Никита!» Я вскочил, увидев, что входная дверь превратилась в извилистую щель. Бросился к ней, не зная, как помочь напарнику, но тут он вырвался из прорехи, врезался в меня и опрокинул на асфальт. Мы отползли подальше и сели, ошарашенно глядя на башню. Она окренилась, по стенам сползали комья и растекались блином у основания. Верхушка изгибалась под собственным весом, окна стягивались, как быстро заживающие раны, внутри что-то булькало, мягко перекатывалось, вспухало и лопалось. Прилипшая к постройке воздушная паутина ходила волнами, колыхалась, как марли на ветру. Никита пихнул меня локтем вбок и показал в ее центр. Нижняя часть человеческого тела, свисавшая из черной сферы, исчезла. Вскоре все закончилось. Мрак впитался в башню и пропал. Строение застыло. Теперь оно напоминало рисунок Сальвадора дали, что-то изогнутое, в потеках, сюрреалистическое. От окон остались извилистые щели, крыша, как шмат теста. Асфальт вокруг застыл волнами. Солнце давно село, приближалась ночь. Оперевшись о плечо Никиты, я встал. Напарник тоже поднялся, и тут только я заметил его автомат, вернее, железный приклад, торчащий из-под сплющенного основания постройки. Никита, сказал я, ты ствол бросил. Он что-то проворчал и опасливо засеменил к башне, протягивая руку. Не надо, сказал я, вслед. У сталкера было десять любовниц за периметром, но любил он только свой АКМ, пробормотал напарник. Прекращай, говорю. Да ладно, откликнулся пригоршня, наклоняясь. Ухватившись за пятку на конце приклада, потянул сначала легко, потом сильнее. Исковерканная постройка будто сглотнула, сверху вниз по поверхности прокатилась вздутие, похожее на кадык. «Отпусти его» завопил я, но было поздно. Никита дернул и отскочил с оружием в руках. Раздалась громкая «ФУ!» В сгущающихся сумерках я разглядел, как края рыхлого блина, которым стало основание башни, приподнялись, выпустив поток насыщенного озоном воздуха, и с мягким хлопком упали на асфальт. От того места, где раньше был автомат, к нам покатилась волна искажения, асфальт плавился и лопался, с шипением выпуская потоки газа. — Идиот! — завопил я, бросаясь прочь, и чуть не ударился грудью о нижние ступени пожарной лестницы, протянувшейся к крыше цеха. Обернулся, Никита бежал следом и полез. До крыши было далеко, подниматься пришлось долго. Волна, достигнув стены, помедлила, будто в раздумье, и поползла вверх. Огромные бетонные плиты лучше противостояли аномальной энергии, и вот лестница под нами стала вытягиваться двумя колбасками. Быстро темнело, дыхание с хрипом вырывалось из груди, в коленях неприятно щелкало, ныли запястья. Порыв ветра чуть не сбросил меня, я навалился на низкий парапет, перелез. Развернулся, Никита был парой метров ниже, полз, обратив вверх искаженное от усилий лицо. Спасенный автомат качался за спиной, и лестница под напарником уже почти исчезла, он взбирался словно по двум валикам теста. Пригоршня схватился за бетонный край, я вцепился в его воротник. Лестница вытянулась парой толстых нитей, качнулась и полетела вниз, чтобы через несколько секунд с мягким хлопком упасть на асфальт в виде бесформенной кучи. Ноги напарника закачались в воздухе. В полутьме я едва различал бетонную стену цеха, асфальт в метрах в тридцати и выпученные глаза Никиты. Я помог ему перевалиться через край, и мы растянулись возле парапета. «Идиот!» — повторил я, — чуть не угробил обоих. «Говорил же, брось его!» «Да как же брось!» — зашипел он в ответ. «Сколько у тебя патронов осталось к пять-семь твоему?» «Двадцать!» «А у меня к зигану тридцать!» «Как мы без халаша?» «К нему хоть два рожка еще есть!» «Не спасут нас эти два рожка!» — проворчал я, поднимаясь. Никита встал на парапет и осмотрелся. Я сделал то же самое, но порыв ветра заставил нас спрыгнуть обратно. Толком уже ничего было не разглядеть. В центре бетонного прямоугольника крыши стояла надстройка с приоткрытой дверью, и больше ничего здесь не было. Заглянув в будку, я направился к другому краю крыши. Никита обошел ее по периметру и вскоре оказался рядом. Ветер налетал порывами, было свежо и влажно. Кажется, вот-вот пойдет дождь. В темноте едва виднели заводские корпуса, из-за ближайшего лился ровный тусклый свет. — Что это там светится? — спросил Никита. — Не знаю, — сказал я, — и знать не хочу. — Главное, ты на это посмотри. Он показал направление, и я увидел огонь прожектора далеко слева. Должно быть, он горел на другой стороне утопающего во мраке городка. Узкий конус света то обращался к небу, то скользил по земле и домам вокруг. — Да кто же здесь засел в этом городишке, — изумился пригоршня. — Откуда электричество у них? Мы услышали сухой хрустящий рокот. — Вертушка, — сказал напарник. — Химик, слышишь, вертолет? Прячемся! Мы бросились к надстройке. Никита рванул дверь. Железные петли стонали, с них посыпалась ржавчина. Присев под стеной будки, мы выглянули в дверной проем. Рокот стал громче, над крышей возник ослепительно белый луч, скользнул по краю и протянулся куда-то вниз, к земле. Вертолет летел быстро, луч двигался, выхватывая из мрака фрагменты крыши стен. Необычный хрустящий рокот начал стихать, и вскоре луч погас, хотя перед глазами еще долго плавала огненная полоска. — Улетел, — сказал Никита. — Какой-то звук подозрительный. Очень уж тихий для вертушки. — Так, ладно. Он уселся на рваное тряпье под стеной, вытянул ноги и положил автомат на колени. — Во-первых, пожрать надо. Во-вторых, обмозговать ситуацию. Пока напарник доставал спецпоек, я вытащил из кармана жилета фонарик, включил и положил на пол. — Нечего тут обмозговывать, — сказал я, срывая крышку с консервы. — Мы ничего не понимаем, вот и все. Мало информации. — Нет, ну почему, — заспорил он. — Во-первых, воздушная паутина. Она тут какая-то не такая. Плюс слезы на ней. — Та здоровая слеза превратилась в телепорт, — сказал я. — Но такой узкоместного толка, что ли. — Да, правильно. Одна половина мужика была в одной точке пространства, другая — в другой, неподалеку. И при этом его не разорвало на части, а как бы... Как бы растянуло. И еще новая аномалия, воронка. И еще мы знаем. В городе этом, из которого сигнал «СОС» идет, есть военные. Не обязательно. Вертушка может какому-нибудь клану принадлежать. Да чуть-то сомнительно. Скажем так, в городе есть кто-то, кому под силу поддерживать вертолет в рабочем состоянии и доставать к нему топливо. И вряд ли сигнал посылали они. Думаю, кто-то еще здесь прячется. Если только сигнал о помощи не ловушка. Да, и, кстати, мне показалось, что действие этого мрака, которое все подряд растворяет, похоже на действие зыби. Может, он и есть зыбь, только модифицированная, изменившаяся после катастрофы. Может, и так. Еще, химик. Здесь есть шатуны. Я кивнул. Это мне не нравилось больше всего. Двойников, судя по всему, создает ноосфера. Хотя зачем, не ясно. То ли таким способом она исследует людей, то ли у нее какая-то иная цель. Раньше шатуны возникали во время выбросов из ЧС. Оставаться во время выброса на поверхности нельзя. Аномальная энергия сожжет мозги. Ты либо умрешь, либо обезумеешь. Но иногда человек не успевает или вообще не имеет возможности спрятаться. Таких, ноосферы и копируют. Хотя не всех. Оригинал, как правило, погибает. Его копия, или дубль, или двойник, или шатун, возникает в произвольном месте зоны. Хотя мы слышали, как минимум, про одного оригинала, который не погиб, сталкера по кличке Болотник. Вернее, мы были знакомы с Болотником Копией, который утверждал, что убил своего оригинала, зарезал его, не разобравшись, кто это такой. Так или иначе, шатуны возникают после выбросов. И с каждым днем их становится все больше, будто сила ноосферы растет. Двойники не нападают, если не напасть на них, только защищаются, но все равно мне они кажутся самыми опасными созданиями зоны. Есть в них что-то очень чуждое, нечеловеческое. По сравнению с ними двухголовые химеры или полтергейсты кажутся домашними канарейками или котятами. Ну, в крайнем случае, тараканами и крысами. Но все равно привычными, родными даже. Никита, сказал я, мы про шатунов практически ничего не знаем. Только то, что их, по словам картографа, ноосфера создает, а зачем, не ясно. Точно так же мы не знаем и то, есть ли шатуны в городе или нет. Но мы же видели. Одного только. Может, он случайно сюда забрел. И его выдры растерзали наверняка. Короче, завтра надо со всем разбираться. И еще, монолитовцы. Почему они вдруг отстали от нас? Почему в город не захотели соваться? Надоело гоняться за нами, предположил я, зевая. А, фигня. Что-то их остановило. Не просто так они тормознули. Какой-то в этом смысл есть. А то, что выходит, вначале была погоня, а потом монолитовцы исчезли, и все. И забудем про них? Не-е-е. Он завел глаза к низкому потолку, вспоминая, и щелкнул пальцами. Во! Если в начале пьесы на стене висит ружье, то к концу пьесы оно должно выстрелить. Ружье сами не стреляют. Напарник покрутил головой, морщи лоб, но так и не нашелся, что ответить. Мы помолчали, думая каждый о своем. Закончив есть, он вышел на ружье и вскоре постучал в приоткрытую дверь. Кто там? Спросил я. Сова, открывай, медведь пришел. Перестань паясничать, ответил я. Мы не одни, на нас смотрит Всевышний. Выйди. Глянь, что это там мерцает. Покинув будку, я встал рядом с ним у пропета. Где? Не вижу. Да вон, на крыше бункировочного цеха. И что это за цех такой? Эх ты, а еще институты кончал. Правильно согласился я. Потому-то и не знаю, как работает кирпичный завод и что за бункировочный цех. Я их не для того кончал, чтобы на кирпички потом вкалывать. Это ты у нас рабочий-крестьянский класс. И тем горжусь. Перебил он, сжал могучий кулак и напряг бицепс. Видел это? Не то, что интеллигентишки всякие занюханные. Плюнешь, в такого он и упадет. А тут кровь с молоком, сила. Я соль земли. Иодированные. Короче, слушай, умник. Кирпичи делают из глины. Глину экскаватор загребает из глиняного карьера. Дальше конвейер ее доставляет в первый цех, где стоят такие вальцы. Цилиндры, то есть. Они вращаются. Комья глины с конвейера на них сверху сыплются. Вальцы их дробят. Мелкая глина летит вниз, на другой конвейер. И по нему попадает в первую печку, где ее сушат. Из этой печки она идет в бункеровочный цех. Там эти самые бункеры, здоровенные отстойники. А оттуда ее распределяют на прессы. Какие еще прессы? Такие еще прессы, которые из этой глины штампуют кирпичи. Сырые кирпичи. Их складывают на платформы, закатывают во вторую печь и там обжигают. Получается нормальный кирпич, желтый или красный. А еще есть силикатные. Но это уже другое дело, то есть другая технология. Ладно, понял. Значит, бункеровочный цех вон там я показал на огромный бетонный куб с большими окнами, стоящие на другой стороне двора. Точно? Теперь я заметил мерцающее кольцо примерно на середине крыши. Не знаю, что это. Ладно, все равно сейчас оно нам ничем не угрожает. Далеко слишком. Мы вернулись в будку. Пригоршня включил фонарик и подошел ко второй двери. Выяснилось, что она ведет на лестницу, но спуститься там невозможно. Верхний пролет завален шлакоблоками, а дальше лестницы просто нет. На далеком полуцеха среди обветшалого оборудования громоздилась гора обломков. По какой-то причине бетонные пролеты обрушились. Выйдя наружу, мы переглянулись. Никита вновь осмотрел периметр крыши. Я же влез на будку, встал во весь рост, широко расставив ноги. Ветер усилился и медленно повернулся кругом. Тишина, ночь, мерцают блеклые огни, светит прожектор на другом конце городка. Зона раскинулась вокруг чернильным озером, огромным и опасным. Когда Никита вернулся, я спрыгнул и опять залез в будку. — Химик! — позвал он, — но я не ответил. Собрал часть тряпья, сделал лежанку, улегся и закрыл глаза. — Андрюха! — он сунулся внутрь. — Ну? — Пути вниз нет. — Да ты что, тот я гляжу, пути-то вниз нет. — Смеешься, — окрысился он, — тебе все издеваться. — Мы спуститься не можем, понимаешь? Застряли. — Вообще никак, нигде ни лестницы, ни черта. — Да понял я, понял, — сказал я. Плакали наши задницы. — Не, ну не помирать же тут с голоду. Он полез внутрь, зацепился курткой за ржавую петлю, выругался сквозь зубы. — Спать надо, — сказал я. — Утро вечера, может, не мудренее, но хотя бы светлее. Глава седьмая. Опасно для жизни. Меня разводил голос напарника. — Химик, подъем быстро, посмотри, что там. — Эх, что-то опасное. — Да, да, очень. — Круто. Я перевернулся на другой бок, зевнул и закрыл глаза. Никита всегда был ранней пташкой, а я люблю поспать, хотя в зоне обычно не очень-то разоспишься. А он как бы ревновал к этой моей способности сладко дрыхнуть по утрам и из вредности разными способами пытался разбудить. — Нет, ну ты погляди. Раздались быстрые шаги. Он пошел прочь от будки. — Химик, — донеслось вскоре. — Сюда, говорю, иди. Морщась, я сел, протер глаза. Утренний свет лился в проем, из дыры на месте лестницы шел сквозняк. Я достал сухарь, съел и запил водой из фляги. Встал, помахал руками, несколько раз присел, разминаясь, глянул на часы. Половина восьмого. Ночью я снял кобуру с файв-севеном, она мешала спать. Теперь нацепил ее опять и выглянул, щурясь. Напарник лежал у парапета, свесив голову и смотрел вниз. Автомат рядом, чтобы можно было быстро схватить и открыть огонь. Солнце только встало, небо чистое, серо-голубое, ветерок прохладный дует. Хорошее утро, безмятежное, ясное. Вот только спина у пригоршни очень уж напряженная, хотя прямой опасности для нас нет, иначе у него голос был бы другим, да и вообще он бы меня зашил отнаружу выволок. Оглядевшись, я перебежал от будки к нему, лег рядом и выглянул из-за парапета. — Что там? — Ох ты ж! Мы что, спали возле гнезда шатунов? — Так и есть. Хотя правильнее было бы сказать не возле гнезда, а над гнездом. Я присмотрелся к фигурам, которые медленно ходили между заводскими корпусами, и спросил, ну и чем они заняты? — Вместо ответа пригоршня положил на парапет бинокль, отполз от края и сел на корточки. — Рука затекла, — пожаловался он. Порыв ветра заставил напарника упереться ладонью в бетон. — Чем заняты? — Да тем же, чем и обычные люди. Спят, едят, овощи выращивают, трахаются. — Что, и последнее тоже? Он ухмыльнулся. — Нет, это я так, к слову, пришлось. Никогда не видел, чтобы шатуны чем-то таким занимались. — Ну, женщина-двойник может рожать, — сказал я. — Физиология-то у них прежняя, только с мозгами что-то не то. — Наверное. Только я ни одной беременной среди них не видел. — Так ты вблизи их и не рассматривал? — Почему это? — А в подземелье том, где мы с болотником? — Это когда было. — Тогда вы встретили первые образцы, недоделанные. — Эти, — я ткнул пальцем вниз, — совсем другие. — Апгрейд, про-версия, можно сказать. — Какая версия? — Усовершенствованная. — Ладно, неважно. — Так говоришь, овощи выращивают? — Ага. — Смотри. Он опять подполз к краю и показал вправо. — Видишь, огородец там у них. И где-то еще наверняка есть. На стене склада висела облупившаяся табличка с надписью крупными буквами. «Опасно для жизни». Неподалеку стояли поддоны с кирпичами. Асфальт рядом взломан, видна земляная проплешина. Расчерченная ровными, мне показалась идеально неестественно ровными грядками. Над ними склонились две фигуры. А вон артефактов несколько, как бы невзначай, добавил напарник, показывая вперед. Я глядел крыши. — Где? — Да вон, на бункеровочной, где ночью светилось, помнишь? — Это они светились. Возле конвейера. Заметил его? Еще бы мне было его не заметить. Квадратная дощатая труба с запаленными окошками, за которыми едва виднелась резиновая лента на валиках, шла вверх от крыши соседнего цеха наискось, под углом градусов сорок пять к земле. Заканчивалась она метрах в двадцати над бункеровочной. Верхушку с бетонной крышей соединяла вторая труба, вертикальная. Отодвинувшись от края, я выпрямился во весь рост. Вгляделся, ладонью прикрыв глаза от ветра. Вокруг распростерся мир крыш. Серые бетонные поля, пустынные и молчаливые. Суховей нес по ним песок, смешанный с цементной пылью. — Ну и где они? — спросил я. — Где твои артефакты? — Тебе очки надо. Слышал про них? Хорошо помогают, особенно если надеть. — Остряк, остряк, — похвалил я. — Молодец, сумел пошутить. — Натужно немного, но ничего, терпимо. — Так где они? Не вижу. — А-а-а! Артефакты притаились у основания вертикальной трубы. — Пять грибов на узких ножках по пояс к человеку. Шляпка — мягкий кожистый блин, морщинистый, неприятный с виду. — Незнакомые, — сказал я, приглядываясь. — И расположены подозрительно симметрично по кругу. — Ага. Это значит, что аномалия между ними, — подтвердил Никита. — Вот только не видно там никакой аномалии. Нормальный бетон. — Странно. Изучив необычные артефакты, я повернулся в сторону конвейера. При одном взгляде на эту штуку начинала кружиться голова. Он был по-настоящему высок, вздымался к небесам гигантской буквой «Л». В вершине ветер дул сильнее, и мне показалось, что конструкция слегка покачивается. Хотя простояло ведь он тут не одно десятилетие, и ничего не рассыпался, не упал. — Для чего он? — спросил я. — А там в крыше цеха дыра. — В нижнем конце трубы этой вертикальной, — пояснил напарник. Сквозь нее глина с конвейера падает в печку. — Эх, химик, достать бы нам артефакты. В городке этом, может, скупщики есть. — Что в нем наверняка есть, так это мутанты и военные. — Но и скупщики тоже. — Пять артефактов, Андрюха, ты представляешь? Смотри, интересные какие. На топливо бы обменяли. Городок брошен, напарник. Кроме военных с вертолетом и того, кто сигнал СОС подавал, здесь, по-моему, никого. А про грибы эти мы ничего не знаем. Какие у них свойства, насколько они опасны. Вдруг к ним и подходить близко нельзя. И еще непонятно, какая аномалия их породила. Кстати, у меня вопрос не совсем скромный. Ты уже придумал, как к нам спуститься? — Нет. — Че тут придумаешь? — Нет, внисходу. — Хотя нижняя часть этого конвейера мимо стены торцовой проходит, то есть рядом с нашим цехом. Если бы перепрыгнуть на нее и по конвейеру к артефактам этим подобраться. Пять штук, эх! Я лег, положил голову на пропет и хмуро уставился в ясное утреннее небо. — Че-то ты не рад, Андрюха, — сказал пригоршня. — Что случилось? — Ничего. — Да нет, я вижу. Это же артефакты, брат. Ты ж всегда их любил, химичил с ними всякое, потому тебя химиком и прозвали. А теперь я больше тебя им радуюсь. Что случилось? Че рожа унылая такая? — Не знаю, — сказал я. — Как-то не весело мне. Надоело. Артефакты, аномалии. Бродим туда-сюда. А потом мы ж до сих пор не знаем, как все после этой катастрофы изменилось. Может, вся система посыпалась. Нет теперь ни скупщиков, ни кланов сталкерских, ни самих сталкеров. Мы как в чулане все это время просидели, Никит. В подвале глухом, закрытом. А тут еще шатуны эти прямо под нами. А я не люблю их больше, чем... Чем кровососов с контролерами вместе взятых. Усевшись спиной к бордюру, я посмотрел на северо-запад. Там выселись холмы, в дымке за ними проступал городской центр, поблескивал в лучах солнца облупленный купол церквушки. Пригрышня пошел вдоль бордюра, иногда перегибаясь, выглядывая за стену. Пара минут у него ушла на то, чтобы медленным шагом обойти крышу по периметру, и все это время я сидел не шевеляясь.